Пролог Продолжение следует... 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 И вообще ничего больше не было, кроме серо-черной мутной пелены, клубящейся за зеркальной поверхностью, словно густой дым или грозовые тучи. И это при том, что вокруг оставался все тот же залитый ярким светом коридор дома культуры. Еще немного и напрочь ошалевший Ярик, возможно, и сам бы заорал во весь голос. Но клубы этой жути, чем бы они там ни были, вдруг стали быстро рассеиваться, сменяясь вертящимися всполохами радужного сияния. И сквозь них, за казалось растворившейся поверхностью зеркала, стало проявляться то, чего ни брат, ни сестра, ну никак не ожидали там увидеть. Это что за фигня? Только и сумел произнести Ярик, чуть отступая и выставляя на всякий случай перед собой меч. Какого? Тут-то все и началось. Глава первая Цок-цок, цок-цок. Каблуки разве что только искренне убивали из булыжной мостовой. Сегодня, закупив на рынке все необходимое, Михалишек специально возвращался домой не напрямик по узким и грязным улочкам и проулкам. Нет, он отправился, пускай задавая огромного круголя, но по широкой и мощенной аллее мастеров, обращая на себя внимание всех окружающих. А внимание заслуживали не только новенькие кожаные с металлическими набойками и красивыми пряжками туфли, сменившие вчерашние простые деревянные башмаки. Сегодня Миха щеголял еще и в новой темно-лиловой мантии с застежкой фибулой в виде пяти сцепленных между собой колец, символа гильдии магов. На днях, сдав экзамен, он наконец-то получил звание ученика мага, заслужив право на ношение этой накидки. И пускай под ней была простенькая рубашка, а недорогая сорочка, сшитая на заказ, да и штаны были из дешевого грубого полотна, сама мантия давала парню достаточный повод вышагивать по улице с гордо поднятой головой. А бедневшие родители Миха, узнав о наличии у сына магических способностей, в четырехлетнем возрасте отдали его в услужение к проживавшему в соседнем городке коронному магу. До десяти лет лишь, как и еще несколько мальчишек, занимал должность сбегать туда, принести то, подай это. И лишь последние пять лет он усиленно изучал основы магии, конечно же, не переставая выполнять роль мальчика на побегушках. Но это было сущим пустяком по сравнению с тем, что из четверых ребят, некогда взятых магом на обучение, нынче остался лишь Миха. Мэтр Башар, хоть и обзывал его постоянно бестолочью и остолопом, все же продолжал обучать юного мага. Вот и сегодня, перед занятиями, несмотря на новое звание, лишек был отправлен на рынок за продуктами. Мясник, зеленщик и булочник первыми смогли оценить и новую одежду, и статус юноши. Было очень забавно, и чего уж скрывать, жутко приятно наблюдать за тем, как все они, да и остальной люд, еще вчера обращавшиеся к нему не иначе как «Эй, малец!», сегодня столь почтительно кланяются и заискивающе улыбаются господину ученику мага. «Хар-рррррр!». Резкое карканье за спиной заставило лишека, уже почти дошедшего до конца аллеи, подпрыгнуть от неожиданности. «Ах, ты ж, зараза!» обернулся он, кусавшийся на заборе вороне, свернувший свою большоклювую голову на бок с интересом разглядывающей мальчишку. «Что, эмблема блестящая приглянулась?» «А ну прочь отродье проклятого!» Оглядев землю под ногами и не найдя ни одного подходящего камышка, Миха поставил на землю корзину с овощами, вытащил из нее самую мелкую луковку и запустил ею в наглую птицу. «Каррррр!» – негодующе выдала та, громко хлопнув крыльями. «Карррррр!» Взмыв у неба и тут же заложив крутой вираж прямо над Лишиком, мстительная ворона прицельно одарила парня своей фирменной меткой, растекшейся жирной, дурно пахнующей плюхой по новенькой мантии. «Вот же пакость!» – разозлился Миха и, быстро сварганив воздушный кулак, отправил его вслед у летающей птицы. Ну, не совсем кулак, конечно, так, кулачок, но вороне и этого хватило. Получив волшебного пенделя под хвост, она, изумленно вякнув, забавно кувыркнулась в воздухе и, сменив траекторию, смачно врубилась в верхушку высокого дерева. «Каррррр!» – раздался ее обиженный крик из густой листвы. «То-то же!» – удовлетворенно кивнул сам себе мальчишка и, подняв корзину, вновь зашагал домой, косясь на вонючую отметину. «Ну вот, теперь чистить придется!» Он обернулся и помахал засевшей в кроне дерева птице кулаком. «У, вражина, попадись мне еще!» Свернув пару раз направо, сначала в самом конце аллеи, а потом еще через три квартала, лишек вскоре оказался возле особнячка метро Бошара. Участок был огорожен не очень высоким деревянным заборчиком. Сам же двухэтажный каменный дом прятался в тени старых разросшихся садовых деревьев и кустов. По неширокой, выложенной желто-коричневой плиткой дорожке юноша дошел до крельца и, приоткрыв дверь, прошмыгнул внутрь. Прошел на кухню. Там, отдав свою ношу почти глухой бабке-кухарке и получив взамен вместо слов благодарности какое-то невнятное бурчание-ворчание, пожал плечами и отправился в свою комнату. Времени оставалось как раз лишь на то, чтобы переодеться и спуститься в подвал дома, где у учителя находилась магическая лаборатория. Она же склад, она же учебный класс. В своей комнате Миха снял накидку, повесил на спинку стула и, помолившись на всякий случай создателю, наложил на нее заклинание малого очищения. Аж дыхание затаил от волнения. Вдруг переборщит. Щеголяй потом с дырами на одежке или и вовсе новую заказывай. Но нет, обошлось. Пятно исчезло, а дыры не появилось. Он бережно повесил накидку в платяной шкаф. Рядом рубаху. Новенькие туфли задвинул под кровать. Штаны, немного подумав, тоже снял и, запихнув на полку, поменял на другие, похуже. Такие, чтобы не жалко было выбросить, если вдруг что. Не так часто бывало это вдруг, но бывало. В прошлом году, например. Миха совсем чуток перестарался, напитывая энергией изучаемое заклинание. И в результате прожег штаны себе и мантию учителю. Мэтр тогда, наверное, с месяц обзывал его безмозглым и косоруким неумехой. Сегодня практических занятий вроде не намечалось, но все же мало ли что. Затем, надев на себя короткую, всего до середины бедра ученическую мантию, юноша подхватил со стола нужную книгу и, сунув ноги в кожаные шлепанцы, вышел из комнаты. В коридоре он остановился, прислушался к своим ощущениям, а точнее к курчанию в животе. И, решив, что завтрак был уже давно, а обед будет еще не скоро, заглянул на кухню. Стащил со стола у так удачно отвернувшейся старухе большую морковку и, радостно вгрызаясь в нее, пошлепал вниз по лестнице навстречу новым знаниям. Однако, отворив тяжелую дверь в класс и войдя в него, обнаружил, что сами знания, похоже, пока еще не готовы с ним встретиться. Комната была пуста. Не в смысле, что вот абсолютно пуста, а в смысле, что учителя в ней не было. И еще не было порядка. В принципе, порядок, как уже давно понял Миха, и так был штукой, совершенно несовместимой с деятельностью мэтра. Взять что-либо в одном месте, а потом оставить вообще непонятно в каком, это было для мэтра Бошара обычным делом. А потому хаос и неразбериха, постоянно создаваемые учителем, лишь титаническими стараниями ученика слегка отступали и ненадолго сменялись хоть какой-то видимостью порядка. Ну а сегодня почтенный мэтр превзошел сам себя. Царивший в классе бардак был поистине эпическим. Вещи сметены со столов и полок, словно каким-то безумцем, и раскиданы по всему полу. В одном из углов валялись осколки разбитых склянок, а вытекшие из них и смешавшиеся жидкости источали невероятное зловоние. Сбегав наверх, юноша принес со двора ведро песка. Сыпанул чуток с краю. Немного подождал. Вроде никаких бурных реакций слава создателю. А то кто его знает, что там и с чем смешалось. Вдруг полыхнет. Засыпал песком всю лужу и, затаив дыхание, смел все получившееся безобразие в ведро. Вынес на улицу. Дверь в классы, маленькое окошко под потолком распахнул и оставил открытыми. Пусть эта вонь хоть немного выветрится. Это для учителя все предельно просто. Сварганил заклинания очищения воздуха и готово. У Миха так получалось пока что через раз. Саму формулу он давно выучил на зубок. А вот с заливанием в подобные заклинания нужного количества энергии пока что были проблемы. Вроде и дело плевое, и запитки нужно немного. Но вот тут-то и была самая заковыка. Чуть меньше напитаешь силой и получишь на выходе лишь бесполезный пшик. Чуть больше и по комнате эдакий ураганчик гуляет. Потом еще дольше прибираться приходится. Пусть уж лучше так проветривается естественным путем. Долго, зато спокойно и безопасно. На ведение порядка заняло немало времени. А мэтр Башар так и не появился. Учитель бывало и раньше иногда задерживался. Мало ли какие дела могут возникнуть у коронного мага. Не последний все-таки человек в городе. Да и во всем королевстве. Так что Лишек пока особо не переживал. Устроившись за одним из столов, он раскрыл принесенную книгу и принялся повторять пройденное заклинание. Но долго не высидел. Пошел наверх посмотреть, не появился ли учитель там. Заодно стащил на кухне еще одну морковку. Схромкал ее, послонявшись по дому. Снова спустился в подвал. Еще немного посидел за книгой. Создал пару заклинаний и, не напитывая силой, тут же развеял. Собрался было создать еще одно. Но тут его голову посетила интересная мысль. Аж по лбу себя хлопнул от досады, что раньше об этом не подумал. А вдруг учитель давно уже сидит в своей тайной комнате, увлеченной очередным экспериментом, и напрочь забыл про своего ученика. Вообще-то комната была не такая уж и тайная. По крайней мере для Миха. Он про нее отлично знал и даже частенько в ней бывал. Как единственный ученик, а теперь еще и помощник, юноша с недавних пор получил доступ в святая святых мэтра Бошара. Специальное помещение пряталось за фальшивой стеной. Предназначенное для особо важных экспериментов и опытов, оно было оборудовано встроенной системой магической защиты, не только от возможных негативных последствий этих самых опытов, но и от чужих любопытных глаз. И даже от поисковых заклинаний. В этой комнате мэтр хранил свои самые ценные артефакты, ингредиенты, книги и тетради со своими записями. Отворить скрытую комнату и войти можно было создав три простеньких заклинания, даже не требующих какого-либо мастерства. Просто сделать это было нужно в определенной последовательности и с правильными промежутками времени. Ничего сложного, но незнающему человеку войти и выйти вряд ли удастся. Активировав открывалку и дождавшись, когда проход будет не только открыт, но и безопасен, юноша осторожно заглянул внутрь. Вдруг мэтр как раз что-нибудь творит. Отвлечешь его и поймаешь лбу молнию или еще что похуже. Так что заглядывал Миха в комнату, почти не дыша и в полглаза. Однако и здесь учителя не оказалось. Только у большого, высотой почти до самого потолка зеркала в дальнем конце комнаты, висело в воздухе неразвеянное заклинание. Сложное, составленное из нескольких, кажется, шести или семи частей, оно мерцало в полумраке помещения, зависнув где-то посередине между полом и потолком. Простой человек, не обладающий магическими способностями, его бы никогда и не заметил. Миха же видел формулу отчетливо и даже мог различить некоторые уже знакомые ему элементы. Обычно учитель проводил здесь очень даже много времени, называя зеркало «окном в иные миры или реальности». Именно «окном», потому как попасть туда не представлялось возможным. А вот понаблюдать за происходящим по ту сторону зеркала было интересно. Мэтр говорил, что разглядел там уже немало вещей невероятных и немыслимых для этого мира. Раз заклинание, не будучи развеянным, до сих пор не исчезло, учитель, похоже, совсем недавно как раз и собирался заняться своими любимыми наблюдениями. Но что-то его отвлекло. Миха закрыл дверь в комнату с облегчением, подумав, что хоть здесь прибираться не нужно, и вновь уселся за учебник. Попробовал еще раз позаниматься, но понял, что это у него сейчас вряд ли получится. Сосредоточиться на тексте не получалось. Мысли скакали с одного на другое, словно бешеный хрюн по болотным кочкам. Напрочь лишая возможности сконцентрироваться и направить внимание в нужное русло. Русло постоянно получалось ненужным, неправильным и даже провокационно вредным. Ведь Мэтр никогда и близко не подпускал своего ученика к зеркалу. Алишеку так хотелось самому заглянуть в эти другие миры. Хоть чуточку, хоть самую маломальскую капельку, но посмотреть, что там и как. Понятно, что самостоятельно создать нужное заклинание Миха в жизнь бы, наверное, не смог. По крайней мере, пока точно уж больно сложное. Напитать уже готовое своей силой тоже никак. Маг может управлять лишь собственноручно созданными заклинаниями. Что-то там про совместимость-несовместимость Мэтр рассказывал. Зато можно попробовать повторить формулу, раз уж она до сих пор не исчезла, воссоздавая каждую линию затейливого узора прямо поверх оригинала. И если сделать это досконально точно, не совершив ни одной ошибки, и напитать заклинание своей силой, все может вполне получиться. Ведь изучение простых заклинаний они с учителем так и начинали. Сначала Лишек заучивал схематическое изображение всех элементов формулы и их последовательность в учебнике. Затем Мэтр создавал само заклинание, так сказать, живьем, а юноша обводил его, повторяя процедуру раз за разом, пока полностью не запоминал. Все более сложные заклинания создавались путем добавления дополнительных элементов или сложением нескольких простых формул вместе. Нужно было только создавать их в правильном порядке и знать, где и как соединять между собой. Судя по насыщенности, мерцающее заклинание Мэтра Бошара должно провисеть в воздухе еще достаточно долго, чтобы Миха мог осуществить свою задумку. С наполнением формулы энергии можно не переживать. Такое сложное заклинание наверняка требует жуть как много сил. А резервы начинающего мага, если он не пользуется амулетами и накопителями энергии, не так уж и велики. Хорошо, если хватит. А не хватит, так и не страшно. Мало, не много. Конечно, Миха понимал, что его затея чистой воды авантюризм и безрассудство. Мэтр, если узнает, по голове не погладит. А если и погладит, то наверняка чем-нибудь тяжелым, вроде кочерги. Но ведь, может быть, и не узнает? Еще какое-то время Миха мужественно боролся с искушением пойти поэкспериментировать. Но Мэтр все не возвращался, учеба в голову категорически не лезла. И любопытство, объединившись с жаждой деятельности, в конце концов одержало-таки сокрушительную победу над осторожностью и рассудительностью. А юноша, вновь активировав открывалку, в очередной раз оказался у зеркала. Постоял немного, стараясь сконцентрироваться. Потряс кистями рук, несколько раз глубоко вздохнул-выдохнул. И, нацелившись указательным пальцем на формулу Мэтра, принялся старательно, аж высунув язык от усердия, выводить сложный рисунок нового заклинания. Медленно, не спеша. Все эти крючки и закорючки один за другими, пока последняя завитушка не оказалась прорисованной. Ну вот, вроде все правильно сделал. Теперь потянуться к потокам силы, пронизывающим все окружающее пространство даже тут под землей. Присоединиться к одному из них, наполняясь энергией по самую макушку. Оторваться от потока. Определить правильную точку подсоединения силы к заклинанию и можно потихоньку начинать его напитывать. Энергия тонкой струйкой потекла излишека. Изначально бледный, едва заметный рисунок формулы с каждой минуты становился все ярче и ярче. Юноше даже не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы перекачивать энергию. Казалось, заклинание само стало вытягивать из него силу. Рисунок формулы уже не мерцал, а сиял, заливая комнату радужным светом, а энергопоток лишь усиливался. В какой-то момент Миха даже испугался. Его магический запас иссяк почти на три четверти, и все продолжал стремительно опустошаться. Если процесс затянется, заклинание выдает его досуха. А это ой как чревато. Магическое истощение даже опытного мага может надолго, а то и навсегда лишить способности. Что уж говорить про слабенького ученика. Юноша попробовал перекрыть поток. Но к его великому удивлению ничего не вышло. Энергия утекала рекой все больше, пугая юношу. Кисти рук его похолодели, а в коленях возникла мелкая противная дрожь. Миха еще раз попробовал оторваться от заклинания. Понял, что по-прежнему не может этого сделать, и запаниковал. Дернулся назад, пытаясь отойти, будто это могло ему чем-то помочь. Но даже шагнуть у него не получилось. Ноги не слушались, словно приклеившись к полу. Лишь их задергался. Взгляд его помутнел. Холод из рук добрался аж до желудка, заставляя все тело сжиматься от страха. Почему-то стало трудно дышать, словно в комнате закончился воздух. И вдруг бздыньк, словно струна над ухом лопнула. Ноги Миха от неожиданности подкосились, и он осел на пол. Сердце сжалось на пару мгновений, замерев. А формула вмиг вспыхнула маленьким солнцем и исчезла. Пропала, оставив после себя лишь цветные, прыгающие перед глазами звездочки с кругами, да нудное, непрерывное гудение в ушах. Мальчик сидел на полу, хватая воздух открытым ртом и пытаясь проморгаться ничего не видящими глазами. Руки, ноги, голова, все словно глиняным стало, потяжелело и отказывалось двигаться. Ничего себе сюрпризик! Подумал он, когда немного отошел от шока и смог более-менее начать соображать. Что, не вышло, что ли? Зрение вроде вернулось, и ученик мага посмотрел на зеркало. Ничего не понятно. Одно мельтешение перед глазами. Миха потер глаза и помотал головой. Ох, зря он это сделал. Такое впечатление, что в голову каменюку какую-то запихали, и она теперь с каждым движением скачет там внутри и долбится о стенки черепушки. Пару минут парень сидел, не двигаясь, пережидая головную боль. А когда она немного успокоилась, вновь попытался осмотреться. Но только уже стараясь не совершать никаких резких движений. В комнате ничего не изменилось, и звездочки перед глазами больше не скакали. А вот на поверхности зеркала, взгляд Миха как раз остановился на нем, скакали, да еще как! То вспыхивали, то исчезали, то кружили в каком-то затейливом, хаотичном хороводе. Приглядевшись, Лишек заметил на фоне зеркала и формулу. Она, оказывается, не исчезла, просто поблекла и стала едва заметна. А это гудение, понял Миха, и не в голове вовсе, а от зеркала идет. Значит, получилось? Ну и где эти миры? Где окно? Еще с минуту ничего не происходило. А потом отображение комнаты, как-то искажаясь, поплыло и пропало, сменившись непонятными клубами ни то дыма, ни то тумана. Впрочем, скоро и они исчезли, а из зеркала полились потоки света. Прищурившись и прикрыв глаза рукой, Лишек со страхом и одновременно с бешеным восторгом наблюдал за тем, как в зеркале все отчетливее проявлялись ярко освещенные светлые стены, не иначе чего-то богатого дворца, украшенные позолоченной лепниной и картинами. Где-то наверху, куда вела широкая белокаменная лестница, сияла, наверное, в тысячи ярких огней, громадная чудо-люстра из неимоверного количества крупных сверкающих кристаллов. А на самой лестнице, перед глазами изумленного юного мага, разыгрывалась прямо-таки трагическая сцена, явно стремящаяся перерасти в кровавую. Очень красивая огневолосая девушка, наверное, хозяйка дворца, вся в драгоценностях, в красивом необычном платье, пыталась убежать от какого-то злодея. Одной рукой тот держал вырывающуюся девушку, а в другой сжимал занесенный для удара меч. Прическа красавицы была жутко растрепана, ярко-синие глаза широко распахнуты, на лице негодование, смешавшееся с ужасом, а рот раскрыт в безмолвном крике. Злодей тоже, видно, кричит ей что-то в спину, но звуки не проникают сквозь невидимый уже барьер и не доносятся до Миха. Слышно лишь ставшее неровным гудение и редкое потрескивание, словно рвется какая-то ткань. Затем треск стал громче и чаще, гудение усилилось, раздался оглушительный хлопок, словно тонкая разделяющая миры перепонка лопнула, и на парня мгновенно обрушился крик девушки, будто мольба о помощи, которую ученик мага, но никак не мог проигнорировать. Не раздумывая ни секунды, Миха с трудом поднялся с пола, потянулся к девушке и, ухватив, потянул на себя. Растерявшийся злодей никак не ожидал такого развития событий. И даже той крохи сил, что оставалась у бедного, совсем ослабевшего лишека, хватило для того, чтобы сдвинуть девушку с места. Правда, ноги все же подвели юношу, вновь подломивший самый неподходящий и ответственный момент. Потеряв равновесие, он повторно грохнулся на пол. Девица, влекомая им за собой, тоже не смогла удержаться на ногах, начав заваливаться на Миха. А так, и не выпустивший ее руку злодей, запнувшись обо что-то, внес окончательный штрих в образовавшуюся свалку, влетая следом и подминая под собой и юного мага, и девушку. Лежа в самом низу этого спонтанного повалыша, обессилевший Миха, мог лишь наблюдать за тем, как поднявшийся на ноги первым разбойник, что-то крича на неизвестном языке, подхватил с трудом встающую девушку и потянул ее назад к зеркалу. Понимая, что больше ничем не сможет ей помочь, Лишек изловчился чуть приподняться над полом и одним движением руки развеял заклинание. Злобный похититель девицы как двигался к зеркалу, так и ткнулся лбом вставшую вновь непроницаемой поверхность. На секунду, замерев нерешительности, он что-то бургнул себе под нос, потер ушибленный лоб и вновь попытался пройти сквозь зеркало, предварительно ткнув его своим мечом. Раздался звон разбитого стекла и Миха с ужасом увидел, как многочисленные осколки медленно-медленно, словно невесомые, падают на пол и разлетаются на еще более мелкие кусочки. Последнее, что он увидел, это подходящий к нему и замахивающийся мечом злодей. На голову обрушился удар и сознание покинуло ученика мага. Глава вторая Ярик, идиот! Ты что наделал? Мы вообще где? Испуганная Ярослава стояла посреди незнакомой комнаты, ошеломленно озираясь вокруг. Как мы сюда попали? Это я-то идиот! Это ты уперлась и прилипла как дура к этому зеркалу! Брат был шокирован не меньше. Как попали? Вот через него и попали! Вообще, походу, даже не попали, а вляпались! Куда? Никуда, а во что? Отмахнулся парень, оглядываясь по сторонам. В полное Г мы вляпались! Не знаю я, куда нас этот твой фанат «С чего это он вдруг мой?» негодующе всплеснула руками сестра. «А с чего еще в тебя этот полоумный вцепился и едва увидел? Не иначе поклонник! Вот как ручонками своими загребущими хвать, и мы здесь! Придурок! Где здесь-то?» Девушка была на грани истерики. Ей хотелось скорее бежать из этого непонятного места, но куда и как было совершенно неясно. И она не решалась двинуться с места, стараясь оставаться поближе к брату. Вот заладила «Где, да где?» «Откуда же я знаю?» Ярик тоже пока лишь топтался на месте, недоуменно вертя головой, пытаясь успокоиться и собрать метавшиеся мысли в кучу. «Здесь, за зеркалом, может, в мире параллельном?» «Каком, каком?» «Ты чего несешь? Сказок начитался?» «Или РНТВ насмотрелся?» «Как можно через зеркало куда-то попасть?» «Откуда я знаю, как?» «Я что, спец по зеркалам?» «Спроси вон у этого!» Ярик махнул рукой в сторону неподвижно лежащего человека. «У кролика своего белого, что в зазеркалье свое дурацкое нас затащил, если он ответить сможет. А все твое упрямство ослиное, как, блин, теперь назад-то попасть?» «Да сам ты осел!» Возмущенная девушка сжала кулаки и зло зыркнула на брата. «Какого ты своей железякой размахался?» «Разбил все!» «А этот еще тут разлегся!» «Ты его что, убил?» Парень осторожно подошел к незнакомцу, ткнул его носком сапога. Не дождавшись никакой реакции, наклонился и протянул руку, коснулся шеи, нащупал пульс. «Да нет, живой!» «Вырубился только!» «Хлипкий он какой-то!» «Я же его вроде легонько двинул!» «Мне во дворе не так прилетало и ничего!» «Ага, оно и видно, что прилетало и ничего!» Хмурясь кивнула девица. «Все мозги, похоже, повышебло!» «Нафига ты его мечом-то долбанул!» «Так я ж рукоятью!» Оправдываясь, развел руками Яромир, на миг подняв взгляд на сестру. «Да и не специально, само как-то вышло!» «Смотри-ка, а он не старше нас, может, даже младше!» «Во-во, а ты его с железякой по башке!» Ярослава подошла ближе и тоже принялась рассматривать своего похитителя. «Действительно, совсем молодой, лет четырнадцати, наверное, темные, слегка курчавые волосы, смуглая кожа, немного длинноватый нос с горбинкой, густые черные брови и здоровенная шишка на половину лба. Какого роста, непонятно, лежит скрючившись и поджав ноги, но телосложение у парня точно не богатырское. Одет в какой-то смешной серый балахон и явно короткие поношенные штаны. На ногах один шлепанец, второй слетел и валяется неподалеку. «Надо думать», отвлек ее голос брата, «Как домой попасть? И не позвонить же, блин, никому, телефона-то с собой нет, а там репетиция, поди уже вовсю». «Надо было думать, когда пытался этому». Девушка присела на корточке возле незнакомца и ткнула в него пальцем. «Голову проломить». «А он ничего, симпатичный». «Интересно, как бы ты звонил, если это действительно другой мир?» «Точно». Ярик хлопнул себя ладонью полбу. «Вот уплю». «Кстати, ничего я не пытался ему проломить». Он отошел от сестры и принялся более внимательно рассматривать комнату, в которой они очутились. «Просто забыл, что меч в руке. И вообще, я ж тебя спасал. Вдруг бы этот твой симпатичный каким-нибудь монстром оказался». «Хм, точно телека насмотрелся». Фыркнула Ярослава и скорчила ехидную гримаску. «Алло, ку-ку, какие монстры? Я тут только одного вижу. Показала бы тебе, да, ты единственное зеркало раскокошил». И его хозяина чуть не прибил. «Славка, хорош меня доставать. Ничего с ним не будет, оклемается. Подумаешь, неделю с шишкой походит. Это ж даже не фингал». Парень совершил круг вдоль стены. «Слушай, комната какая-то странная. Везде полки, полки, какие-то банки, склянки, книги, еще книги и еще. Все стены в полках, а двери ни одной нет. Ну ладно, мы сюда через это дурацкое зеркало ввалились. Но Ромео-то твой сюда как попал». «Ха, я б его спросила, так ведь он до сих пор никак очухаться не может. А если у него сотрясение мозга? Ну это если есть что сотрясать». «Фи, банальщина какая. Кто бы что про мозг говорил». Вскинулась было вновь сестра, но неожиданно успокоилась, указав рукой на все неприходящего в себя парня. «Может, ему помочь как-то?» «Интересно как?» «Да как хочешь. Главное, по щекам его не бей, а то еще и без зубов оставишь. про меч забудешь». «Это я могу», задумчиво произнес Яромир, оглядываясь по сторонам. «Может, на него водой полить? Ща пойду поищу что-нибудь. Гляди, сколько склянок разных вокруг». Он подошел к стеллажу с какими-то сосудами, наполненными разноцветными жидкостями. «Химия, небось, какая-нибудь. Вон цвет какой подозрительный. А это вот еще вроде и светится. Ты осторожней там». «Да я сама осторожность». Яромир взял бутылек с самой бесцветной и прозрачной жидкостью и повернулся к сестре. «Может, эту попробуем? Вроде на воду похоже». «Ага, кислоты всякие тоже на воду похожи». «Так-то да. Сейчас проверим». Держа одной рукой склянку, другой он вытащил пробку и, медленно поднеся ее к носу, понюхал. «Фу, гадость какая!» сморщился он, отводя руки и отклоняясь назад от пробки с бутыльком. В горле ужасно запершило, в носу невыносимо защипало, а из глаз невольно потекли слезы. «Сдохнуть можно!» «Я ж говорила, осторожно!» «Я ж говорила, осторожно!» противным голосом передразнил ее брат. «Сама бы взяла да попробовала, умничаешь тут». «Зачем?» «Для опытов у меня есть ты». «Это ты меня сейчас кроликом подопытным, что ли, обозвала?» «Почему сразу кроликом?» «С тебя и мыши хватит, белой, лабораторной». «Ну ладно, хоть не крысы, и на том спасибо». Не стал задираться дальше Ярик. «Тем более один кролик у нас вон уже есть. Слушай, а может ему эту гадость вместо нашатыря дать понюхать?» «Можно. Только подожди минут пять. Проверить. Вдруг это супертоксичная трава? Или зелье волшебное? Если через пять минут не помрешь и в жабу не превратишься, дадим и этому понюхать». «Ха-ха-ха!» Брат покачал головой. «Как смешно! Тоже мне юмористка. Давай, держи ему руки, а то очухается, начнешь своими культяпками махать». «Ну давай!» Ярослава подошла к лежащему парню и присела рядом, взяв его за запястье. «Действуй, айболит недоделанный». Брат сунул жутко вонючую пробку под нас незнакомцу. А когда тот, сморщивший, что-то замычал, замотал головой и чихнул, не удержался и подсунул пробку еще и сестре. «Ах ты ж! А-а-а! Апш-ш! Гад!» Не ожидавшая такой каверзы девушка отмахнулась от брата. Тот резко отпрянул в сторону и хоть и удержал пузырек в руке, часть его содержимого все же умудрился выплеснуть на пол. В результате, через пару секунд, захлеб и наперебой чихали уже все втроем. И Яромир с Ярославой, и ничего не понимающий, пялищийся на них недоуменным взглядом, не знакомец. Когда удалось наконец-то прочихаться, и трещавшая от боли голова начала хоть как-то соображать, Миха обнаружил и осознал сразу несколько вещей. Первое – его не убили. Второе – девушку, похоже, никто не собирается убивать. И вполне возможно, что Миха ошибся, и раньше на ее жизнь также не покушались. Потому как жертва злодея уже вовсе и не стремилась от этого самого злодея убежать. Напротив, она сейчас вполне мирно с ним разговаривала и даже немного пряталась за его плечом от самого Миха. И с подозрением тоже смотрела не на своего, как раньше предполагал юноша, обидчика, а на него, на Миха. И третье – самое важное – наиценнейшее зеркало мэтра Бошара, на которое тот чуть ли не молился, было разбито на мелкие кусочки. «Вот же я влип!» – пробормотал юный маг, пристукнув себя кулаком по лбу. И тут же, зажмурившись, застонал. И без того пострадавшая голова просто взорвалась жутчайшей болью от такого неподобающего с ней обращения. Охватив ее обеими руками и не раскрывая глаз, Миха переждал этот приступ и, осторожно ощупывая, попробовал обследовать свою голову на предмет целостности. Ни дыр, ни вмятин, ни кровоточащих трещин, о наличии которых уже начал было подозревать юный маг, им обнаружено не было. Зато он нащупал здоровенную шишку на лбу прямо над левым глазом. И, как ни странно, прикосновения к ней были не такими уж и болезненными, как можно было ожидать. «Бу-бу-бу, бубу, бубу-бубу!» Донеслось до него сбоку сквозь гул и треск в голове. Плеча коснулась чья-то рука. С трудом заставив себя открыть глаза, он повернул голову. Рядом стояла девушка. «Бу-бу!» – что-то явно спросила она. «Бу-бу-бу!» «Какая ты красивая! Жалко, что я тебя не понимаю!» – сказал Миха, качнув головой и вновь сморчившись от боли. Девушка отошла от него и опять забубнила, теперь уже обращаясь к своему спутнику. Тот кивал ей в ответ, изредка отвечая и при этом поглядывая на Лишика, вроде бы даже вполне беззлобно поглядывая. «Ну и ладно», – подумал Миха, – разберемся. «А вот с головой нужно что-то делать. Может, малое исцеление попробовать?» Он попытался определить, сколько магических сил у него осталось. Но даже это, казалось бы, незначительное действие вызвало новую волну нестерпимой головной боли. «Так, здесь все плохо!» Мысли со скрипом проворачивались в бедной голове. «Попробуем по-другому!» Кряхтя и постановая, он еле-еле поднялся с пола и побрел к стеллажу с эликсирами. Пол под ногами качался, как палуба морского корабля. Жутко тошнило, а перед глазами плавали разноцветные круги. «Ну и где же ты, спасение мое?» Оглядел Миха стеллаж, когда смог доплестись до него. Этикетки на склянках совсем не хотели читаться, двоясь и даже троясь в глазах. Наверное, с полвека прошло, прежде чем нужный пузырек был опознан и извлечен с полки дрожащими руками. Зажав зубами пробку, Миха откупорил эликсир. Два мелких глотка. Противная горечь растеклась от языка к горлу и тут же была забыта. Теплая и приятная волна прошлась по всему телу, принося долгожданное облегчение. «Слава создателям!» Выдохнул Миха. «Хорошо-то как!» Наконец-то организм перестал отзываться болью на каждое движение. Вот только левой ноге почему-то холоднее, чем правой. Он посмотрел вниз, обнаружил отсутствие одного тапка и, жутко смутившись, поспешил найти и надеть его. После чего взглянул на своих невольных гостей. Парень и девушка стояли рядом друг с другом и с любопытством смотрели на Лишика. Во взглядах их совершенно не чувствовалось ни злобы, ни страха. Ну, может быть, девушка взирала на него немного более настороженно. «Что ж», — пробормотал Миха, — «наверное, и мне бояться особо нечего, по крайней мере, пока». «Простите, господа любезные», — сказал он погромче, обращаясь к парочке. «Что-то я, похоже, не то натворил». Он прижал руку к груди и слегка поклонился молодым людям, которые, переглянувшись, что-то тут же залопотали в ответ. Что пыталась сказать огненно-волосая красавица, Миха не понял. А вот парень в довесок к своему бубнижу зашагал на месте, указывая рукой то на себя с девушкой, то на пустую раму разбитого зеркала. «Обратно хотите?» «Понимаю», — кивнул Лишик. «Но прощения прошу, не выйдет пока никак». Он развел руками, пытаясь всем своим видом передать всю степень своего сожаления. Не было ясно, поняли ли хоть что-нибудь из его пантомимы незнакомцы. Но гомонить перестали и выжидающе уставились на ученика-мага. А тут закрыл глаза и, сосредоточившись, попытался нащупать линии энергопотоков. На этот раз получилось. И когда удалось подпитать свой резерв, Миха облегченно вздохнул. Пронесло. Перегореть, лишившись магических возможностей, этого Миха боялся куда больше, чем даже гнева Мэтра за разбитое зеркало. Но не в хрюна же он его за это превратит. А вот стать обычным, не владеющим магией человеком, даже подумать страшно. Еще раз поблагодарив создателей, юноша активировал открывалку и оглянулся на молодых людей, недоуменно взирающих на то, как один из стеллажей исчез, а на его месте оказалась дверь в соседнюю комнату класс. Миха улыбнулся и, предложив жестами следовать за ним, прошел туда. Там он взял два табурета, поставил возле одного из столов и указал на них вошедшие следом парочки. Те, правильно истолковав приглашение юного мага, уселись и принялись глазеть по сторонам. Очень радовало, что они не выказывали ни страха, ни агрессии. Сидели и с любопытством разглядывали все, что их окружало. Так, устроился Миха за соседним столом, какая у нас главная задача? А такая, понять друг друга, иначе так и будем бестолку таращиться. Парень и девушка сидели молча, иногда переглядываясь и с ожиданием взирая на бормочущего себе под нос Лишика. Для общения с иноземцами у нас есть что? Правильно, амулеты ментальной связи. А они у нас где? Правильно, проклятый ведает где. Будем искать. Соскочив с места, юноша попытался вспомнить, где он видел амулеты в последний раз. Необходимость в таких приспособлениях у крайне редкого куда-либо выезжающего мэтра возникала, соответственно, тоже очень нечасто. На глаза они Миха не попадались давно. Значит, лежат в ящиках, которые так же давно не открывались, а таких здесь не меньше трети. Ну и ладно, подумал Миха, одна треть – это не три трети. И приступил к поискам. Амулеты нашлись в пятом по счету перелопаченном юношей ящике. Два небольших кристалла горной слезы, подвешенные на кожаные шнурки, были извлечены за эти самые шнурки на белый свет. Один кристалл Миха нацепил на шею себе, другой, после недолгих размышлений, протянул к парню, рассудив, что недопонимание с ним чревато более негативными последствиями. Ну, что ты там нарыл? Что принес? Ну, все, сейчас надену и буду такой же красивой, как и ты. Славка, как, идет мне? Повернулся Ярик к сестре, нацепив какой-то протянутый ему учеником мага прозрачный кристалл на шнурке. И услышал за спиной. Ты меня понимаешь? Нифига себе! Обернулся он, чуть не подпрыгнув от неожиданности. Конечно, понимаю. Славка, прикинь, я его понимаю. Это что, реально магическая штука? Да. Чернявый парень, улыбнувшись, кивнул в ответ. Это амулет-переводчик, специально предназначен для переговоров с существами, говорящими на иных языках. Ух ты, круть! Слушай, существо, говорящее на ином языке, он что, будет теперь все мысли мои тебе пересохнуть? Ни в коем случае. Чтобы мысль была передана, ее нужно проговорить. Так настроен амулет. Понятно, но все равно круто. А теперь объясняй давай, что за фигня тут произошла и кто ты вообще такой? Ой, простите, я не подумал. Я Миха Лишек из рода Власиков, ученик мага. Славка, зацени! Вновь крутанулся Ярик к сестре. Он не волшебник, он только учится. Ржу не могу. И зовут его Лиха Мишек из рода Власиков. Чех, наверное. Хотя больше на болгарина похож. Нет, Миха Лишек, поправил его чернявый. Можете называть меня просто Миха или Лишек. Хорошо просто, Миха. Я Яромир, а это моя сестра Ярослава. Мы из рода Орловых. Яр-Амир и Яра-Слава. Достойные имена. Миха слегка поклонился, а потом, вскинувшись, удивленно посмотрел на Ярика. Сестра? Ты сказал, она твоя сестра? Ну да, что тут такого, сестра, старшая. Прикинь, на пять минут меня старше. Значит, ты точно не собирался ее убивать? Не столько спросил, сколько сделал для себя какие-то явно печальные выводы, погрустневший ученик мага. Убивать? Не, ну у меня, конечно, иногда возникает желание прибить эту заразу. Язва-то она та еще, но убивать точно нет, не хотел. Создатели, вот я ошибся-то. Ну-ка поподробнее сейчас. Что значит ошибся? А-а-а, так ты думал, я ее убить хотел, и потому ее и потащил от меня. Славка, слышь? Ярик опять обернулся к сестре. Он тоже тебя спасал. Думал, что я тебя убиваю. Так что мы оба тебя спасали. Вот, блин, Чип и Дейл спасают гаечку. Да слышала я, сам ты гаечка. Тебя-то я понимать не перестала. А-а, ну да, туплю. А вот скажи мне, Миха, куда ты нас затянул? Мы сейчас где? В прошлом времени или параллельном мире? Не знаю, что такое в параллельном, но в другом мире точно. Правда, я не могу понять, как это произошло. Мой учитель всегда говорил, что не может убрать границу между нашими мирами, и можно только наблюдать. Скорее всего, я где-то все же допустил ошибку. Миха, задумавшись, почесал затылок. Когда копировал заклинание. Значит, ты и вправду магичить можешь? Перебил его Ярик. Класс! А можешь показать что-нибудь? А то в нашем мире магии вообще нет. Ну, если бы совсем не было, зеркало навряд ли смогло бы у вас сработать. Может быть, может быть. У нас, если верить учебникам истории, всех наших колдунов и ведьм еще полтысячи лет назад поперевывели. Ну так что, колдонешь что-нибудь? Славка, нам сейчас чудо покажут! Миха пожал плечами. У меня сейчас сил не очень много после всего. Ну вот, если только из совсем простенького. Вытянув руку, он создал у себя на ладони маленький шарик света и легким движением пальцев плавно отправил его по воздуху в сторону дальней стенки. Пролетев около половины пути, шарик, будто растаев, исчез. Вау! Круть! Настоящий фаербол! Ну ты прям Гарри Поттер! Радостно завопил Ярик. А если шрам на лбу останется и очки напялишь, так и вовсе вылитой будешь. Славка, видала? Видала, видала. А теперь передай своему Поттеру, пускай он нас как-нибудь домой отправляет. Да, и вправду. Миха, ты бы нас домой отправил уже, а то там дел по горло, да и потеряют еще, не дай бог. Боюсь, в ближайшее время этого сделать не получится. Что значит не получится? Возмутилась Ярослава, когда брат передал ей ответ юного мага. Сюда, значит, получилось нас затянуть, а назад не получится? Пусть старается. Бог с ней, с репетиция, все равно опоздали. Но там же родители с ума сойдут, когда нас потеряют. Ладно, не шуми. Миха, а почему не получится? Из-за зеркала? Так давай другое найдем. Боюсь, это будет затруднительно. Да чего ты там еще боишься? Ты давай не бойся. Не прибьет же тебя твой учитель, наверное. Что у вас, одно зеркало в доме? Ну так пойдем по городу, или где мы там, по магазинам. Где-нибудь да найдем другое. Это вряд ли. Тут простые зеркала не подойдут. Такое, как у мэтра Бошара, было. Не у каждого мага такое сыщется. Это ж древнее зеркало, ушедших. Его мэтру из создателей ведают, каких дали привезли. Он кучу денег отдал и тьму заклятий на него наложил. И это еще к тем, что уже были. С каждым словом Миха становился все печальнее. — Поверьте, — прижал он руки к груди, — я полностью осознаю весь трагизм сложившейся ситуации. Мое глупое любопытство и неразумная беспечность стали причиной этой ужасной ошибки. И я бы с радостью исправил все содеянное мною, но, увы, это не в моих силах. — Вот ничего себе ты завернул! Ярика задаченно почесал нос и оглянулся на сестру. Это он типа извинялся сейчас. — Слушай, — повернулся он опять к Миха. — А этот твой мэтр сможет нам помочь? — Без зеркала? — грустно вздохнул тот. — Точно нет. Ну, может, хоть знает, где другое найти. — Ну так чего кислого давишь? Давай, зови своего учителя. — Я бы позвал, но его нет дома. Должен был уже давно прийти на занятие, но куда-то пропал. Я уже сам волноваться начал. Но, уверяю вас, как только он появится, я тут же попрошу его помочь вам. Если, конечно, он меня сразу же за зеркало не прибьет. — Так это же не ты его раскокошил, а я. Зато я без разрешения активировал заклинание, отчего все и случилось. — Ну это да, это ты знатно накосячил. Зато смотри. Он, говоришь, только наблюдать мог, как в окно, а ты бац и дверь открыл. Да он тебе еще и благодарность выпишет с премией. — Ага, выпишет. В очередной раз вздохнул Миха. — После того, как в хрюна превратит, или в жаба. — А что может? — Вот и узнаем. — Да ладно ты, не парься. С чего ты решил, что сразу в свинью-то превратит? Может, обойдется еще? Глядя на совсем приунывшего мага, Ермир все-таки не удержался от подколки. — Может, просто в кролика превратит, или в хомячка? И заржал. После чего получил подзатыльника сестры, замолчал, выслушивая ее гневную тираду, кивнул ей и вновь повернулся к Миха. Сеструха за родителей переживает. — Вон, видишь, глаза на мокром месте. И это, знаешь, я тоже извиниться хочу. За зеркало и за шишку на лбу. Это я от неожиданности. И шуточки все мои не со зла, скорее с перепугу. Да и славку я подкалываю, чтоб не раскисала она. Девчонки, они ж такие, чуть что сразу в слезы. — Да я понимаю. Болит лопта. — Не, я же эликсир выпил. Так что голова не болит, а припухлость через пару часов рассосется. — Вот же круть. Везет вам тут с вашей магией. Слушай, а у тебя есть еще такой амулет для сеструхи? А то чего я все время глухой телефон изображаю? — Глухой что? — А, да не бери в голову. — Ну так что, найдешь? — Сейчас посмотрю. Миха сходил к ящику и, покопавшись в нем, надел на себя еще один кристалл, а второй, вернувшись, протянул Ярославе. — Надень, пожалуйста. — А зачем ты на себя еще одну побрякушку нацепил? — заинтересовался Ярик. — Одной, что ли, недостаточно? — Нет, они только парами работают. Одна пара для общения с тобой, другая с сестрой. — Значит, режима конференцсвязи в твоей приблудинеет. — Понятненько. — А на каком расстоянии работают? — До соседней комнаты добьет? — А можешь нам с собой домой парочку отдать? — Прикольно же, сидишь у телека, захотел перекусить, и в амулет такой, Славка, типа, чипсы принеси. — Больше тебе ничего не надо, — возмущенно фыркнула сестра. — Обойдешься. — Не совсем понял, о чем ты говоришь, — пожал плечами юный маг. — Но, думаю, в вашем мире без подзарядки амулеты долго не проработают. — Печалька, — скорчил грустную мину Яромир, а потом осененный новой идеей радостно выдал. — Так ведь мы за подзарядкой можем опять к тебе в гости заскочить, правда, сеструха? — Ну уж нет. — Давайте решайте с вашим мэтром и быстрее домой, и больше я сюда не ногой. — Че это не ногой, классно же, — удивился брат. — Не, домой, конечно, надо, спора нет, но это же круто, шагнул и бац, уже черт знает где. — Спасибо, нашагалась уже. Может, уже перестанете ерундой заниматься и делом займетесь? Где его носят, этого вашего мэтра? — Да, точняк. Миха, может, уже поищешь его? Вдруг он уже пришел и сидит в своей комнате где-нибудь? — Сейчас узнаем. Давайте поднимемся пока в гостевой зал. Алишек закрыл тайную комнату и жестом пригласил молодых людей следовать за ним. — Вы там подождете, а я схожу к мэтру в комнату. Выйдя из учебного класса, они поднялись по лестнице и прошли в просторную комнату с большим камином у дальней стены и массивным деревянным столом со стульями в центре. — Садитесь, я сейчас. Миха махнул рукой в сторону стульев и спешно направился к комнате мэтра Бошара. Дойдя до его дверей, постучал. Подождал. Постучал еще раз. И, не дождавшись ответа, толкнул дверь, немного приоткрыв ее. Заглянул. Никого не обнаружил. Зато отметил такой же, как в учебном классе, если не больший беспорядок. — Странно все это, — сказал он, вернувшись в зал к молодым людям. — Его там нет, все перевернуто и разбросано, я уже начинаю волноваться. — А мы-то как? — съязвила Ярослава. — А что твоего учителя нельзя как-нибудь обнаружить с помощью там магии вашей, например? — Точно! — изумил солишек. — Вот я пенек дырявый. Можно же заклинание поиска по вещи хозяина запустить. Я сейчас. Он умчался и вскоре вернулся, неся в руке тапок учителя. — Вот, первое, что под руку попало. Это его личная вещь. Миха уселся за стол и положил тапок перед собой. — Сейчас наложим заклинание и узнаем, где искать мэтра. Он сосредоточился и начертал в воздухе над тапком нужную формулу. — Ой, что это? — пораженно выдохнула Ярослава. — Это и есть заклинание? — Что? Что ты видишь? — забеспокоился брат. — Где? — Ты видишь формулу? — не меньше самой девушки удивился Миха. — Вот это да! — Что она видит? Яромир крутил головой по сторонам, но не замечал ничего необычного. — Да где это? — Вот, у тебя перед носом! — ткнула сестра пальцем в тускло мерцавшую сложную вязь узора и повернулась к Миха. — Это оно, да? — Да, оно. Яр... Амир, поздравляю! У твоей сестры есть дар. — А, я... А у меня... Почему я не вижу ничего? — Значит, у тебя способностей нет, или они слишком малы? — развел руками ученик мага. — Но у нее-то есть, а она моя сестра. — Так часто бывает. У моих родителей, например, дара нет, и у моих детей, возможно, не будет. — Не, ну что за непруха! Она ж никогда не верила во все это, даже фэнтези не читала, надух не переносила и сказками обзывала. А теперь у нее дар, а у меня шиш с маслом. Ярик сокрушенно стукнул себя кулаком по ноге. — Ну как так-то? — Да подумаешь. Сестра положила ему руку на плечо. — Я все равно не знаю, что с этим делать. Да и дома это вряд ли пригодится. Так что не печалься, братик. Просто прими тот факт, что я круче. Она похлопала его по спине и ехидненько улыбнулась. — Вот же засада! Совсем расстроился Ярик. — Хотя я всегда подозревал, что ты ведьма. Ох, инквизиции на тебя нет. Мне тебя хватает. — Миха, что дальше? — Сейчас. Отвлекшийся на перепалку брата с сестрой, маг вновь сосредоточился на заклинании. — Сейчас наполним формулу энергией и привяжем ее к вещи мэтра. С интересом наблюдавшая за всеми манипуляциями Миха, девушка увидела, как сначала формула наполнилась ярким сиянием. Затем от нее к тапку протянулась переливчатая паутинка силы. И тапок, окутавшись радужным туманом, выстрелил вдруг куда-то в пространство стремительно удлинившимся тончайшим энергетическим потоком. — Ничего себе, навигатор! — девушка удивленно смотрела на воткнувшуюся в одну из стенок путеводную нить. — Куда это она? — Как она? Что там такое? — разволновался, обиженный на несправедливую судьбу брат. — Ну, расскажите уже! — Поисковик указывает, — ответил Миха, — что мэтр где-то совсем недалеко, вот в этом направлении. Он махнул рукой в сторону пронзенной энергопотоком стены. — Вы сидите, а я схожу посмотрю. — А вдруг тебе помощь потребуется? — Нет уж, я с тобой. Ярик подхватился вслед за выходящим из зала учеником мага. — Не распугаю там народ своей одеждой или мечом? — Нет, у нас чужеземцы в городе частенько бывают, торговцы в основном. Так они и не так еще одеваются. А благородные все с оружием, да и недалеко нам похоже. — Ну и ладно. Славка, жди, мы мухой, туда и обратно, наверное. Выйдя из дома, Яромир прошел за Миха по тропинке, огибающей какие-то кусты и деревья, свернул за угол оказавшегося двухэтажным дома и тут же уткнулся в спину резко остановившегося ученика мага. — Мэтр! — услышал он взволнованный голос парня. А в следующее мгновение тот рванул вперед. И Ярик увидел пожилого человека, сидящего на земле и привалившегося спиной к стене дома. Руки его были сведены за спину и связаны. Седые длинные волосы и густая, почти дедморозовская борода, лишившийся всякой благообразности, топорщились во все стороны спутанными клоками. Голова свесилась на грудь. Мантия была в нескольких местах порвана, губы разбиты, а под левым глазом набух огромный синяк. Но все это были сущие пустяки по сравнению с черной витой рукоятью кинжала, торчавшей прямо из груди старого мага. Глава третья «Учитель, что с тобой?» Засуетившийся юноша склонился над стариком. «Что случилось?» В ответ мэтр Башар немного приподнял голову и что-то чуть слышно промычал. «Слава создателям живой! Сейчас я тебе помогу!» Миха присел на корточке и потянулся к рукояти кинжала, видимо, намереваясь его вытащить. Однако старик, несмотря на свою немощь, мотнул кудлатой головой и так рыкнул на ученика, что тот, испуганно от прянов, уселся задом на траву. Правда, тут же подскочил и, вновь приблизившись, попытался освободить мага от веревки. Вот только узлы оказались слишком туго затянуты и никак не хотели поддаваться. «Резать надо!» Наконец-то пришел в себя немного подзависший Ярик. «Давай я!» Не дожидаясь ответа, он бесцеремонно отодвинул Миха плечом и аккуратно подцепил мечом веревку. Легко разрезал ее, освобождая старику руки, которые тут же повисли безвольными плетьми. «Ну вот, готово. Затекли руки-то, наверное. Сейчас немного отойдут, и твой мэтр сможет какую-нибудь хилерскую обилку для себя применить, пока не сдулся совсем». «Чего сможет?» «Полечить, говорю, себя сможет, пока не помер». «А, нет, не сможет. И я не смогу. Это непростой кинжал». Учитель сказал, что это Корук, убийца магов, клинок из черного золота. «Его даже касаться магу нельзя. А мне тем более. Силы вытягивает мгновенно. А уж будучи воткнутым в плоть, еще и блокирует магические способности и любое магическое воздействие. Лечение в том числе. Учитель давно уже так сидит. Сил совсем никаких не осталось». «Ну так в чем проблема? Если кинжала не будет, ты же сможешь его хоть немного подлечить?» Получив утвердительный кивок в ответ, Яромир оглядел себя и обоих аборигенов этого волшебного мира. Недолго думая, наклонился над стариком и с помощью все того же меча отчекрыжил от мантии мага довольно большой кусок ткани. «И не надо так на меня зыркать. Все равно испорченная была». Буркнул он, буравящим моего взгляда, мэтру и повернулся к Миха. «Мне бояться нечего. Сам говоришь, способностей нет. Так что и ты не …» «Не бойся, короче. Давай, готовь заклинание. Ща мы первую помощь оказывать будем». — Уже готово. — Отлично. Тогда как только выдерну кинжал, сразу лечи его. Видишь, крови почти нет. Сейчас клинок, похоже, дырку с собой закупорил, иначе учитель твой давно пужеласты склеил. А как вытащу ножичек, дед запросто кровью тут же истечет. Я по телеку про такое видел. Готов? — Сейчас. В левую руку Яромир взял скомканный кусок мантии и приложил его груди старика рядом с раной, а правой взялся за рукоять кинжала. Глядя в недоуменно округлившиеся глаза мэтра, несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. — Приготовься, лишь бы сердце не задеть. — Епический корень, как же это... Давай! Дернув скрежетнувший по ребрам кинжал, он отбросил вырванный из груди мага клинок в сторону. Зажав хлюпнувшую кровью рану куском ткани, навалился на деда обеими руками. — Не пошло! — услышал он за спиной испуганный возглас миха. — Отразилось и ушло! — Не голоси! Наверное, кинжал еще пока фонит. Давай еще! Тряпка намокла уже вся, и я долго не удержу. Лечи и давай! — Сейчас! Старик под напором рук, казалось, даже не дышал. Только издавал какие-то булькающие звуки, да бешено вращал глазами. Его пальцы скребли по траве, словно пытаясь вырвать эту совершенно неотличимую от земной растительность. — Все! Прошло! Сейчас еще одно наложу и сбегаю за эликсиром. Ты как, держишь? — Держу, держу! Вроде не так уже и кровянит. Давай, беги уже, спринтер! Миха со всех ног ломанулся в дом. Прыгая через ступеньку, а то и две, спустился в подвал, влетел в класс, набегу, активируя открывалку. Еле дождался возникновения прохода. Вихрем прошелся по тайной комнате, суетливо прошурудив стеллажи и, ухватив нужную склянку, выметнулся обратно. Как ни странно, даже тапки не потерял. Подскочил к учителю, откупорил пузырек и, придерживая голову мэтра, влил эликсир ему в рот. Через пару секунд старика передернуло, словно от разжевывания самого кислючего лимона. Он взрыкнул, прокашлялся и, невнятно ругнувшись себе под нос, попробовал усесться поудобней. — Учитель, как ты? Получше? — Миха заботливо придержал чуть не завалившегося набок мэтра. — Если учесть, что пару минут назад я собирался предстать перед Создателем, то, наверное, все же получше. Но, честно говоря, не припомню, чтобы мне хоть раз в жизни до этого было так дурно и пакостно, как сейчас. Совершенно не чувствую себе никаких сил. Даже после сражения на Фаллопе, когда меня приложило проклятием этих хрюновых детей из императорской гильдии, мне не было так откровенно прошиво. Помнится, тогда... — Учитель. — Миха перебил старика, которого, видимо, под воздействием эликсира пробило на воспоминания. — Что произошло? Как ты здесь оказался? Кто в тебя воткнул корук? Даже от названия клинка юношу передернуло, и он, оглянувшись, поискал взглядом в траве это страшное оружие. Не увидел его, поднял вопрошающий взгляд на Яромира и обнаружил черный клинок у того в руках. Сполоснувшие от крови руки в стоящей неподалеку бочке с дождевой водой, парень спокойно вертел кинжал у себя перед носом, рассматривая и пытаясь ногтем что-то отковырять на лезвии. Перехватив недоуменный взгляд лишика, он кивнул на клинок и пожал плечами. — Странная штука, крови на нем ни капли, а какая-то фигнюшка прилипла так, что не отодрать. — Когда ты уже научишься не вываливать целую кучу вопросов одновременно? — ворчливый голос мэтра Бошара выдернул Миха из состояния прострации. — Тут и захочешь, не поймешь, на которое отвечать нужно. Что произошло? Это результат от испражнений дикого мартыха. Этот императорский выкормыш генерал Маккейнис послал целое звено теней, чтобы отправить меня за грань. — Учитель, но ведь наше королевство давно не воюет с империей. Зачем главе охраны императора твоя жизнь? Чем ты ему помешал? Ты же не заговорщик какой-нибудь. — Бестолыч, мы так и будем этот вопрос обсуждать на улице, да еще и при постороннем человеке. — Мэтр, он не посторонний. И еще, он точно не императорский шпион. — Не знаю, может быть и не шпион, но вредитель точно. Взял и мантию мне испортил. А ведь еще вполне можно было починить. Старик с упреком посмотрел на молодого человека, продолжавшего вертеть в руках кинжал. — Учитель, он совсем тебя не понимает. Он и со мной-то лишь через амулет общается. Но в дом, конечно, тебя нужно обязательно отвезти. — Яр-Амир! — Миха обернулся к Ярику. — Поможешь мне поднять учителя? — Да не вопрос, Коленька! Молодой человек, сунув корух за пазуху, подошел поближе и, видя непонимание во взгляде Лишика, пояснил. — Не обращай внимания, поговорка такая. Конечно, помогу. Давай под руки с обеих сторон и повели его. — Ух ты, целый Яр! — Мэтр с интересом посмотрел на парня, помогающего ему встать. — Давненько я Яров не встречал, лет сто. Где ж ты его раздобыл-то? — Ох, осторожней, паразиты всполошенные! Куда-то крезво! Руки мне оторвете! Тише давайте, а то с такими спасителями и теней никаких не надо. Сами меня доконайте! Миха с Яриком, подхватив с обеих сторон ворчливого старика подмышки, потихоньку повели его в дом. Только сейчас ученик мага обратил внимание, насколько брат Ярославы выше него. Чтобы быть вровень с Лишиком и чтоб метра не перекашивала, парню приходилось идти, пригнувшись и на полусогнутых ногах. Да и в плечах он был намного шире будущего мага. Неудивительно, что удар по лбу от такого верзилы, да еще и рукояткой меча, послал Миха в отключку. Повезло, что и вправду не проломил черепушку. Миха машинально потер лоб свободной рукой. Ладно, хоть характер у невольного гостя не такой тяжелый, как рука. Вон идет, улыбается, что-то даже насвистывает. То ли на самом деле такой жизнерадостный, то ли просто до сих пор не понимает, в какую переделку попал вместе с сестрой по вине Миха. С трудом миновав крыльцо и входную дверь, юноши под негромкие охи и ахи, выскочившие им навстречу Ярославы, довели метра Бошара до его комнаты и помогли добраться до постели. Откинувшись на несколько подложенных под спину подушек, тот с кряхтением, больше напоминающим скрип несмазанных дверных петель, немного поерзал, устраиваясь поудобнее. Пару раз ругнулся на вокруг молодых людей, прокашлялся и затих с интересом, уставившись на девушку. — А это кто? — спросил он у Лишика. — Тоже не шпион? — Это сестра Яра Амира Ярослава. Миха, откуда-то извлекший еще один эликсир, протянул его метру. — Выпей это тоже, учитель, тебе необходимо. — Не буду я больше ничего пить. Старик вяло отмахнулся от протянутого ему пузырька. — Еще с прошлого раза во рту горечь такая, словно туда помойный крысиум помочился. — Но это необходимо. — Молчи, Неуч, я и сам разберусь, что мне сейчас больше необходимо. Вон лучше достань-ка из шкафчика бутылочку самотранского. Да налей старику стаканчик, и то пользы больше будет. — Учитель. — Миха отставил пузырек и направился со стаканом к шкафу в углу комнаты. — Так что же все-таки произошло? Зачем теням понадобилось на тебя нападать? — Да глупейшая, в общем-то, история. Давай сюда стакан. Мэтр забрал у юного мага наполненный стакан и с видимым удовольствием отпил из него. — Ой, хорошо. И предложи гостям сесть. Че они тут встали надо мной? — Вот правильно. Пускай на стулья сядут. В общем, этот сбрендивший старый хрыч Бериус, известный в империи отшельник-прорицатель, предсказал императору Влатусу, что тот будет убит существом, призванным сегодня из иного мира. А осуществит призыв маг из нашего королевства, а точнее нашего города. Влатус сильно этим озаботился и приказал своему главному цепному псу найти мага, способного на такое действие. Тот снарядил теней. Сам понимаешь... Сделав очередной глоток, старик развел руками. — У нас в городе с выбором магов не очень. И тени прямиком отправились ко мне. Утром, когда ты ушел, я спустился вниз, чтобы активировать окно и увидеть что-нибудь новенькое. Но тут в моей комнате как-то странно сработало охранное заклинание. Я было подумал, что это ты вернулся пораньше и со своим любопытством опять залез туда, куда тебе не следует. Ну и пошел задать тебе трепку. А тут эти... Допив вино, мэтр протянул лишеку пустой стакан. — Налей-ка еще. Прямо пью и чувствую, как жизнь возвращается. Только вот с магией пока никак. Долго во мне этот проклятый ножик проторчал, ну прям всего изнутри выил. Он затих, словно прислушиваясь к самому себе. — И что дальше, учитель? Миха поднес ему очередной стакан вина. — Дальше эти изверги дали мне по голове. — Приободрился мэтр, принимая стакан и делая глоток. — Воткнули в меня этот мерзкий клинок и уволохли за дом. Пытались выяснить, успел ли я призвать убийцу императора, где зеркало и как это вообще возможно. Я им сказал, что они ошибаются, что я могу лишь наблюдать за жителями других миров. И притащить сюда пришельца не в моих силах. Зеркало они не нашли. Да и мне не поверили. Поэтому и решили, что для спокойствия императора лучше перестраховаться. Еще и стражный наряд мимо по улице проходил. Вот и бросили меня помирать с коруком в груди, а сами сбежали. До стражников мне не докричаться было. Проклятующий ножик всей силы высосал. — Найди ты меня чуть позже, может, мы бы сейчас уже не разговаривали с тобой. А все из-за глупой ошибки этого пройдухи Бериуса. — Он не ошибся, учитель, — понура сообщил Миха. — Что значит не ошибся? Я единственный маг в этом городе. Те пара врачевателей и одна гадалка не в счет. И я вряд ли смогу осуществить такой призыв. — Я смог, учитель. У меня получилось. — Как? Старый мэтр аж подавился вином и закашлялся. — Я не специально, — затороторил Лишек. — Я сам не знаю, как это вышло. Мне было любопытно. Прости, но я повторил ту формулу, что ты не развеял. Наверное, где-то ошибся. Но окно открылось, и я случайно затянул пришельцев в наш мир. Прости, учитель. Миха стоял, понура склонив голову и виновата переминаясь с ноги на ногу. — Вот я всегда говорил, что ты бездарь и неумеха. — вздохнул старый маг. И ведь наверняка не запомнил, где, что и как сделал. Нет ведь, не запомнил? — Нет, учитель. Покаянно развел руками Миха. Я так напугался. — Напугался он. А почему пришельцев? И где они? — Так вот же, учитель, Яр Амир и Яра Слава. — Вот эти? А я по именам решил, что они из горских ярлингов с северных отрогов. Старик покачал головой. — А ну-ка, позови-ка их ко мне. Че они уселись так далеко? Дай взгляну поближе. — Так ведь, смотри-ка, и похожи еще вылитые ярлинги. Вон какие белокожие да огненно головые. Это же пришельцы. Мэтр Башар с любопытством разглядывал подошедших к нему молодых людей. Девушка скромно стояла молча, а парень, показав на старого мага, что-то спросил у Миха. — Яр Амир спрашивает, что с тобой произошло? — Скажи, что на меня напали воины соседней страны, решив, что это я призвал из иномирья пришельца, возможного убийцу их императора. Миха повернулся к Ярику и перевел ему слова учителя. После чего, выслушав ответ, вновь обратился к мэтру. Он говорит, что вовсе не собирался и сейчас не собирается убивать никакого императора. И все, что он хочет, так это узнать, как из пришельца превратиться в ушельца и вернуться в свой мир вместе с сестрой. — Что же, охотно верю и вполне его понимаю. Скажи, что как только я приду в себя, мы попробуем разобраться, какую ошибку ты, Аболтус, совершил, и поскорее отправим их обратно домой. Учитель со скорбью в голосе, потупившись, выдавил из себя Миха. — Тут существует еще одна проблема. Твоего зеркала больше нет. — Куда же оно могло деться? Старик непонимающе возрился на Лишика. — Тени не смогли бы пробраться в ту комнату, да и вас бы в живых не оставили, найдя рядом с зеркалом. — Оно разбилось, когда я развеял заклинание, а Айар Амир попытался пройти сквозь него обратно в свой мир. Миха втянул голову в плечи, ожидая выплеск негодования мэтра. Но тот прореагировал неожиданно спокойно. — Да, это прескверно. Другого такого в нашем королевстве точно не найти. Старик замолчал, задумавшись, глотнул вина и продолжил. — Все, что я могу пока придумать, это отправиться в королевство Могол. Там в столице живет мой давний знакомец, мастер Данзан. Должно у него похожее зеркало быть. И не думаю, что он откажет старому приятелю. Он и сам всегда этой темой увлекался. Все же восстановить утерянные умения путешествовать между мирами — это, знаете ли, деяние, способное прославить мага на века. Так что придется нам попутешествовать. — Нам? Ты собрался путешествовать, учитель? Но ведь Могол от нас очень далеко, туда и за месяц не добраться. Да и часть империи придется пересечь. А ведь наверняка это для нас очень опасно. К тому же слишком долго. Может быть, есть какой-нибудь другой способ? — Конечно, есть. Можно заказать новое зеркало, если у нас на это денег хватит. Вот только пока купцы получат заказ, пока доберутся до соседнего континента, пока найдут подходящий товар и привезут его обратно, где-то через год получим новое зеркало. Будет твой друг столько ждать? Я тоже думаю, что нет. К тому же ты, парень, думаешь, что оставшись дома сможешь избежать опасности? — усмехнулся старик. Кто-то из людей императора наверняка остался приглядывать за домом. И если они узнают, что я остался жив и призыв, пусть и не мной, удачно совершен... — Я понял, учитель, — кивнул Миха. — Прости, не подумал. — Но это обычное для тебя дело. Мэтр допил вино и протянул стакан ученику. — На, убери. Хватит мне, пожалуй. А то уже в голове зашумело. Ты давай расскажи своим приятелям, что нам предстоит и чем нам все это грозит. Глядишь, и передумают обратно-то возвращаться. На их месте я бы забился в какую-нибудь глухомань и не высовывался до тех пор, пока про них не забудут. Только выйдите, пожалуй, из комнаты. А то расшумеетесь, а мне отдохнуть надо. Может, обойдется и силы восстановятся. Давайте уже идите. Он махнул рукой в сторону дверей и, дождавшись, когда молодые люди выйдут, устало прикрыл глаза. — Ох, и староват я для подобных приключений! — тихонько проворчал он. — Ох, староват! Хм, надо же, у меня получилось. Молодец, ничего не скажешь. Хоть и по ошибке, но обскакал ученичок старика-то, обскакал. Выйдя из комнаты мэтра Бошара и проводив Ярика с сестрой снова в зал, Миха предложил им сесть за стол и вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию и возможные перспективы. И если Ярослава, явно расстроившись, вот-вот была готова расплакаться, ее брат только хмыкнул, почесал голову, взъерошив рыжие вихры и изрек. — Ну, надо так надо. Отсиживаться мы тут точно не будем. Нам домой надо. Там родители, школа и все такое. Так что попутешествуем, малеха. Зато ваш мир посмотрим. — Только знаешь ли, друг Миха, что-то с этой беготней и суетой я сильно проголодался. У тебя тут ничего поесть не имеется? — Ой, ну как же, конечно, имеется. Юный маг скачил из-за стола. — Кухарка давно, наверное, обед приготовила. Сейчас я принесу что-нибудь. Он убежал и вскоре вернулся с несколькими большими тарелками и столовыми приборами. — Смотри-ка! Показал на приборы чуть успокоившийся сестре Яромир. — Ножи и вилки. Почти как у нас. Только у вилок всего два зубчика. — А ты думал, они тут руками едят? — шмыгнула носом Ярослава. — О, я смотрю, ты в норму пришла. Язвить начала. Это радует. Просто тут у них вроде как средневековье. Магия, мечи, кинжалы и все дела. У нас вот в те времена и руками, и с ножа. Миха, расставив все на столе, снова исчез в дверях. И через пару минут приволок огромное блюдо, накрытое блестящей металлической крышкой. — Вот! — сказал он, ставя блюдо на стол. — Курица с овощами. Пробуйте. — Нифига себе, курица! — присвистнул Яромир, подняв крышку и увидев обложенную овощами тушку птицы, по размеру больше напоминавшую среднюю индейку. — А мэтра своего звать не будешь? Я заглянул к нему. Он вроде уснул. — Пускай. Поест, когда отдохнет. — Ну тогда, приятного аппетита! Ярик, вооружившись ножом, склонился над иномирской курицей. — Славка, тебе ножку или крылышко? Глава четвертая Перекусив, все втроем устроились перед камином, который к восторгу Ярика Миха разжег все тем же фаерболом. Развалившись на стуле, сытый и довольный, Ярик похлопал себя по животу. — А ничего, вкусная птичка! Да, Славка? — Хорошо, так зашла. Теперь можно и о туристическом маршруте поговорить. — Скажи-ка, друг Миха, куда там нас твой мэтр послать хочет? — Он не послать хочет. Он с нами поедет. — С нами? А сможет? Он же при смерти только что был. — Ничего. Миха поправил кочергой угли и подбросил дров. — Он старик крепкий, да и эликсиров на себя жалеть не будет. Через пару дней будет скакать горским козлом. — Ну, дай бог, дай бог. — Так что там с путешествием? Далеко добираться? — Очень. Сначала нужно будет проехать вдоль побережья Белого и Каспусова морей. Потом, что самое плохое, через южные пределы империи. Затем перебраться через каменный хребет, проехать по краю Орочьих степей и, чуть не доезжая до Колотайских гор, как раз и будет это самое королевство Могол. — Нифига себе квестик намечается. — А что, в Орочьих степях и вправду орки водятся? Настоящие? — Конечно. Что же мне настоящими-то быть? — Живут, гоняют там по степи свои стада из края в край. — Так они кочевники? — Кочевники. Есть еще горские орки. Вот они не кочуют, а седлые. Живут от Среднего Каменного Хребта до Южного. Раньше еще и на Северном жили, но их оттуда вытеснили те самые ярлинги, за которых вас с сестрой Мэтр принял. Говорят, сильно похожи и внешне, и именами. И чего они, эти ярлинги, на Севере-то устроились? На юге ж теплее. Раньше они много западнее жили, в королевстве Нортус. Имперцы его еще начальным называют. Потом там дворцовый переворот случился, и одна ветвь правящей семьи отделилась, уйдя с преданными людьми на Север. Королевство постепенно разрослось и стало империей, а ушедшие создали свое королевство ярлингов. Но потом у них война с островными норлингами случилась за территорию. Те победили, эти отступили и перебрались на хребет. А по поводу тепла не в этом случае. Миха вновь пошурудил кочергой, отчего к дымоходу взметнулся вихрь ярких искр. В южных отрогах даже похолоднее зимой будет из-за степных ветров. А вот на севере океан с теплым течением. А-а-а, понял, покивал Ярик. Это типа как наш гольфстрим, да, Славка? Слыхала? У них тут орки есть. И что это меня как-то должно радовать? У девушки вновь испортилось настроение. Да ты что, это же реально круто! Как в книжках или играх. Помнишь, мы с пацанами резались? Миха, может, у вас и эльфы с гномами есть? А это кто? Ярик как смог объяснил, обрисовав и тех, и других. Нет. Ученик мага помотал головой. Таких нет. На эльфов твоих у нас есть народ похожий. Альвы. Они на другом континенте живут. Иногда к нам заплывают. Иногда мы к ним. Зеркало у мэтра от них привезено. Оружием они с нами торгуют. А бородатых коротышек, да, чтоб еще и под землей жили, у нас нет. Я таких не знаю. Ну и фиг с ними. Ярик повернулся к выглядевшей расстроенной сестре. Слав, ну ты чего раскисал совсем? Доберемся мы до этого могола, монгола. Да, доберемся. Всхлипнула неудержавшая девушка. А через сколько доберемся? Через месяц? Два. А ты представляешь, что у нас сейчас дома творится? Родители скоро больницы с моргами обзванивать начнут. Ну, отец-то положим не будет, пока такую панику разводить. Отец может и не будет. А мама? По щекам Ярославы покатились слезы. Мама наверняка уже и сама изведется, и всех вокруг на уши поставит. Это да, это она может. Вздохнул Ярик, встал и, подойдя к сестре, приобнял ее за плечи. Ты только сама, пожалуйста, давай без истерик и рыданий, ладно? Это нам сейчас точно не поможет. Где ты истерику увидел? Я вообще молча сидела, переживала. Сам со своими вопросами ко мне полез. Сидите лучше, дальше беседуйте. Миха, не смотри на меня. Почему? Опешил Лишек. Эээ, дружище. Ярик, дотянувшись, хлопнул его по плечу. Ничего-то ты в девушках не шаришь. Не нравится им, когда на них ревущих смотрят. Некрасивые, видите ли, они. Так, что ты там про эльфов говорил? Отвернувшись и сделав вид, что не замечают размазывающую по щекам слезы девушку, они продолжили беседу. Однако через пару минут услышали. Миха, а где тут у вас умыться можно? Пойдем. С готовностью вскочил юноша. Я провожу. И они вышли из зала, оставив Ярика одного любоваться пламенем камина. Правда, ненадолго. Вскоре из коридора послышали шаркающие шаги, и в комнату вошел чуть покачивающийся от слабости, но вполне себе живой и здоровый мэтр Башар. Принюхиваясь к запаху еды, он подошел к столу, уселся. Не утруждая себя поисками приборов, оторвал от птицы последнюю оставшуюся ногу, но никак у Юромира не поворачивался язык назвать это ножкой, и жадно в нее вгрызся, урча от удовольствия. Парню оставалось только девица аппетиту старика, и, подобрав оставленную лишиком кочергу, ворошить пылающие дрова, и украдкой поглядывать на быстро поглощающего еду мага. А тот уничтожал остатки курицы и овощей, словно не ел неделю, а то и две. К тому моменту, когда вернулись Миха с Ярославой, от курицы остались лишь обглоданные кости. «Задержись они хоть ненадолго», – подумал ухмыльнувшись про себя Ярик, – «и костей бы, наверное, не осталось». Увидев старика, юный маг тут же направился к нему. «Учитель, ты уже встал? Ты слишком мало отдыхал, тебе нужно еще полежать». Мэтр Башар лишь небрежно отмахнулся от него рукой. Поскреб бороду, о чем-то задумавшись, и затем, решив что-то для себя, показал ученику на гостей и, явно давая какое-то задание, разразился длинной тирадой. «Учитель просит вас передать ему на пару минут ваши амулеты», – перевел Миха. Он подошел по очереди к Ярославе и ее брату, забирая у них кристаллы. Снял свои и отнес все четыре старику. Тот разложил их рядышком перед собой на столе. Снова почесал бороду, будто припоминает что-то. Протер ладони, а так и оставшуюся на нем испорченную мантию. Простер левую руку над амулетами, а пальцы правой сложил в похожую на щепоть молящихся людей фигуру, только с торчащим в сторону мизинцем. И вывел ею в воздухе какую-то очень сложную загогулину. Замер на несколько секунд, после чего, встряхнув кистями, забрал один амулет себе, а на остальные кивнул молодым людям, чтобы разбирали. «Ну вот», – сказал он, когда увидел, что все кристаллы надеты. «Будем считать, что на первое время вопрос с языком у нас решен». «Почему только на первое, уважаемый мэтр?» – спросил Ярик довольно улыбающегося старика. «Потому что, юноша, нам придется пересечь несколько стран, не давая возможности встречающимся разумным догадаться о вашем иномирском происхождении. А для этого вам нужно будет изучить общий язык, который пусть более или менее, но знает любой житель этого мира». «Вот же ж ненавижу языки изучать. Это вон сеструха на английском сшпарит только так, а у меня он что-то тяжеловато идет. А этот ваш общий, он сложный?» «Для вас не будет никаких сложностей в обучении. Я вложу в вас эти знания, но не сегодня. Сейчас я, похоже, исчерпал свой лимит сил. Все-таки невозможно так быстро полностью восстановиться после корука. Где он, кстати?» «Да здесь, в кармане у меня за пазухой», – похлопал себя по груди Ярик. Мэтр ничего на это не сказал, только головой покачал. Оно и понятно, не самое приятное впечатление и воспоминание оставил кинжал о себе у деда. «И вот еще что», – сказал Мак, немного поразмыслив. «Надо бы вам одежду прикупить. В дорогу, да и не только, раз уж вы тут надолго. К тому же Яре, Славе наверняка всякие ее девичьи штучки понадобятся. Гребни там разные, притирки какие-нибудь». Старик поводил пальцами в воздухе. «Опять-таки для сна облачения. Вы же, я думаю, с собой ничего такого не захватили, нет?» Ярик со Славой в ответ почти синхронно покачали головами. «Вот и я о том же. В общем, Миха, пойдем со мной, возьмешь кошель и отправишься с нашими гостями по лавкам. Одежду выберите с расчетом на верховую езду, да подороже. Такую, чтобы настоящим знатным ярлингам не стыдно носить было». «Верховую езду?» Удивилась девушка. «Ярлингам?» Вторя ей переспросил Миха. «Я что?» Раздраженно мотнул бородой мэтр. «Как-то невнятно говорю. Конечно, ярлингам. За кого нам еще можно выдать от таких красавцев? Это я их встречал, пусть и очень давно, и то спутал. А народец наш и подавно их не видывал. Совсем они к нам редко, но скажут. И да, верховую езду. Или вы пешком через половину континента топать собираетесь?» «Не, ну, про порталы я и спрашивать не буду. Но, может, хоть какой-то ковер-самолет завалященький найдется?» Ярик, видя недоуменные взгляды мага и его ученика, пожал плечами. «Ну, нет так нет. Славка, надо будет нам еще мазь от мозолей купить. Чувствую, нашим задам она очень даже пригодится». «За это можете не беспокоиться. Я ваши зады эликсирами поправлю, если что. Или даже пусть Миха на вас тренируется, лечит». Мэтр развернулся к дверям. «Пойдем, Миха. И да, себе еще одежду хорошую купи. С Мантией тебе пока расстаться придется. Не зачем никому знать, что ты ученик мага». Он вышел, а за ним Илишек, немного суетясь, выскользнул из зала и вскоре вернулся с увесистым кожаным мешочком в руках. «Вот!» – протянул он его, показывая молодым людям. «Сейчас переоденусь быстро и можем идти». «Слушайте», – смутилась вдруг Славка, – «как-то неудобно получается. Чего он за нас платить-то будет?» «А у тебя, что ли, местная валюта имеется?» – повернулся к ней брат. «Нет». Потупилась была девушка, но тут же вскинула голову. «Но у меня же вот колье есть и сережки». «Нет-нет!» – замахал руками Илишек. «Оставь это у себя, пусть на крайний случай остаются. Учитель сказал, что раз из-за нас такой казус произошел, то мы и должны о вас с братом позаботиться». «Ну вот и ладно», – приставив кочергу к камину, Ярик поднялся со стула. «Тогда пошли!» «Слав, гоу ту шоппинг!» «Двоечник, как ты себе это представляешь?» «Вот в этом!» Отойдя от брата на пару шагов, она крутанулась, разведя в стороны руками, а потом, приподняв подол платья, кивнула, указывая на туфли. «И на этих каблуках?» «Миха, а у вас тут ходят в таких нарядах?» «А улицы у вас ровные, нет?» «Да уж», – почесал затылок Ярик, – «на твоих лабутенах далеко не укандыбаешь. Миха, может, у тебя что-нибудь есть, во что пока можно Славку переодеть?» Вскоре в поход по торговым лавкам отправилась странная компания из троих молодых парней. Впереди гордо вышагивал Лишик в своей новой ученической мантии. Следом с независимым видом шел Яромир. Свой меч и корук он выложил в доме на столе и теперь радостно ходил, сунув руки в карманы и с любопытством вертя головой по сторонам. За ним, словно прячаясь за спину брата, брякая по мостовой деревянными башмаками, смешно семенила Славка, одетая в какую-то неказистую курточку и свободные, несколько великоватые штаны. Волосы пришлось спрятать под нелепую шапочку, похожую на детскую панамку. Домики на неширокой улочке почти все были двухэтажные, выложенные в основном из природного камня, реже из кирпича. Все они имели островерхи, покрытые черепицей крыши и узкие, словно бойницы в крепости, стрельчатые окна. Небольшие полисаднички, огороженные чаще всего совсем низенькими деревянными заборчиками, радовали глаз пышно цветущей растительностью. Слушай, Миха, Ярик пригляделся к табличке на углу одного из домов, но разобрать надписи из незнакомых букв не смог. Мы чего-то даже не спросили, как город ваш называется. Крумлин, королевство Венден. Ага, понятненько. Ну ничего, симпотно тут у вас. Смотри, Славка. Ткнул он пальцем в ближайшее строение. Прикольные такие домики. На Чехию чем-то похоже. Там, если не в городах, а в деревнях, то все почти так же выглядит. Чисто и ухоженно, да? Какая к черту Чехия? Скоро мы придем. Вместо ответа сердито прошипела девушка, неуклюже споткнувшись на очередной неровности, искосив взгляд на нескольких подозрительного вида личностей, рассевшихся в одном из пароулков и с ухмылками наблюдающих за перемещением троицы. Долго мне еще в этом убожестве ходить? Сами в нормальной одежде шастают, а меня невесть во что обредили. Гопота тут местно еще пялится. Нет, Ярослава, почти пришли. Миха махнул рукой куда-то вперед. Вон лавка дядюшки Бранека, через дом. Тогда давайте поэнергичнее, а то чувствую себя пугалом. Вот тоже новость. Хохотнул было брат, но, получив кулаком по почке, примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, ты в этом наряде прекрасна, как принцесса. Ой, хорош драться-то!» Он потер еще раз пострадавший бок и прибавил шагу. Взойдя вслед за лишиком на крыльцу лавки, придержал открытую дверь и, пропустив сестру вперед, нападал ей коленом. После чего звон дверного колокольчика был заглушен звуком смачной затрещины, отхваченной им от рассерженной сестры. В лавке они проторчали довольно долго. Точнее, Михота с Яриком освободились буквально через десять минут, быстренько подобрав себе овновки. Яромир, по совету юного мага, лишь сменил свой камзол на длинную до середины бедра куртку из толстой кожи. Выбрал шляпу, сильно похожую на ковбойскую, да отложил несколько рубашек. Сложнее оказалось нижним бельем. Трусов, как таковых, здесь, похоже, вообще не существовало. Вместо них пришлось набрать каких-то узких подштанников, доходивших почти до колен, и бывших, на взгляд Ярика, несколько грубовато сшитыми. Сапоги и джинсы парень решил не менять, не удовлетворившись качеством данного товара от местных производителей. Миха же, пользуясь предоставленной возможностью, радостно вцепился в темно-синий костюм из ткани, похожий на бархат, и такой же берет с торчащим из него длинным лиловым пером. Выбрав себе еще и сорочку дурацкого розового цвета, он схватил все это добро в охапку и убежал переодеваться. Вернувший же, с довольным видом приосанившись, вышел вслед за Яриком на крыльцо, где они вдвоем и провели следующий час в ожидании Ярославы. Девушка появилась перед ними в плотно облегающую фигуру замшевом костюме темно-оливкового цвета с бежевой и коричневой отделкой. Оказывается, у себя хозяин лавки ничего подходящего для нее найти не смог и послал мальчишку-помощника в магазин своего то ли брата, то ли свата, откуда вскоре наряд для верховой охоты и был доставлен расторопным засланцем. Надо сказать, что глазомер мальчишку не подвел, и костюм сидел на девушке идеально. Широкий пояс, высокие, выше колен замшевые же сапоги и широкополая шляпа завершали действительно богато выглядящий костюм. «Вот ничего себе ты пошопилась!» аж присвистнул брат. «Вот это я понимаю, хайповый прикидик!» «Так, мальчики!» Девушка изящно повела кистью руки в сторону двери. «Рассчитайтесь там и пакеты заберите. Миха, рот можно закрыть. А ты, братец, лучше его и не раскрывай, не порти мне настрой!» «Я ж говорил, принцесса!» Ярик легонько ткнул Лишека кулаком в бок и подпихнул его внутрь лавки. «Развисни уже!» «Пошли осуществлять товарно-денежные отношения!» Значительно опустошив выданный мэтром кошелек и набрав полные руки свертков и перевязанных веревочками коробок, они двинулись домой. Но, пройдя до ближайшего проулка, вынуждены были остановиться. Давишние аборигены, определенные Ярославой в гопнике, на самом деле таковыми и оказались. «Ой, а кто это у нас тут такой красивый идиот? Кто нам целую кучу подарков несет?» Невероятно гнусавый, невысокий вертлявый мужичок с явно неоднократно ломаным носом, выдав наглую улыбочку обеззубленным ртом, умудрился перегородить с собой дорогу. А его приятели начали обходить молодых людей с обеих сторон. Ни Ярик, ни Славка слов, конечно же, не разобрали. Но тут, собственно, о сути происходящего и гадать не надо было. Достаточно взглянуть на жадный хищный блеск в глазах пытавшихся окружить их людей. Девушка, до этого гордо шефствовавшая впереди процессии, остановилась, пропуская вперед брата. Не раз попадавшая с ним дома в подобные заварушки с уличными драками и разборками, она давно твердо усвоила одно простое, но, наверное, самое важное в таких случаях для девушки правило, высказанное когда-то отцом и неоднократно закрепленное ими самими на практике. Попав в переплет, если можешь, помогай. А не можешь помочь, лучше убегай, но не мешай драться, повиснув на руках, отговаривая и пытаясь остановить. Поэтому, когда брат, наклоняя из стороны в сторону голову и разминая шею, обошел ее справа, Ярослава всего лишь довернулась навстречу оказавшемуся левее мужичонке и тихонько сказала, можешь все бросить, тут сухо. Не вопрос, ответил Ярик, опуская почти все свертки на землю и оценивающе разглядывая гоп-компанию. Смотри, только не запнись. Эх, жалко, меч не захватил, поленился. Оружия у нападавших видно не было. Большого численного превосходства тоже не наблюдалось, всего четверо, да и не особо крупные все были. Какие-то потрепанные и с пропитыми рожами. Похоже, решили взять чисто нахрапом. Таких бояться даже стрёмно как-то. Последнюю, круглую, завернутую в бумагу коробку, Яромир взял обеими руками, выставил перед собой, показывая, заводили шайки и приветливо улыбнулся. Что, ущербный, новую шляпку хочешь? Ну на, забирай! Резко оттолкнув сверток прямо в ухмыляющуюся рожу мужика, парень, что было мочи, двинул ему в лучших традициях муай-тай прямым ударом ноги в корпус. Попал почти точно. Начавший уворачиваться от летящего в него предмета, мужик словил сапогом в правую часть грудины и кувыркаясь, улетел в придорожную пыль. Раздавшиеся слева хрясть и бамс дало понять, что у сестренки удары ногами прошли тоже вполне эффективно. Пресекая попытку своего противника подняться с земли, Ярик в один прыжок подскочил к нему и зарядил еще один ногой в голову. На! Отбитую об тупой круглый предмет голень обожгло болью. Быстро глянул в сторону сестры. Ее оппонент, стоя на коленях, схватившись обеими руками за пах, тихо подвывал, медленно заваливаясь на бок. Взгляд направо, где должны оставаться еще двое. Ха! Они и оставались. Так и стояли в паре метров от молодых людей в каком-то нелепом полуприседе полупоклоне, с зачем-то разведенными в сторону руками, даже и не думая нападать. Кю! ляпнул Ярик, вспомнившийся из фильма. Вы че, пацаки? Те, естественно, не ответили, вообще не реагируя и даже не глядя на парня. Он посмотрел, куда это устремили взоры замершие гопники и увидел Миха, стоявшего в эффектной позе какого-нибудь шаолиньского ушуиста с зависшими у обеих его кистей яркими шарами немаленьких таких фаерболов. А вот и кавалерия с артиллерией, два в одном флаконе, в смысле лице, констатировал Ярик, расслабляясь. Спрашивается, и какого я тут упирался? Миха, дружище, что делать-то с убогими будем? Может, стражу надо вызвать? Не надо. Нас там потом до утра промурыжат заставят объяснять, что, как и почему. Еще и виноватыми останемся. Скажут, напали на мирных граждан, сделали их инвалидами, платите теперь штраф. Славка, ну ты смотри, прям как родная полиция, заржал Ярик, как будто и не попадали в другой мир. Миха, посылай их тогда куда подальше. Девушка оглядела поле скоротечного обоя. Пускай забирают своих и уматывают. А вы давайте вещи собирайте. Ярик, ты нафига в этого урода реально моей новой шляпой запустил? Ты не знаешь, что такое фигуральное выражение? Да цела твоя шляпка! Брат подобрал коробку и приоткрыв заглянул внутрь. Что с ней сделается? Миха, бросай уже свои фокусы и айда домой. В темпе собрав вещи и изредка оглядываясь на незадачливых грабителей, пытающихся уволочь с улицы своего главаря, молодые люди поспешили к дому мэтра Башара. Слушай, Миха, обратился к юноше уже почти на подходе к особняку Яромир. А чего они на нас лишь по дороге назад сагрились? Ведь мы и до этого мимо них проходили. Так ведь первый раз мимо них кто проходил? Лишик на ходу поправил пытающийся выпасть у него из подмышки сверток. Три парня, один из которых здоровяк, а другой в мантии ученика-мага. Есть у нас деньги или нет, еще неизвестно. Кошеля-то не видно. Значит, добычи может и не быть, а неприятности кучу можно заполучить запросто. Все, понял, можешь дальше не объяснять. Назад шли два явно небедных хлыща с девицей, без оружия, да еще и с полными руками покупок. А тебя без мантии они за мага и не признали. Что стало их главной ошибкой? Мне почему-то кажется, Миха уважительно и даже восторженно посмотрел на вновь вышагивающую чуть впереди девушку, что вы без моей помощи прекрасно бы справились. Возможно. Одно могу сказать точно, встреча с нашей теплой компанией запомнится им надолго. Ага, поддакнул кивая юный маг. Особенно главарю и тому, с кем так тепло общалась Ярослава. Переглянувшись, они дружно заржали. Глава девятая Ну вот, мы его, понимаешь, на помойке подобрали, вздохнул Ярик, а он нам фигвамы рисует. А я, между прочим, жизнью рисковал, чтоб тебя из вражьего плена освободить. С чего это я, дебил? А кто же еще ничего толком не умеет, а глупо к опытному мечнику драться полежит. Не подействуй вовремя твое зелье и нарезал бы он тебя тоненькими ломтиками. Кобл прикончил последний овощ, облизнулся и вытер рот тыльной стороной ладони. Да и не просил я никого меня освобождать и без вазь бы обошелся бы. Откуда про зелье знаешь? Подозрительно возрился на гоблина капитан. А что у меня глаз нет? Геннер Далтрис ухмыльнулся, демонстрируя мелкие острые зубы. У вашего Яра опыта поединков совсем нет. Немечник он и ускорился лишь после того, как аура у него резко изменилась. Способности к магии у парня ноль. Вывод напрашивается сам собой. В логике тебе не откажешь, кивнул коблу мэтр. Но ведь и ты тоже не маг. Нет, не маг, помотал тот лопоухой головой. Так, саманю помаленьку, что-то знаю, что-то вижу, что-то умею. Так ты шаман, удивился Ярик. А обубин твой где? Гоблин не ответил, лишь как на ненормального зыркнул на мальчишку. Ладно, допустим. Бывший капитан стражи, похоже, решил допросить зеленокожего с пристрастием. А чего домой, значит, сразу не рванул, как только из клетки вылез? Я ж тебе человеческим языком сказал, свободен. Голодный на ночь глядя? Я что, похож на идиота? Пожал плечами гоблин. Тем более и дома у меня теперь нет. Этот баронет подучая его разбери, с отрядом своим весь наш поселок разорил. Племя, кого не прибил, разогнал. Где кого теперь искать, я пока и не ведаю. Ой, как жалко. Славка печально вздохнула и с сочувствием посмотрела на Генардалтриса. И куда ты теперь? Может, с нами? С вами это куда? Заинтересовался Кобл. Да мы ой. Получив под столом пинок от брата, девушка наконец заметила нахмуренные взгляды метра с капитаном и замолкла. С нами это далеко. Решил оборвать дискуссию дядька Бронок и, сгребая со стола трофейное оружие, подытожил, глядя на гоблина. Так что мы пошли мыться и спать укладываться, а ты можешь отправляться куда захочешь. Могу тебе еще раз повторить свободен. Все начали подниматься из-за стола. Можно я с вашими лошадьми в хлеву переночую? Обратился кобл к славке, трогательно шмыгнув носом и собрав бровки домиком. Не сказать, что его морщинистая и обильно шрамированная физиономия стала от этого особо няшной, но девушке и такой милоты хватило сполна. Да, пожалуйста, ночуй, кивнула она ему. Если только, конечно, встрял Ярик, но договорить не успел. Гоблин его перебил. Лошадей я не ем. И, видя недоуменный взгляд парня, пояснил. Нет, мысли я не читаю, хотя у тебя и я рам, они на лбу крупными буквами написаны. Вот ведь язва зеленая, буркнул Ярик и двинулся за остальными, давно направившимся к лестнице на второй этаж. Но дойти до нее ни он, ни его друзья не успели. Громко хлопнула входная дверь, и в помещение шумно валился крупный толстяк в легком халате поверх пестрого и явно дорогого пышного наряда. Едва заметив обернувшегося на шум капитана, он расцвел широчайшей улыбкой на разовощеком лице, и, раскинув в стороны пухлые руки, радостно двинулся через весь зал, раздвигая словно ледокол льдины, попадавшиеся на пути народ. Тербронек! Его неожиданно высокий голос легко перекрыл людской гомон. Какая встреча! И какой же попутный ветер занес тебя в это забытое создателем захолустье! Едва слышно ругнувшись, капитан вывалил трофеи на руки идущему за ним Миха, изобразил на лице подобие улыбки и развернулся навстречу нежданному знакомцу. А-а-а, шеф Лардиниус! Встретившись мужчины похлопали друг друга по плечам и даже обнялись. Сам-то как здесь оказался? Здесь вроде имперского посольства нет, вашему брату дипломату и дел не сыскать? Сыскать, сыскать! Заявил не переставая радушно улыбаться толстяк. Скоро через Прыжтвин на юг континента наш караван торговый последует, вот я его и встречу и через ваше королевство сопровожу. А вот тебя какая служебная надобность в чужой город затянула. — Отчего же это он, друг чужой? Он от нашего королевства пока не отделялся. Пожал плечами капитан. — Да и я не по служебным делам тут. В отпуске я. Долгосрочном. Столько лет на посту безвылазно. Надоело все. Решил отдохнуть наконец-то. И с оказией, значит, проводить старого друга с его воспитанниками. — И куда твой старый друг направляется? Не к нам ли в империю? — Домой он на верхний хребет направляется. — Недовольно мотнул головой Тир Бронек. — Дорога долгая, местами опасная. Вот и подсоблю, значит, ежели что. — Стало быть, через империю все же проезжать будете. Не столько спросил, сколько констатировал факт шеф Лардиниус. И задумчиво помял подбородок. — Я, как дипломатический представитель, и твой старый приятель, а мы ведь тир-приятели, мог бы написать сопроводительное письмо с рекомендациями, чтоб облегчить вам путешествие хотя бы на территории империи. — Что ж, было бы неплохо, — согласно кивнул старый воин. — Меньше вопросов, меньше волокиты, а значит, и путь быстрее. — Представишь меня своим людям? — Конечно, — капитан обернулся, указывая на метро и компанию. — Это мой друг, мастер Ижек. Это его воспитанники, благородный Яр Амир и Яра Слава. Миха, пыхтящего под весом удерживаемого оружия, он как слугу представлять не стал, а, указав на Розовощекова, продолжил. — А это глава имперской дипломатической миссии в нашем королевстве, шеф Лардиниус, мой давнишний знакомый. — Ты уж извини, — обратился он к толстяку. День был долгим и трудным, а нам еще помыться с дороги не мешало бы. — Конечно, конечно, — закивал дипломат. — Отправляйтесь отдыхать, а письмо сопроводительное я вам утром отдам. В отведенном им на двоих номере Ярик и Миха, скинув одежду, радостно забрались в огромные бодейки с горячей водой, затащенные в комнату и наполненные прислугой гостиницы. Только успели намылиться, как в комнату проскользнула симпатичная смуглая девица в белом передничке. — Добрый вечер. Изобразила она подобие Книксона и кивнула стеснительно зардевшимся и занырнувшим поглубже в пенную воду юношам. — Я Агайя, ваша горничная. Принесла вам полотенце и должна забрать одежду в стирку. Кому-нибудь нужно помочь с купанием. Парни яростно замотали головами. — Тогда я пойду. Девушка подобрала с полосваленную в кучу одежду и, очаровательно похлопав ресницами своих больших темно-карих глаз, вопросительно взглянула на ребят. — Угу. — Синхронно кивнули они. — Ух. — Облегченно выдохнул Ярик, когда красотка покинула номер. — Что за подстава такая? — Девчонка, конечно, супер, но также и утонуть недолго. — Интересно, она умеет делать искусственное дыхание. — А это что? — Миха настойчиво пытался помыть забитые дорожной пылью волосы. — Это такой способ. — Яромир тоже принялся активно натирать себя мочалкой. — Вернуть человека из бессознательного состояния. — Но от тебя я такую помощь принять точно не готов. Ты уж лучше магии своей лечи. — Как скажешь. Набрав в грудь воздух, ученик мага занырнул с головой под воду, смывая пену, и с фырканьем вынырнул обратно. — Ха, хорошо-то как! Теперь бы еще выспаться дали! Выспаться не дали. Чуть свет в дверь номера начал колотиться мастер-броник. — Открывайте зони! Пока Ярик с трудом пытался принять сиячее положение, Миха, завернувшись в одеяло, добрел до двери и отодвинул щеколду. — А ну-ка подъем! Давайте встаем-встаем! — забасил, вваливаясь в комнату капитан. — Умываемся, одеваемся, значит, завтракаем и в путь! — Ой, что ж ты, дядюшка, расшумелся-то так! — зевнул Ярик. — Всех соседей, небось, на этаже перебудил. — А нету, значит, соседей. Все уже поразъехались, а барончик твой и вовсе затемно со своими людьми убрался, так что и нам не мешало бы поспешить, чтобы они какую гадость подготовить не успели. — Так у нас же одежда в стирке! Яромир снова зевнул и потянулся. — Не во что пока одеваться! — А это что тогда? — Воин махнул рукой на беззвучно скользнувшую в помещение Агайю, державшую на руках стопку, приведенной за ночь в порядок одежды. — Одевайтесь и спускайтесь в трапезную залу! Жду вас там! Он развернулся и быстро вышел, прикрыв за собой дверь. — Молодой Яр! Тут же обратилась девушка к Ярику, по примеру Лишика, быстренько замотавшемуся в одеяло. — У меня к тебе просьба! Возьмите меня с собой! — Куда? — Спросонья соображалась туго, и парень выжидающе уставился на девицу. — Неважно, куда, мне главное отсюда! Молодой Яр, помоги! Чуть склонив голову, красотка буравила из-под лобья парня своими огромными темными глазищами. — Я тут недавно работаю, родителей потеряла, пришлось в прислугу наниматься. — А тут этот твой давишний соперник, баронет Клокаш, мне совсем проходу не дает. — Если б ты его вчера убил, я бы и не просилась. Сама собой проблема бы разрешилась, но ведь он теперь совсем обозлится. Боюсь я. — Слушай, это все понятно! Ярик окончательно проснулся от такого поворота. — И я бы тебе с удовольствием помог, но у нас такие вопросы решает Тир Бронек. — Так замолви за меня, словечко, молодой Яр, пропаду я тут. А Гайя пустила слезу. — Ты не бойся, я в дороге обузой не буду, я из лука хорошо стреляю, меня отец в детстве на охоту часто брал, там и обучил. И про корм я отработаю, я кашеварить в дороге могу, могу у молодой Яры в услужении побыть. Не оставляй меня здесь, Яр! — Ну, ладно, ладно, сдался юноша. Сейчас я спущусь вниз и поговорю с капитаном. Обещать ничего не буду, но постараюсь его уговорить. Только ты, это, вышла бы из комнаты. Нам все-таки сначала одеться не помешало бы. — Так я помогу! Девушка с решительной готовностью кинулась к Ярику, раскладывая часть одежды на его кровати. — Вот это, кажется, твое, Яр! — Ага, я! — остановил он ее жестом. — Мы сами! Выйди, пожалуйста! Я же сказал, обещаю, что поговорю с мастером Бронеком! — Спасибо, молодой Яр! Красотка поклонилась и выскользнула из комнаты. — Вот же огонь, девчонка! Яромир взял свою одежду и повернулся к Лишику. — Меня от нее аж до мурашек пронимает. — Как тебе? Интересно, лет ей сколько? — Вроде не старше нас. — Правда ведь хороша? — Симпатичная! — кивнул тот, натягивая штаны. — Ну, а твоя сестра намного красивее. — Ты там, смотри, не влюбись! — подозрительно глянул на друга парень. — Красивая-то она красивая, но за ноза та еще. Наплачься с ней потом. — Не наговаривай на нее. — Она хорошая. Потупившись, Миха застегнул свой камзол и принялся расправлять на нем складки. — Да ты, братец, видать, и вправду поплыл. — Развеселился Ярик, глядя на вконец смутившегося ученика-мага. — Искренние мои тебе соболезнования. — Ладно, пошли завтракать. Внизу, за накрытым столом, их уже поджидали мэтр с капитаном. Сестра еще не спустилась. В ожидании ее Яромир и высказал Тиру просьбу Огайи. — Исключено, — ответил тот, едва выслушав юношу. — Это мне еще значит и ее защищать да приклядывать придется. — Дядюшка Бронек, да я сам за ней пригляжу. — Просительно выставился на него Ярик. — Нельзя ее тут оставлять. В пути она себя хотя бы луком со стрелами защитить может. А тут ей как от баронета отбиваться? Тут в него стрелу не пустишь. Да и сестре повеселее будет. А то че она одна с толпой мужиков? Надо же, чтобы о своем девчачьим было с кем пошушукаться. Тем более и кони у нас на нее есть. Сам говоришь, что трофейные чудо как хороши. — Нет и еще раз нет, — безапелляционно заявил Тир. — Это что за скрытность у нас получится, если мы не пойми, кого с собой таскать начнем? Даже Яры не проси. Однако парень и не подумал отступаться. Вспомнил и ввинтил капитану фразу про то, что врагов лучше держать на виду перед глазами, и последующие пять минут не отставал от старика, заваливая того еще целые кучи аргументов и высосанных из пальца доводов, пока уставший от его нытья угрюмый и недовольно сморщившийся Тир не выдал. — Ладно, считай уговорил. Вижу, все равно не отстанешь. Только на одного из баронетских коней сам пересядешь. Тебе он больше по положению подходит. Второго я себе возьму. Сестра твоя с ним все равно не управится, уж больно норовист. А мне в самый раз будет. — Вот спасибо, дядюшка Бронок. Сейчас я сбегаю и скажу Агайе, чтоб собиралась. Я мигом. Вернулся он как раз следом за спустившейся к завтраку с сестрой. Только все усели за стол, как в залу, сияя улыбкой, вкатился шеф Лардиниус, в сопровождении какого-то смурного, невзрачного типа, серой тенью, маячившего за его спиной. — Да прибудут с вами создатели в это чудесное светлое утро! — заявил дипломат, подходя к столу и слегка кланяясь. — И вам не хворать! Ярик кивнул вслед за остальными. — Я тут обещанное письмо сопроводительное принес. Толстяк протянул мастеру Броноку свернутый лист бумаги. — С печатями посольства, как положено, и с моей личной подписью. Капитан открыл было рот, чтобы поблагодарить дипломата, но тот, подняв руку, остановил его порыв и продолжил. — Однако я подумал, что такая забота будет недостаточной по отношению к моему старому приятелю и его друзьям. И я решил отправить с вами своего человека. Он вам и проводником будет, и при встрече с имперскими службами поможет, да и в дороге защитит. Вот, толстяк указал на невзрачного. Младший там Путкинс. Не смотрите, что ростом невысок и в плечах не широк. Воин он опытный и многократно в боях проверенный. Капитан ошарашенно выпилился над толстяка, даже не зная, что сказать в ответ на такой неожиданный подарок судьбы. Переглянувшись с нахмурившимся мэтром Башаром и Яриком, он собрался с силами и, улыбнувшись, выдавил из себя. — Спасибо, шеф Лординиус. — Нет-нет, не благодарите меня. Толстяк умильно сложил ручки. — Мне и самому приятно вам помочь. Это самое малое, что я могу сделать. Мой человек подождет вас на дворе, пока вы завтракаете и собираетесь. Да благоволят создатели вашему путешествию. С этими словами разовощекий дипломат развернулся и вместе с Путкинсом удалился, оставив друзей пребывать в состоянии легкого шока от приобретения еще одного столь безоговорочно навязанного спутника. Следующий сюрприз поджидал путешественников на улице. На одном из выведенных во двор коней самым невозмутимым видом восседал лопоухий генардалтрис в накинутой на плечи старой куртке Ярика с обрезанными на треть рукавами. — Вот сейчас я совсем не понял, — возмутился капитан, уставившись на это зеленое недоразумение. — Ты что тут делаешь? — Не ругайтесь, дядюшка Бронек, — встала перед ним Славка. — Это я решила взять его с собой. Ему тут одному не выжить, пусть с нами едет. Ярик подумал, что старика сейчас хватит удар. Так покраснело от негодования лицо Тира. Казалось, что еще чуть-чуть и он взорвется. Но бывший начальник стражи сдержался, сплюнул в сердцах на землю, затейливо выругался и, обреченно махнув рукой, полез в седло своего коня. Совершенно секретно, управляющему филиалом номер пять мастеру К. От начальника юго-западного отдела внешнего строительства и изыскательских работ агента Д. Донесение. Группа объектов, условно подходящая по заданным параметрам, обнаружена нашей изыскательной бригадой дорожных строителей на четвертом направлении. Для более детального изучения данного архитектурного ансамбля к нему был направлен и благополучно подселен специалист широкого профиля Ядовитый Плющ. В случае подтверждения принадлежности объектов к иной архитектурной школе специалисту даны полномочия на любое вмешательство в строительные работы вплоть до самого последнего уровня. Для оплаты данного специалиста и на сопутствующие расходы прошу выделить средства в размере Глава десятая Из города выехали не сразу. Сперва проехали через небольшой рынок, где темноглазая беглянка, решившая взять на себя обязанности походного кашевара, накупила в дорогу продуктов. Затем заскочили в лавку к оружейнику. Поторговавшись, сменяли трофейный меч на лук для Агайи и пару десятков стрел к нему. Докупили запас болтов для баронетского самострела. Капитан, не пожелавший расстаться с механическим девайсом, надумал вооружить им метро. Кинжалы тоже решили оставить у себя и вручили Коблу. Опоясавшись мечом с нацепленным на него оружием, тот довольно осклабился своей фирменной улыбкой сухопутной пираньи и что-то невнятно хрюкнув, ткнул куда-то в угол лавки своим крючковатым пальцем. Оказалось, напыляющуюся там какую-то нелепую шапку с нашитыми поверху узкими металлическими пластинками и меховой оторочкой снизу. Оружейник этот забавный головной убор отдавал почти задаром, и поэтому вскоре Геннардалтрис радостно нахлобучил шапку на свою лопоухую голову, став вылитым воином татаро-монгольской орды, только зеленым. Пока ехали по улицам города, все прохожие только на него и пялились, раскрыв орты и тыча пальцами в это импозантно восседающее на коне чудо природы. Когда последние дома прыжтвенно закончились, неплохо утоптанная неширокая дорога потянулась через холмистую местность, заросшую высокой, почти в рост травой и густым кустарником. Теперь впереди сильно увеличившегося отряда двигался Путкинс, обогнав всех на пару десятков метров. Следом парами ехали Ярик с Огайей и Миха со Славкой, затем Кобал, ведущий на поводу всех заводных коней. Замыкающими двигались Мэтр с капитаном. Юромир красовался на шикарном мускулистом гнедом холмолча, изредка бросая взгляды на вовсю улыбающуюся ему красотку. Позади Миха, как всегда, о чем-то усиленно втирал сестре. Кобал вообще с самого выезда из города затянул заунывную песню в стиле гоблин-фолк и бесперебойно радовал спутников своим творческим исполнением, перемежая скрипучую тарабарщину текста утробным всполошенным завыванием, заставляющим вздрагивать и недоверчиво коситься на певца не только спутников, но и всех окружающих лошадей. Мэтр и капитан чуть приотстали, чтобы не совсем уж глотать пыль, поднятую растянувшейся процессией, и тихонько переговаривались, не забывая внимательно оглядываться по сторонам. Так и ехали, пока Путкинс не остановился, подняв руку и развернув коня поперек пути. Дорога впереди резко уходила вниз и, пару раз вильнув, скрывалась густо поросшими зеленью холмами. «Куда ты завел нас, мужик с бородой? Идите вы нафиг, я сам здесь впервой!» тихонько продекламировал Ярик, подъезжая к нему. «Что там, младший танк?» «Хорошее место для засады!» кивнул тот в сторону распадка. «Вон, видишь, я рам свестрелки!» догнавший их кобыл указал пальцем на стайку бестолково суетящейся в небе над холмами мелких печук. «Не нравится им, что кто-то чужой находится возле их гнездилища. Вот и расшибутились. Люди там и много!» «Где люди?» протолкался к ним по обочине дороги капитан. «Какие?» «Там!» махнул в сторону зарослей кобыл и, развернув коня, отъехал немного назад. «Готовься к драке, командир!» «Согласен!» бывший стражник посмотрел накивнувшего ему в ответ Путкинса. «Тогда, значит, останавливаемся здесь. Зачем нам туда лезть? Пусть сами к нам идут. Так, я буду встречать их прямо тут в конце подъема. Тан, встанешь сразу за мной слева. Яр, ты, значит, правее. Будешь перехватывать тех, кто мимо нас проскользнуть умудрится. Кобал! Кобал! Пенек пришивый! Куда ты подевался?» Капитан оглянулся, ища взглядом гоблина. Но лошадь Геннардалтриса, покинутая своим седоком, прибившись к своим товаркам, беспечно ощипывала листья с ближайшего куста, а самого зеленого и след простыл. «Вот ушастая каракатица, смылся! Ну и проклятый с ним! Яра, и ты, Миха, на вас, если понадобится лечение и поддержка огнем. Мастер Ижик и Огайя, вы тоже стрелы болтов не жалеете. Кстати, девочка, а ну-ка, пусти, значит, пару стрел вон туда и туда, а то будем до ночи дожидаться, пока они сообразят, что мы не собираемся лезть в их ловушку». Девица молча кивнула и двумя плавными движениями запулила стрелы в указанных капитаном направлениях. Какое-то время ничего не происходило, но потом из-за ложбинки неровной вереницей на дорогу неспешно потянулись конники. Одиннадцать обряженных в легкие доспехи человек, вооруженные мечами и боевыми топорами. Возглавлял отряд никто иной, как баронет Клокош. При виде его кривой злой ухмылки у Ярика противно засосало под ложечкой, а по спине пробежал очень неприятный холодок. «Шо, опять?» просипел он и повернулся к старому магу. «Дядюшка Ижик!» Мэтр подъехал к нему. «Составь тут немного другой», тихонько произнес он, протягивая парню флакончик. «Скорость будет меньше и последствия полегче, а то в прошлый раз небось половину жил порвал». «Подожди, не выпивай, пока они в атаку не полезут, иначе действие может раньше времени закончиться, а ты под откат попадешь». В этот момент Клокош взмахнул мечом, и его люди, подстегнув лошадей, двинулись вперед, обтекая баронета с боков и набирая скорость. «Все по местам!» рявкнул капитан, и Ярик, спешно проглотив содержимое пузырька, нахлобучил поглубже шляпу, вынул из ножен меч и занял назначенную позицию. «Стрелки!» продолжал командовать стражник. «Не дайте им разогнаться, чуть подойдут, стреляйте куда хотите, хоть по лошадям, но старайтесь их притормозить. Жалко, конечно, животин будет, но мы хоть и на горе, и копий у них нет, все равно, если наберут скорость, снесут нас к проклятому. Ага я, давай!» Тетива бздынькнула почти одновременно со щелучком самострела. Первый из активно понукающих коней всадников, словил грудью болт и откинулся на спину. Стрела девушки, чиркнув по правой руке его соседа, прошла дальше, воткнувшись в шею несущейся следом лошади. Та вздыбилась, пытаясь остановиться, но от толчка напирающих сзади животных сбитой кеглей отлетела в заросли кустов на обочине. С каким-то грозным, жужжащим гудением мимо головы Ярика пронесли сразу два огненных шара от Миха, а затем еще один поменьше от Славки. Ух ты, это же неспроста, и это неправильные пчелы! Пытаясь перебороть предательски накативший страх, прокомментировал полет фаеров Ярик. Шарахнули в стороны сразу несколько напуганных лошадей, а один из всадников тут же получил оперенный подарок в неудачно подставленный бок. Следующий болт, выпущенный Мэтром, к немалому удивлению самого стрелка угодил точно в лоб вырвавшийся вперед лошади. Рухнув на подкосившиеся ноги, она закувыркалась по дороге, подминая не успевшего соскочить седока и перегораживая дорогу другим всадником. Миха успел шандарахнуть еще парочкой фаерболов, а Агайя выпустить четыре стрелы, прежде чем шестеро оставшихся на конях врагов смогли приблизиться вплотную, тем самым лишая возможности стрелять по площадям и заставляя выжидать удобного случая для более тщательного выцеливания. С громким звоном и скрежетом скрестились мечи капитана и наскочившего на него баронетского воина. И сразу же на втором замахе Тир, чуть опередив противника, быстрым розчерком клинка перерубил его руку, даже не успевшую толком подняться. От вида хлынувшей из плеча крови, Ярику чуть не поплохело. Помешало появление сразу трех новых схлестнулись Путкин с капитаном. Третий же, продираясь практически через кусты сбоку дороги, рванул в обход, направившись прямиком к юноше. И бояться стало некогда. Меч в руке скорчившего грозную рожу мужика взлетел вверх. Ярик рефлекторно, прямо, без замаха, не дожидаясь готового обрушиться удара, ткнул своим клинком прямо в жутко выпиленные на него глаза. Воин попытался уклониться, но в этот момент конь парня, видимо, охваченный боевым азартом, вытянув шею, вцепился зубами в круг прущей мимо него лошади. Та обиженно заржала и рванула, что было мочей, вперед. Меч Ярика, ткнувшись в лицо мужика, пробороздил его, пронзив правый глаз и уперевшись в череп. Руку дернуло, чуть не вывихнув кисть, а собственные легкие вместе с желудком неожиданно сжались, охваченные накатившим спазмом. Яр чудом не навернулся с коня, еле сдерживая приступ нахлынувшей дурноты, и с трудом выпрямился в седле, поворачиваясь навстречу уже подскакивающему новому врагу. Перекошенное яростью лицо, занесенный над головой огромный топор. Такой точно не отбить, да и не увернуться. Парень нападал пятками коню, пытаясь послать его вперед и проскочить мимо, минуя удар. Но тот, громко всхрапнув, почему-то решил иначе, поднявшись на дыбы и заставив Ярика крепко уцепиться ему за шею. Он засучил передними ногами, словно какой-нибудь выклянчивающий вкусняшку щенок, и пару раз заехал таки копытами по морде и шее вражеского скакуна. Вот это четкая двоечка! Восхитился юноша, видя, как замотавший головой конь врага, обиженно заржав, тоже вздыбливается, а его всадник, позабыв про удар, пытается удержаться в седле. Будешь у меня Тайсоном теперь! О, а вот ведь читерство подкатило! Все вокруг немного замедлилось, и Ярик, поймав, наконец, равновесие, приготовил соткнуть противника мечом. Но этого не потребовалось. Из придорожных кустов выметнулась невысокая фигурка в знакомой зеленой куртке и нелепом Малахайе. Один из мелькнувших кинжалов спорол подпругу на животе вражеского коня, а другой тут же воткнулся в поясницу, начавшего заваливаться назад война. Еще пара быстрых, даже при ускоренном восприятии ударов розчерков клинками, и сутулиная спина кобла вновь исчезла в зеленых зарослях. Проводив его взглядом, Ярик довольно хмыкнул и начал поворачиваться обратно, когда брошенный кем-то топор, скользнув лезвием по правой скуле, обухом врубился в лоб, с хрустом вминая кость и заставляя вылететь из седла. На землю он грохнулся прямо спиной. Да так, что весь воздух тут же покинул Лехия. Че-то не помогло нифига волшебство, только и успел подумать юноша, видя шагающего к нему с занесенным для удара мечом клокоша и потерял сознание. Эй, очнись! Сквозь трез в голове донеслось до него спустя какое-то время. Вставай, чего разлегся? То торопил меня, а теперь валяешься, то ты подниматься не хочешь. Эй, братец, на репетицию опоздаем. Ну, треснулся башкой, когда упал, но не сильно же. Был бы мозг, было бы его сотрясение, а так только ступеньку чуть не проломил. Вставай, говорю. Сестра потормошила его за грудки и похлопала по щекам, отчего голова тут же переполнилась болью. «С ума сошла!» Вяло отмахнувшись, еле просипел он из-за жутко пересохшего горла. «И чего у тебя голос такой противный?» «Он у меня с рождения такой». Девушка вновь затрясла его. «Давай уже, Яр, вставай, кишки застудишь, на земле валяющись». «На какой еще земле?» Прохрепел Ярик и, приоткрыв глаза, взглянул на сестру. «Фу, блин, гоблин». Замыляющийся во всю свою пилораму радостная зеленая рожа Геналда Алтриса. «Очнулся, слава Богу!» В поле зрения появилась настоящая сестра. «Как ты себя чувствуешь?» «Да примерно как Лунев после игры с испанцами в семнадцатом», скривился парень. «Башка гудит, глаз левый походу китайцы делали, узкий какой-то и не видит ни хрена, и в горле пересохла напрочь». «Это после зелья восстанавливающего. Миха тебя сначала заклинаниями подлечил, а потом мы решили и эликсир добавить». «Мы хоть победили, и что с остальными?» спросил он, провожая взглядом отошедшего в сторону кобла. «Все целы?» «Победили, победили!» Славка помогла брату приподняться и занять полусидячее положение. «Вы тут почти всех покрошили. Парочка, по-моему, сбежала. У нас только Путкинса немного ранило». Ярик покрутил головой. У костерка, к которому, оказывается, отошел кобл, и который, на взгляд парня, был разведен как-то слишком близко к месту давешнего побоища, устроившись прямо на земле, сидели мэтр с капитаном. А Гая стояла рядом на коленях и что-то намешивала в подвешенном на треногу котелке. «А баронет где?» «Да вон твой баронет у кустов лежит». «Это вон тот на ежика похожий». В стороне, куда Славка махнула рукой, лежало на земле тело с, наверное, почти десятком стрел, торчащим из него. А Гая постаралась. «Ну да, она как увидела, что он к тебе ломанулся, так и давай в него садить, как из пулемета, а он все идет и идет, знаешь, как я испугалась». «Так вы, женщины, вечной всего трагедию устраиваете». Немного криво из-за опухшей щеки улыбнулся Ярик. «Вон, отец в мае меня с парашютом прыгать возил, так мама потом при каждом удобном случае ему вворачивала, что он меня не любит и поэтому пытался с самолета скинуть». «Так правильно, мне и самой страшно было, когда я об этом услышала. А мне, прикинь, прыгать не страшно было. Я тогда другого боялся. Меня ж отец по чужим документам повез, под чужой фамилией. Да в семнадцати-то нельзя. Так я пока в самолет не зашли, такого страху натерпелся, что нас сейчас вычислят и выгонят нафиг. Шимиха. И зачем с него прыгать? Ну, Ярик неопределенно покрутил в воздухе рукой. «Это такой агрегат металлический, на котором можно летать высоко в небе, а прыгает с него с парашютом, чтобы с высоты на землю без вреда упасть». «Говорил, покачал головой Лишек, что у вас магии нет, а сами по небу летаете». «Так там и нет магии», отмахнулся парень. «Сплошная физика, я тебе потом объясню». «Славк, я вот чего подумал. У нас тут для этого зазеркального квеста знатная пати организовалась. Смотри». Он начал загибать пальцы. «И милишники есть, и бафер. Вы с Миха за Кастеров с хиллерами сойдете. А теперь еще и рога свой появился, и лукарь, да еще какой. Вон Агайя, как этих нубяр кайтела». «Ты, братец, кончай свои задротские закидоны», вздохнула девушка. «Тут не то, что Миха, даже я тебя с трудом понимаю». Сбоку затрещали кусты, и из зарослей выбрался какой-то весь взъерошенный и хмурый Путкинс. Недобро зыркнув на Славку, он прошествовал мимо и устроился у костра между капитаном и Агайей. «Чего это он такой?» Ярик недоуменно глянул на сестру. «Случилось, что...» «Кто на тебя волком смотрит?» От костра с миской в руке в их сторону направился гоблин. «Есть немного», ответил за девушку ухмыльнувшийся Миха, и та смущенно порозовела. «Его, когда ранили, он ведь тоже сознание потерял. Капитаны, скажи Яре Славе, чтобы она, значит, на нем лечить тренировалась. Вроде как чужой, и его не так жалко, если что не так. Сестра твоя и начала создавать заклинания. А тут дядюшка Ижик подошел. Говорит, мол, Путкинс наверняка шпион имперский, специально за нами приглядывать посланный. И если помрет, нам это боком может выйти. И значит, надо его старательно лечить. Вот она и перестаралась, или напутала где-то. В общем, жахнула она по нему исцеляющим заклинанием, а оно немного не так подействовало. На ноги-то Путкин встал, да только просто у него обмен веществ сильно ускорился. Перебил Алишека Славка, окончательно краснея. «Ага, ускорился». Миха уже откровенно улыбался. Он последние часы только и делает, что ест, да потом в кусты бегает. Половину котелка уже сожрал и целую тропинку в кустах протоптал. «На-ка, Ярам!» Подошел Кобал и протянул парню миску, наполненную кашей с мясом. «Перекуси и ты. Надеюсь, у твоего веселого друга с магией дела лучше обстоят, чем у твоей сестры. И тебе не придется бегать по зарослям так же часто». «И я надеюсь». Ярику было смешно, но приходилось сдерживать себя из-за болезненного отека под глазом. «Что ж ты, Славка, накосячила так?» «Да не косячила я», вспыхнула сестра. «Я действительно старалась и думала, что все правильно сделала». «А я как-то в детстве гороха дикого наелся», совершенно серьезной миной заявил Гоблин. «И потом тоже думал, что все правильно сделал и только воздух немного испортил. А на самом деле штаны испортил. Пришлось выбрасывать, хотя они вполне еще хорошие были». «Ох!» Ярамир схватился за щеку, ответившую резкой болью на его попытку рассмеяться. «Славка, я думаю, он хочет сказать, что ты, как Путкинсова...» «Я сама знаю!» Оборвала его пунцовая сестра, что он хочет сказать. «И знаешь что, братец, будешь так ржать, я и тебя сейчас полечу!» Она хотела встать, но Ярик поймал ее за руку. «Ладно, извини, сеструк, не сердись. Главное, вот он живой, хоть и не совсем здоровый. А каша, кстати, вполне ничего». Он активно заорудовал ложкой, только теперь почувствовав, как сильно проголодался. «Гена, будь другом, принеси еще порцию». «Что-то я начинаю подозревать», покосился на него гоблин, поднимаясь, «что у вашего Миха со знаниями и умениями тоже не очень». И он отошел к костру, оставив рассмеявшихся друзей одних. Глава одиннадцатая Добавку вместо Геннелл Далтриса принесла Огайя. «Ну как ты?» протянула она парню миску. «Посижу с тобой». Ярик кивнул. Опускаясь, кореглазка слегка оперлась на его плечо. От этого прикосновения целый полк мурашек замаршировал куда-то сверху вниз по позвоночнику, сковывая мышцы шеи и спины, заставляя застыть, замереть и даже почти не дышать. «Все норм, живой», еле выдавил он из себя, с трудом отрывая от девчонки взгляд и переводя его на закопошившийся рядом сестру Илишика. «А вы куда подорвались?» «Позанимаемся немного». Славка поднялась, отрехивая с костюма прицепившиеся сухие травинки. «Пока дядь Каброн их сбор не объявил». «Ладно, поправляйся». «Пойдем, Миха». Они отошли, и Ярик вновь посмотрел на сидящую рядом девушку. «Слушай, тут такое дело...» Он немного покрутил головой, пытаясь побороть свое внезапное одеревенение и хоть чуть-чуть подсобрать в кучу мысли. «Я тебя поблагодарить должен и заодно извиниться. Обещал капитану присматривать за тобой, а получилось так, что это ты за мной присматриваешь, да еще и спасаешь. В общем, спасибо тебе». «Ха-ха, не благодари», рассмеялась она, снова положив руку ему на плечо. «По телу опять рвануло то холодящее, то заставляющее закипать кровь волна удовольствия. А притихшее было где-то в центре спины мурашки, радостно воспрянув, вовсю затоптались на месте, возобновляя нелепые параличи и сильно затрудняя дыхание. Впору было испугаться собственной реакции на девицу. «Нет, так-то люди грамотные. Понятно, что химия, гормоны и все такое, но не до такой же степени. Тут кто хочешь, струхнет». Однако к немалому облегчению со стороны груди неожиданно возник сгусток ничуть не менее приятной прохлады и, разлившись встречной успокаивающей волной, вернул телу подвижность, а мозгам способность соображать. «И не извиняйся», между тем, продолжила Агайя. «Тебе просто не повезло. А что до баронета, так у меня и свои причины были его к создателям отправить?» «А ты лучше ешь давай». «Капитан ваш и впрямь скоро собираться скомандует». «Хорошо, но тебе все равно спасибо». Ярий кивнул и взялся за кашу. «И за обед, кстати, тоже очень вкусно у тебя получается». «Я старалась», снова улыбнулась девушка. «Пойду я, наверное. Надо еще стрелы собрать, те, что не сломались. Ешь, набирайся сил». Не успела Агайя отойти, как ее место тут же занял Кобал. «Ты, Ярампа, осторожнее с девицей-то. Не нравится она мне». «И чем же?» удивленно посмотрел на него парень. «Цвет кожи недостаточно зеленый». «Все шутишь», покачал головой Геннардалтрис. «А я вполне серьезно. Вижу же, что не такая она, какой кажется. Чувствую я, она лишь снаружи вся красивая и мягкая, а внутри жесткая и опасная, изворотливая и ядовитая, словно змея». «Да ладно ты не загоняйся, все мы тут не те, за кого себя выдаем», усмехнулся Ярик. «Наверное, даже ты. Тут и к экстрасенсу не ходи. А что, может, ты и про других все видишь, расскажешь?» «А чего не рассказать? Расскажу. Вот, скажем, ваш капитан, прямой и твердый, как его собственный меч, будет вас защищать даже ценой своей жизни». «Честный и сильный, но не такой сильный, как ваш сестрой наставник. В нем не сила, в нем мощь, и он ее старательно прячет, и он тоже будет вас защищать, но не потому, что предан вам, а потому, что у него есть свои цели и интересы. Зато кто уж точно не предаст и не бросит, так это молодой оболтус, что учит магии твою сестру и заодно не сводит с нее глаз. Уж не знаю, что он за слуга такой, но ради этой девицы он их самому проклятому в гости наведается и глотку тому перегрызет. Кстати, сестре твоей он тоже нравится, но она отчего-то боится даже надежду ему подать, словно знает, что не сможет с ним быть. Хотя, смотрю, тебя это и не волнует совсем? Не, не волнует, мотнул головой Ярик. Сами разберутся, а Путкинс? Да тут и рассказывать нечего. Тоже будет вас защищать и приглядывать, пока это будет инструкциям соответствовать. Ну, а если что, перережет всем глотки и глазом не моргнет? Мне тоже почему-то так кажется. Теперь про меня давай выкладывай. Про тебя трудно что-то рассказать. Вижу, что молодой, отчего и ветер в голове и заноза в заднице. Но внутрь не могу заглянуть, не позволяет твой амулет, а он у тебя сильный и очень интересный, не злой, но и недобрый, холодный и очень знакомый. Гоблин вопросительно зыркнул на Ярика. Есть такая буква в этом слове? Парень коснулся рукой груди, где во внутреннем кармане куртки прятался корук, но рассказывать о нем не стал. Спросил. А про себя расскажешь? А то чем дольше тебя знаю, тем больше ты меня удивляешь. Какой-то ты сильно хитро закрученный гоблин. И кинжалами ты машешь, как Рафаэль, и видишь всех, как экстрасенс какой. Да изъясняешься не как дремучий лесной житель. Вон как мне все по полочкам разложил. По каким полочкам? Нет тут никаких полочек. И Рафаэля я не знаю никаких. Захлопал глазами кобл. Вечно вы человеки чего-то поновопридумываете. Ты кашу доел? Нет? Ну так доедай. Сейчас капитан уже собираться велит. Ярик хотел было возмутиться, но Тир Бронек и вправду поднялся от костра и объявив сбор начал раздавать всем указания. Минут через пять все были готовы. Костер погашен, вещи собраны, кони оседланы. Дядька Ижик, а этих не будем что ли хоронить? Поймал за локоть проходившего мимо него метро Яромир, указав на так и не убранные с дороги тела. Что, так и оставим? О, точно! Старый маг стукнул и так не оставим. Он развернулся и направился к Путкинсу. Подойдя, что-то негромко ему сказал, махнув рукой на трупы и, получив в ответ утвердительный кивок, вновь заспешил по своим делам. Путкин же, вынув меч и, подходя поочередно к каждому из павших людей баронета, скупым выверенным движением принялся методично отсекать им головы. Да твою ж, это что же он исполнять-то? Ярика, и до этого чувствовавшего себя рядом с покойниками очень неуютно, к тому же совершенно не понимающего, как это он еще и есть умудряется по соседству с ними, это планомерное действие окончательно выбило из колеи. Волна дурноты сдавила желудок, поднимаясь к горлу, и парень едва успел отскочить к кустам, куда и выплеснул только что съеденный обед. Рядом, словно вторя ему, с жуткими звуками прочищая внутренности, выворачивались наизнанку и Миха со Славкой. Вот же молодежь слабая на кишку пошла, ухмыльнулся повернувшийся к ним Путкинс. А я думал, Яр, ты ко мне присоединишься, вон и баронета тебе оставил, и этого твоего одноглазого, думал тебя порадовать. Только успокоившегося Ярика вновь развернула к кустам в неудержимом позыве, и он опять зашелся в рвоте, перемежающийся с раздирающим легкие кашлем. Что же гадство-то такое? — проскрепил он, прокашлившись и немного придя в себя. — Без этого что, никак было? Они что, оживут иначе? — Ну-ка, вытрись. Подошедший к обл протянул парню какую-то тряпку. — Конечно, не оживут, а вот в умертвие превратиться могут. — Так сожгли бы их к черту! — Нельзя здесь жечь, — остановился рядом капитан. — И внимание к себе привлечем, и пожар, значит, устроим. Все, прочухались? Давайте по седлам. И так подзадержали здесь. Того и гляди, еще какой беды дождемся. Все, ребятки, по коням. — Что, вот так вот их и бросим? — не успокаивался Яромир. — Вот так и бросим! Повернулся к нему Тир Бронек, забравшись на коня. — Ты что ж, Яр, думаешь, те двое сбежавших, они прямиком в кабак отправятся горе-обиду вином заливать? — Не стой, лезь в седло! Как бы не так! Они первым делом кинутся к барону, докладывать о том, что его наследничка, злые дядьки, значит, жизни лишили. И каким бы говнюком этот баронет ни был, для барона он родная кровинушка, надежа и опора. Так что соберет он отряд дружинников своих да за нами отправит, а точнее, за головами нашими. И в отряде том будут не пентихи деревенские. Капитан махнул рукой в сторону обезглавленных трупов, которых этот недотепа наверняка лишь вчера от цехи оторвал, да к себе в прихлебателе назначил. А настоящие воины, кучу ворогов, в боях положившие и вооруженные чем посерьезнее, а не как эти. И уже нас они, пусть и не сразу, но положат здесь, а головы своему хозяину, значит, для отчета свезут. И посему следует нам не похоронами тут заниматься, а на рысях от места этого уходить, да и желательно не по этой самой дороге. — Эй, Тан, есть тут куда свернуть, но так, чтобы и не заблудиться, и глаза всем не мозолить? — Не подскажу, Тир. Путкин скачнул головой. — Не настолько хорошо я места эти знаю. Если бы дальше по дороге поехали прямиком к мосту, а там и к Фалопу бы прибыли, а ежели свернем, даже и не знаю, куда нас вынесет. — Я знаю, Тир, замахал рукой Кобал. — Будет скоро развилочка, где можно свернуть, покажу. Конечно, опытного следопыта мы не обманем, но, может, повезет и все обойдется. — Ну вот, значит, и давай вперед. Путкин тогда с лошадьми, а мы с мастером Ижиком, как обычно, замыкающие. Все, трогаем, трогаем, рысью, марш, марш! Дорога, на которую они вскоре свернули, вихляла сквозь еще более густые заросли деревьев и кустарников и больше походила на чуть широковатую утоптанную тропу. Как раз пара всадников стремя в стремя и помещалась. Ехали быстро, почти не останавливаясь. А Гайя теперь скакала перед Яриком рядом с сестрой, о чем-то с ней тихонько переговариваясь, периодически хихикая и лишь изредка оглядываясь на парня. Его эти гляделки одновременно и радовали и почему-то раздражали. Почти всю дорогу он промолчал, не оболвившись ехавшим рядом Лишиком и парой слов. Только ближе к вечеру, когда перестало припекать солнце, от леса пахнуло сыростью, а вокруг стали кружиться здоровенные комары, досаждая своим противным гудением и постоянными попытками укусить, парень не выдержал. Слушай, Миха, прихлопнув у себя на лбу очередного наглого кровососа, Яромир повернулся к соседу. Что за монстры у вас тут? Им же волю дай сожрут напрочь вместе с конем. Откуда их столько? Так дорога уже несколько лик под уклон идет. Юный маг флегматично отмахивался от комаров и даже не думал удивляться их обилию. Скоро, небось, река или болотины вокруг. Вот и налетели. Обещал вдоль моря дорогу, а вместо этого какие-то болотины. Раздраженно буркнул Ярик. Где обещанная курортная зона? Так мы вдоль моря проехали еще, когда по степям скакали, повел рукой Лишек. Оно как раз чуть южнее было. Что ж мы рядом не проехали? Так там не проехать, болот еще больше. И комаров. У вас разве не так? У нас они даже самые крупные раза в двадцать меньше. А в городах дома, да еще и фумигаторы есть. Включил и не паришься. К тому же у нас сам дом на горе стоит, да еще этаж четвертый и сетки на окнах. Так что и без фумигатора редко зараза залетает. Вот оно что, донес сзади голос Путкинса. А я все в толк не мог взять, что с вами не так? Миха недоуменно посмотрел на Ярика, который от неожиданности аж поперхнулся и закашлялся, даже не зная, что ответить. Впрочем, младшему Тану ответы не требовался. Он подъехал к друзьям чуть ближе и радостно продолжил. Только теперь все сложилось. То-то я смотрю, больно странные выгорцы, неправильные. И у наставничка вашего спеси столько, что на десяток дворян хватит. И слуга у вас не как у нормальных людей. Это где ж видано, чтобы у простых дворянчиков целый маг, пусть и молодой, в слугах ходил. Правда, как слуга, он и делать-то ничего не делает. Вон даже девку пришлось для готовки брать. А вместо этого еще и магии сестрицу учат. Ну зачем, скажите, благородная девица, это магия? Разве что для развлечения? И что это за горские дворяне, которые при виде отлетевшей башки все кусты в округе опоганили? Да и сопровождать вас целый начальник стражи вызвался. Хотя, как ни странно, всего один. На пару секунд задумавшись, Путкинс поскреб подбородок. Но самое главное, вы оказывается на четвертом этаже живете. На четвертом? Да у нас лишь у одного императора дворец в пять этажей. Четыре же этажа не у каждого герцога есть. Но это если только стражевые башни в расчет не брать. Так в них, опять же, не живет никто, кроме стражи. В общем, я думаю, не простые вы горцы. И дворяне не простые. А как минимум, дети какого-то из боковых ветвей королевской семьи, может, незаконно рожденные, откуда-то тайно возвращающиеся в свои края? При этих словах у переглядывающихся юношей вырвался одновременный вздох облегчения. Но, как оказалось, был он совершенно преждевременным. А ведь это в корне меняет все дело. Младший Тан многозначительно наткнул в небо указательным пальцем. Это означает, что как родственники императора, пусть даже и очень дальние, вы можете являться претендентами на престол, которых не так уж и много, что в свою очередь вызывает необходимость поставить об этом в известность соответствующие органы и усилить за вами наблюдения для должной охраны. И я сейчас не понял. Посмотрел на приободрившегося имперца Ярик. Кто, кого и от кого охранять будет? А это не важно. Не столько юноше, сколько самому себе, кивнул Путкинс. Главное, что по пересечении границы мне следует тут же доложить начальству о своих выводах и дождаться соответствующих распоряжений. Ну, дожидайся, дожидайся, буркнул себе под нос Ярик, отворачиваясь от Тана и размышляя, что же теперь делать с этим Шерлок Холмсом. Но долго поразмышлять у него не вышло. Едущий впереди гоблин остановился и вскоре приблизившись к нему, весь отряд обнаружил перед собой довольно необычный и многочисленный торжественный комитет по встрече. Перегораживая тропу, в самом ее центре была свалена куча толстых веток. За ней располагалась пара десятков существ, очень напоминавших Геннарда Алтриса, только еще более мелких, и не зеленых, а серовато-бурых. В руках деревянные копья и луки. Из одежды какие-то непонятные тряпки и пучки травы. Возглавлял эту ораву забравшийся на баррикаду индивид в длинном грязном балахоне и очень знакомом Ярику по фильмам про индейца в головном уборе из разноцветных перьев. В руке он держал что-то вроде посоха, увенчанного некрупной рогатой черепушкой. «Ты что же, стручок ушастый?» заорал Путкинс оглянувшемуся гоблину. «Специально нас к своим родственничкам завел». «Ты пока ехал головой ни о какую ветку не бился? Или от лечения отшелось?» округлил глаза Кобл. «А может, просто от долгой езды натерло то место, которым ты обычно думаешь? Это не Коблы, а Кобли-ты. К тому же болотные. У нас с ними вражда извечная». «Что, своих невест лягух болотных поделить не можете?» не унимался младший танк. «А хоть бы и так», вступился за гоблина Ярик. «Тебе-то что, сам к ним приглядываешься?» Имперец недовольно зыркнул на него, засопел, но продолжать стал. В этот момент предводитель Коблитов что-то прогрыкал на непонятном языке и угрожающе замахал своим посохом. «Гена, что там орет этот чинганчгук пришибленный?» спросил Ярик. «Если коротко, то он предлагает слезть с лошадей, положить оружие и приготовиться стать праздничным ужином». «Вот ничего себе, как у него потребительская корзинка завышена!» Возмутился юноша, даже не обратив внимания на брошенный на него со всех сторон, удивленные взгляды и повернулся к капитану. «Что, дядька Броных, делать-то будем?» «Ну уж точно не к ужину готовиться!» ответил тот. «Если остановимся у завала, они сначала нас в подушечки для иголок превратят стрелами-докопьями и стыков, а потом и заросли навалятся и еще отверстий дополнительных наделают. Надо как-то прорываться, но лошади через завал не пройдут». «Может, развернуться и объехать?» спросила Славка. «Не получится!» покачал своей меховой шапкой Кобал. «Тут болото кругом, чтобы объехать, сильно далеко возвращаться надо, почти до той развилки». «Вот ты сусанин в натуре!» беззлобно проворчал Ярик, понимая, что гоблин не специально завел их в ловушку. «Миха!» Мэтр подъехал к своему ученику и вручил ему пузырек. «Это для увеличения энергозапаса. Ты должен будешь запустить в завал огненный кулак, да посильнее, и сразу же создать вокруг нас лютый вихрь. Думаю, если вольешь в него достаточно силы, их легкие стрелы будут нам не страшны. Справишься на скаку? Тербронек, есть идея?» «Постараюсь», кивнул парень, глядя на разворачивающегося к ним старого воина. «Ты не постарайся, а сделай. Мы все от тебя будем зависеть. И прежде всего Яр и его сестра». Миха кинул быстрый взгляд на Славку и снова кивнул. «Я понимаю». «Хорошо». Мэтр потрепал его по плечу и обернулся к стражнику. «Капитан, мы должны набрать скорость и попробовать проскочить завал сразу после того, как Миха ударит в него огненным заклинанием. Эту преграду он снесет, а отстрел попробует защитить барьером из лютого вихря. Только заводных лошадей придется оставить, иначе колонна все равно растянется так, что накрыть всех заклинанием не выйдет». «Зачем их оставлять?» возразил Путкинс. «Я потащу их сзади на привязи, пусть нам тыл прикрывают». Предводитель Коблетов что-то прокричал, нетерпеливо притопнув ногой и взмахнув посохом. «Торопит!» перевел Геннер Даутрис. «Говорит, дети дома голодные ждут». «Ну так скажи этому чучелу, что мы решаем, значит, кто у нас самый вкусный, что подправить его первым». Отмахнулся Тирбронек и ткнул пальцем в имперца. «Хорошо, тащи, глядишь, кого и вытащишь. Я пойду первым с мастером Ижиком. Миха и Кобл вы за нами. Или зеленый опять исчезнешь?» «Не!» замотал башкой тут. «Тут от меня в лесу пока пользы не будет. Слишком много их там может быть. С вами поеду». «Ну, спасибо. Так, за вами, девушки, стрелять сквозь вихрь бесполезно. Все равно не попадете ни огня шарами и ни стрелами. Если только кто прямо на вас выскочит. Так что просто будьте наготове и держитесь поближе к нам. Яр, Амир и Тан замыкающие. Все, построились. Миха, готов? Получив в ответ утвердительный кивок парня, воин вынул из ножен меч и послал коня вперед. «Тронулись! В атаку! Марш, марш!» Плотным, насколько это было возможно, строем, конники начали набирать скорость. Ярик последний справа, рядом младший там, впереди спина Агайи. Миха скакал за Славкой сразу за капитаном. Бурча что-то себе под нос, он выводил в воздухе рукой за корючки. Ярику но сейчас было не до экспериментов. Еще несколько взмахов руки и перед Миха в воздухе возник здоровенный диаметром, наверное, с колесо от отцовской Мазды огненный шар. С диким ревом он понесся в сторону баррикады, чудом не задев капитана и врубаясь в завал. Жуткий грохот и куча веток, раскиданная взрывом, мгновенно исчезла вместе с вождем Коблетов. Остальные его войны при этом тоже повалились на землю. Но из зарослей тут же полезли новые. Полетели и первые стрелы. Правда, немного не долетев, плавно сменили свою траекторию, уйдя куда-то левее. Только сейчас Ярик заметил, что вокруг их отряда вертится поднятый с земли мусор. Листья, трава, мелкие веточки все это сейчас проносилось мимо на высокой скорости, кружаясь против часовой стрелки и обозначая границы защитного заклинания. Под ноги метровской лошади выскочила пара коблетов с занесенными для удара копьями. В грудь первого коротышки мак разрядил самострел. Второму тем же самострелом словно дубинка прилетела по голове. Капитан, скачущий от метра слева, тоже уже вовсю размахивал мечом, с громким хеканьем кого-то коля и рубя. Ткнул своим кинжалом в одного из сунувшейся навстречу аборигенов и Геннер Далдрис. скачущую следом Огайи. У Ярика даже ёкнуло что-то внутри. Однако девушка, пригнувшись и скользнув вбок за спину лошади, от удара ушла, и парень облегченно выдохнул, полоснув по супостату мечом и отбросив его этим ударом с дороги. Слева от Огайи в кого-то в упор зарядила фаерболом сестра, видимо, прикрывая Миха, сосредоточившегося на поддержании заклинания. Некоторые стрелы и копья всё же преодолевали его барьер, но пока серьёзных ран никому не наносили. Отряд монолитным строем нёсся вперёд уже галопом, бешеным носорогом сметая всех на своём пути. Время и без всяких магических микстурок то растягивалось словно резиновое, то очередным вывертом ускоряло свой бег и несло как угорелое. Вот сейчас оно взбрыкнув взяло и превратило весь мир в замедленную киноленту. Как ни погоняй коня, словно на одном месте скачешь. Ещё немного, ещё, и место завала наконец-то остаётся за спиной. Но попытки напасть всё не прекращаются. Матор так и отмахивается самострелом, круша вражеские черепа его металлическими плечами-дугами. Треск стоит, как в бильярдном зале. Гоблин же двигается намного изящнее, ловко вонзая свой кинжал во всех, до кого дотянется. Ярику тоже удается достать нескольких противников. В последнем клинок застревает и, дёрнув, выворачивает руку. Запястье взрывается болью, но меч невероятным образом остаётся в ладони, лишь чудом не выскользнув из неё. Очередного коблета, оказавшегося в опасной близости, приходится отбивать выдернутой из стремени ногой. Отдача у пинка такая, что парня чуть не выносит из седла. Хорошо, хоть Тайсон красавчик идёт в галопе миха. Прилетевшее копьё раздирает ему плечо. Стена вихря резко приближается, завывая уже прямо за спиной Ярика, но совсем не исчезает. Миха умудряется удержать заклинание, лишь немного его ослабив. Хотя и это тут же отражается на отряде. Одну стрелу ловит в ногу метр, вторая вонзается в бок капитану. Ойкает сестра, ещё одна стрела оставляет борозду на её щеке. Адреналиновая волна, захлестнувшая Ярика с головой, в который раз щёлкает временным переключателем и заставляет юношу видеть и слышать почти всё происходящее вокруг. Ужасно необычно и волнительно до дрожи, но времени разбираться и ковыряться в своих чувствах нет. Сбоку вдруг зашёлся в яростное руганье Путкинс. Это прилетевшее копьё, проткнув ногу, вонзилось в бок лошади. Древ катан выдернул, отбросив в сторону, но его лошадь начала сразу же отставать, выводя и себя, и своего седока из зоны действия вихря. Ярик придержал коня и, дождавшись им перца, протянул ему руку. Давай, Тан, перебирайся! Хана, похоже, твоей кобыли, а на заводную бесседла ты с такой ногой сам не переберёшься и не удержишься! Да брось ты уже этих лошадей! Мимо просвистело несколько стрел. Похоже, отряд проскочил таки основные силы противника и все враги остались только сзади, так что хотя бы копий можно было особо не опасаться. Выпустив поводья заводных, Путкинс без долгих уговоров перелез за спину парня и вцепился руками в его пояс. Тайсон, пошёл, пошёл! Ермир нападал каблуками и конь вновь рванул вперёд, с трудом набирая скорость и догоняя ушедший вперёд отряд. С левой зарослей выскочила парочка коблетов и бросилась им на перерез. Тайсон, увидев их, сердитов схрапнул и, сменив направление, сам ломанулся нападающим навстречу. Те, наверное, даже испугаться не успели, когда конь снёс их с дороги, даже не замедлив бега. Ещё несколько стрел рассекли воздух совсем рядом с ними. И ещё. Ругнулся несколько раз сбавил скорость. В правую икру вонзилась стрела, и опираться на стремя стало просто невыносимо больно. Имперец зараза навалился всем телом на Ярика и, перестав держаться за пояс, стал сползать на правый же бок. Пришлось отпустить поводья и, перехватив руки Тана, удерживать его самому, подвывая от боли и наклонясь влево, чтобы хоть как-то удерживать равновесие. Тайсик, родненький, ты только не тормози! Парень держался из последних сил. Конь, чуть свернув голову влево, косил на него влажным лиловым глазом и продолжал догонять отряд. Время снова будто застопорилось, превращая скачку в бесконечную пытку. Оглядывается сестра. Поперек левой щеки багровая полоса с коркой засохшей крови. Широко распахнутые глаза сверкают то ли яростью, то ли азартом. Натягивает поводья, тормозя своего коня. Несколько секунд и она уже рядом. Старается скакать вровень с Яриком и протягивает руку, подталкивая и пытаясь выровнять его в седле. Нет, перестань! кричит он. Я так свалюсь! Держи лучше Тана! Девушка тянет имперца на себя и скакать становится легче. Все, сдохло заклинание! Это Миха оказывается неподалеку. Кто б сомневался, как же он славк-то оставит? Как вы тут? Сколько крови на вас? Тут же прилетает исцеляющее заклинание, добавляющее немного сил, но не снимающее боль с раненой ноги. Спасибо, Путкинса подлечи! Уже кивает Лишек. Внезапно заросли по бокам резко расступаются, выпуская отряд на широкий простор, поросший изумрудной травой долины, плавно понижающийся и упирающийся вдали в неширокую полосу танк впереди снижает скорость, переходя на рысь. Сзади доносится топот. Несколько лошадей из заводных наконец-то догоняют растянувшуюся кавалькаду громким фырканем, выражая свою радость от воссоединения с остальными. От леса, кажется, убрались достаточно далеко. Никакая коблицкая стрела не долетит. Лошади, утомленные гонкой и уже неподгоняемые своими наездниками, сами с собой сбиваются на шаг. Ну, все, значит, привал, машет рукой капитан, и все, вроде даже и лошади, вздыхают с облегчением. Мих, помоги Тана спустить! Ярик опускает им перца. Тот бесчувственным кулем плавно валится на руки быстро подскочившего Лишика и подбежавшего к нему Генардалтриса. Вдвоем они кладут Тана на землю. На бок, на спину не положить, в ней застряло аж целых три стрелы-коротышек. Теперь можно и самому с коня попробовать слезть. Напряжение немного отпустило, и мир поплыл по волнам времени, плавно успокаиваясь и слегка покачиваясь под ногами. Вынув раненую ногу из стремени, Яромир аккуратно, чтоб не зацепиться стрелой, перекинул ее через коня и потихоньку на животе сполз с седла. Спустившись на левую здоровую ногу и прыгнув пару раз на ней, чуть в сторону, уселся на траву, кривясь от боли. Конь повернул к нему голову и недовольно всхрапнул. Сейчас, дружище, подожди немного, сейчас я тобой займусь. Как мы тебя кровью-то всего заляпали? А это что еще у тебя? Из задней части бедра Тайсона торчала стрела. Бедный мой, как же ты нас только тащил-то с такой ногой? Позабыв про собственную рану, парень вскочил и ринулся обратно к коню. занимается, ему не привыкать, а у меня тут Тайсон ранен. Лишек взглянул на подошедшего метра. Тот согласно кивнул, отсылая его взмахом руки прочь, сам же подсел к гоблину, который с помощью ножа пытался вытащить из спины имперца очередную стрелу. Миха отошел к Ярику, а старый маг наклонился к лицу Тана, прикоснулся рукой к его шее, нащупывая пульс, выпрямился, отстраняясь и отрицательно покачал головой Ярославе, сформировавшей лечебное заклинание и уже собиравшейся применить его. Не нужно, маг поднял голову, вглядываясь куда-то ввысь. Создатель, прими дитя свое. Тяжело поднялся и кивнул девушки на ее брата, обернувшегося и сейчас вместе с Миха недоуменно смотревшего в их сторону. Вон его личи, а тут уже все. Пойду-ка я лучше остальных коней посмотрю. Как все? Как коней? Казалось, наполняющиеся слезами глаза Ярославы стали еще больше, чем прежде. Атан, дядюшка, ну, может, эликсир ему влить? Какой эликсир? Отмахнул Саметер. Отмучился Тан. Да хоть какой-нибудь. Из-за грани его уже никаким эликсиром не вытащить, разве что в нежить обратить. Он отошел, а замолчавшая Славка так и осталась стоять столбом, замершим взглядом и слезами, скатывающимися по щекам. Кобал, вытащив последнюю стрелу из стана, тоже поднялся, подошел к застывшим возле Тайсона парням. Встав на цыпочки, отвесил подзатыльник Миха, подтолкнув к девушке. Второй плюхой оживил Ярика, отправил его придержать коня за узду. Сам что-то потрогал, пощупал вокруг Тайсоновой раны и одним резким движением выдернул, к счастью, совсем неглубоко засевшую стрелу из ноги животного. Конь коротко ржанул, дернулся, переминаясь с ноги на ногу, но тут же успокоился и положил голову на плечо парня, благодарно обхватившего его за шею. А Миха в этот момент, подойдя к девушке, что-то тихонько принялся ей наговаривать, склонившись к самому уху и слегка приобняв за плечи. Какое-то время та совсем никак не реагировала, похоже, даже не замечая его присутствия рядом. Потом пару раз громко всхлипнула и, повернувшись к Лишику, уткнулась лицом ему в плечо, прижавшись и часто вздрагивая от нахлынувшего плача. Прихромал Ярик, похлопал легонько по спине Миха и погладил сестру. Потом закрутил головой, вспомнив про Огайю и пытаясь найти ее взглядом. Оказывается, девушка до сих пор так и не покинула седла. Держа лук на готове, она вглядывалась в оставленную позади кромку леса, видимо, проверяя, не появятся ли заросли остатки воинственных коротышек. Рядом с ней также на коне восседал капитан Бронек, поглядывающий не только на лес, но и во все остальные стороны. «Эй, я рам!» заскрепил за спиной Кобал. «Так и будешь с палкой в ноге ходить? Смотри, она там корни пустит, совсем не вытащить будет. Садись давай на землю, будем извлекать». «Вот, аккуратненько, усаживайся и ногу вытягивай. Да тебе повезло, больше даже, чем коню твоему. Хорошие сапоги у тебя, прочные, не дали лезвию глубоко войти. Так, самым кончиком тебя попортило». «Ага, хорошие», буркнул парень, «плюс пять к защите». Геннардалтрис взялся одной рукой чуть повыше стрелы, очень больно, до искры с глаз, сдавил ногу и, навалившись на нее всем своим весом, полностью перегородил юноше обзор. «Ежики колючие!» Ярик вытянул шею, пытаясь разглядеть, что там вытворяет этот зеленокожий садюга. «Ты сплющить меня напрочь, что ли, решил?» «Не шипи», распрямляясь, буркнул гоблин. «Все, вытащил, вот твоя стрела, теперь будешь на свадьбе как новенький отплясывать, если сейчас, конечно, будущие молодожены друг от друга отвлекутся и подлечат тебя хоть немного, а заодно и коня твоего». «Дурак!» шмыгнула носом, отстраняясь от Миха сестра и повела в сторону брата рукой, причем почти одновременно с Лишиком, занявшимся лечением Тайсона. Юрамир даже не понял, это она так быстро новое заклинание сформировала или умудрилась предыдущее удержать и не развеять. В любом случае можно было быть уверенным, что ее мастерство здорово подросло. На этот раз боль в ноге ушла почти мгновенно. Вот вроде только что и ступить на нее невозможно было, а теперь хоть и вправду отплясывай. «Спасибо, Миха! Слав, спасибо!» Ярик подошел к сестре и обнял ее. «Ты у меня молодец!» «Да какой я молодец!» Подняла она голову, глядя в глаза юноши и явно собираясь снова разреветься. «Я же натурально протупила, ты понимаешь? Я протупила!» «Когда ехала и просто держала его, а должна была лечить и лечить. Может быть, он тогда и выжил бы». «Ты давай заканчивай, это не твоя вина. Ты же нифига не маг, даже не ученик мага. Ты еще не можешь действовать на автомате, полагаясь на магию, как на собственные руки и ноги. Ты правда молодец!» «И я поражаюсь, как ты держишься!» «Как справляешься со всем, что с нами произошло и что происходит в этом долбаном иномирье». «Да, конечно, скажешь, тоже справляюсь. Вся на измене да на истерике. Это ты, вон, все с тебя как с гуся вода. Вечно твои шуточки дурацкие, где надо и где не надо. Ладно, я тебя знаю. Ты когда накосячишь что-нибудь или просто волнуешься, не в меру балаболить начинаешь. Да так, что даже я порой сомневаться начинаю, не дебил ли ты у нас. Хорошо, хоть сейчас поспокойнее стал, будто повзрослел. Просто я, сестренка, поначалу вообще все это воспринимал как какую-нибудь РПГшку. Типа игра с полным погружением. Сейчас думал прокачаемся, уровней наберем, умений понахватаемся, прошвырнемся поэтому за зеркалью и покрошим тут все в капусту. Да вот только сейчас доходить начало, что покрошить-то и нас могут. А респы здесь нет и сохраниться тоже не получится. И что-то как-то мне очень неуютно от всего этого. Я и хохмить-то начинаю, чтобы с собственными страхами справиться. Или ты думаешь, что я не боюсь ничего? Боюсь. Еще как. Только смысла нет просто бояться. Нужно выбираться из этой задницы, в которой мы оказались. Так что давай-ка, сестренка, сжимаем зубы и рвем когти. И стараемся прежде всего выжить, а уж потом домой вернуться. Если ты, конечно, еще не передумала и замуж за местного волшебника не собралась. Еще один дурак. Сделала вид, что рассердилась и стукнула кулачком в грудь брата Славка. Несете тут чушь всякую. Ярик ухмыльнулся и, тоже сделав вид, что не заметил кинутого на миха быстрого взгляда сестры, выпустил ее из своих рук. Все в себя пришли! Пробосил сверху со своего коня капитан. Давайте, значит, грузите младшего Тана, сами по седлам, лошадей всех собираем и вперед. Не гоже тут надолго оставаться. Скоро вечереть начнет. По светлу-то коротышки может и не сунутся сюда за нами, а ночью пренепременно припрутся. Так что неплохо было бы до реки успеть до ночи добраться. А того лучше на тот берег, значит, переправиться. Глава двенадцатая Хрустнула ветка. Из темноты окруживших поляна густых зарослей выдвинулось жутко угрюмое лицо мертвеца. То самое, так сильно въевшееся в память и никак не дающее покоя лицо баронетского воина, изуродованное его Ярикой мечом. Правая глазница с торчащими из подорваных лоскутов серой кожи острыми обломками костей запечатана черной кровавой коркой. Левый же глаз отчего-то совсем лишился радужки. И теперь отражающий всполохи костра он еще и наполнился зловещим багровым блеском. Рука мертвеца, сжимающая меч, стала подниматься вверх и, вытянувшись вперед, будто стрелка компаса замерла, направив острие клинка точно на парня, дежурившего у огня. Одновременно с этим голова воина тоже чуть повернулась и, вперевшись у мальчишку единственным глазом, тут же украсилась расползшаяся по изродованному лицу и враз захолодившая душу довольной ухмылкой. Ничего себе сюрпризец! Яромира аж передернула от такого зрелища, и он попытался нащупать рукой лежащий где-то ряда меч. Как ни странно, оружие он не обнаружил. С трудом оторвав взгляд от мерзкой улыбки у мертвия, юноша зазирался вокруг, не понимая, куда мог запропаститься клинок. Вот ведь буквально только что прошелся по нему оселком и отложил в сторону, доставая тряпицу для полировки. Надо хоть остальных разбудить. Он хотел крикнуть и предупредить друзей об опасности, но из горла не смог вырваться ни один звук. Этого еще не хватало. Что за фигня такая с голосом? Куда ж ты подевался-то? Меч все не находился, а сияющий радостью мертвец, вышагнув из зарослей, чуть пошатываясь неспешно, направился слегка вихляющей походкой прямиком к мальчишке, при этом неуклюже перешагивая через его спящих товарищей и, к счастью, не обращая на них никакого внимания. И хоть даже не шелохнулись, хотя мертвец разок запнулся об капитана, а мэтру и вовсе наступил на руку. Может и правда околдованы? Юноша, поднявшись на ноги, сунул руку за пазуху и вынул корук, направил его на мертвого воина и, сосредоточившись, черканул воздух крест-накрест. Ничего! У мертвия явно не впечатлилось такими манипуляциями, лишь только заухмылялось еще радостней. По телу разлилась противно холодящая волна страха. Хьюстон, у нас проблемы! Ярик, осторожно ступая, чтобы, не дай бог, не свалиться, попятился назад от почти подошедшего к нему ожившего трупа. Что же делать с тобой, дядя? Спина мальчишки внезапно уперлась в ствол дерева, а глаз мертвеца торжествующе полыхнул яростным огнем. Из горла трупа раздался пугающий своей нереальностью а сам он начал поднимать меч, замахиваясь для удара. Делал он это так же, как и шел до этого, медленно и неуклюже. Наверное, это был сейчас единственный шанс спастись, кинуться ему навстречу и попытаться ножом ткнуть сердце или рубануть по горлу. Кто же знает, как с этими умертвиями бороться? И чего растяпа у мэтра не поинтересовался? А была не была. Парень оттолкнулся от дерева и попробовал ринуться на неприятеля, целясь коруком в горло. Но ноги словно в болоте увязли, отказывая шевелиться. Это что, ускорение сработало? Метнувшаяся была вперед рука с ножом, теперь тоже словно сквозь толщу воды прорывалась. А вот мертвец нет, не замедлился ни на капельку. Его занесенный над головой меч уже начал свое движение вниз наискосок, грозя рубануть мальчишку прямо по шее. И Ярика тут же посетила осознание того, что он ничего не успевает сделать. Даже увернуться не получится. И ноги, и руки словно ватные стали, напрочь отказывая слушаться. Во попал! Все-таки колдовство какое-то. Но почему кинжал не помогает? И как заставить тело работать? Все, что удалось сделать, это пытаясь отодвинуться, чуть отклонить голову вправо. Больше он ничем себе помочь не мог. Оставалось только стиснуть зубы и зажмуриться, чтобы не видеть это неотвратимое приближение вражеского меча. С громким стуком меч врубился кончиком в ствол дерева, остановившись в миллиметре от шеи. Ярик дернулся в последней надежде уйти от неминуемой гибели. И внезапно почувствовал, что смог шевельнуться, а теперь падает, грохнулся на землю, почему-то вдруг оказавшуюся даже не землей вовсе, а деревянным полом. Привстав на локте, он обнаружил себя лежащим на прикроватном коврике в номере постоялого двора, где они вчера остановились на ночлег. Кинув взгляд на Миха, дрыхнувшего на соседней койке и ничуть не побеспокоенного грохотом его падения, парень чертыхнулся и вновь забрался в постель. Вчера, пока добрались до реки, пока дождались и погрузились на Большой, вошли все вместе с лошадьми, еще и место осталось паром, пока переправились, уже начало вечереть. На берегу, оказавшемся уже территорией империи, их встретил наряд стражников. Они же и припроводили путников в небольшую крепость форт неподалеку. Въехав приоткрытые ворота под сигнальное обрямкание небольшого колокола, компания тут же заполнила собой весь и без того непросторный дворик. Не успели они спешиться, как на крыльцо главного здания вышел весьма колоритный персонаж. Дед, наверное, лет под сто. Лицо, словно тщательно смятый лист бумаги, все в морщинах. Совершенно седые волосы и борода. Китель на груди весь увешан блестящими медальками, на рукаве куча нашивок в виде полосы звездочек. Вместо левой ноги чуть ниже колено деревяшка. Сразу видно, что это вояка, прошедший, как говорится, огонь и воду. Не захотел, видать, дед в отставку выходить, вот и нашли ему тихое место для спокойной службы. Однако, несмотря на почтенный возраст и потерю ноги, бравый старикан отнюдь не выглядел уставшим от жизненных перипетий и мечтающим о покое. Напротив, он был бодр и, похоже, весьма деятелен. Стоя над возвышающимся над землей крыльце и опираясь одной рукой словно на трость на свой меч, а другой, уперевшись в бок, дед взирал на прибывших гордым орлом, нахмурив брови и слегка свернув голову на бок. Того и гляди, сердито кликотать начнет. Но нет. Изучив покидающий седла отряд, он скользнул взглядом по девушкам и гоблину, по молодым людям, явно заметив баронский знак Яромира. Затем тщательно всмотрелся в мэтра и капитана, слегка кивнув последнему, словно признавая в нем равного себе. Еще раз окинул всех быстрым взглядом и обратился к Ярику на удивление зычным басом. Я старший тайн императорской стражи Васи Скотч. Тебе необходимо пройти ко мне в кабинет. Твои люди пока подождут во дворе. Он резво развернулся на деревянной ноге, напомнив юноше ученический циркуль и оставив за собой открытую дверь, шагнул внутрь помещения. Ярих сунул по воде своего коня, стоявшему рядом Миха, и взбежал по ступеням крыльца. Ты должен ответить мне на некоторые вопросы. Обратился к нему уже усевшийся за большой конторский стол старший Тан, после того, как парень прикрыл за собой дверь. Я же обязан предупредить, что правдивость твоих слов будет проверена с помощью ока истины, и при обнаружении попытки солгать, ты и твои люди будут либо преданы имперскому суду, либо выдворены с территории государства. Дед откуда-то вытащил некрупный, чуть больше апельсина хрустальный шар нарезной деревянной подставке, водрузил его на центр стола и положил сверху ладонь. И отчего будет зависеть решение? Разглядывая местный магический аналог детектора лжи, Ярик подошел поближе и без приглашения уселся на стоящий рядом свободный стул, вальяжно откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. Оттого, о чем ты солжешь, зыркнул на него дед. Еще у тебя вопросы есть? Парень пожал плечами и, помотав головой, улыбнулся. Подумалось, что сейчас прозвучит «Вопросы тут задаю я», но нет. Хорошо, кивнул старший танк. Назови себя. Яромир из рода Орловых. Для чего прибыл на землю императора? Мы здесь просто проездом. Двигаемся в сторону срединного хребта. Пока все верно. Удовлетворенно закивал старикан и вдруг вперился в Ярика пронзительным взглядом голодного волка. Имеешь ли ты какие-либо злые умыслы против императора или его семьи? Нет-нет, что ты? Округлил глаза юноша. Все, что мы хотим, это побыстрее попасть домой. И ваш император нам совершенно неинтересен. Старый Тан неодобрительно хмыкнул и выдал. Не стоит так неуважительно отзываться об императоре, если, конечно, не собираешься провести двадцать лет на каторге. Да нет, напрягся и даже немного испугался Ярик. Я со всем уважением, просто нам не до императора сейчас, домой сильно надо. Пусть так, согласился Тан Васис. Продолжим. Откуда ты родом? Из Верхнегорска. Где это? Ни разу не слыхал такого названия. Небольшой город на восточной стороне Уральских гор, который у нас еще называют Каменным Поясом или Уральским Хребтом. Горит, значит. Юноша в очередной раз пожал плечами. Ну, можете и так называть. Кто с тобой еще? Моя сестра Ярослава, наши учителя и наставники, а также нанятая служанка и кобал. Было тут тонкое место. И Миха, фехтованию самого Ярика. А вот относительно Мэтра небольшие сомнения были. Правда, недолго. Старый маг ведь обучил их языку. Обучил. Да и потом про мир этот рассказывал и советы разные давал. Так что когда парень после секундных раздумий уверенно выдал ответ, дед даже ухом не повел. Ну, в смысле, шар на ответ никак не среагировал, а старший Тан остался этим вполне неудовлетворен. Про Кобла вопросов он не задавал, а про Огайю Ярик и сам особо ничего не знал. Затем дед, состроив недоверчивую физиономию, спросил, нет ли у них с собой чего-либо запрещенного к ввозу на территорию империи. Но поскольку никто парню не оглашал список этого чего-либо, он с чистой совестью, в который раз пожав плечами, ответил, что нет, ничего нет. После чего прозвучало несколько вопросов о том, какая погода была в пути, холодно ли зимой в горах и не болел ли кто в дороге. Спросил старший Тан и о цене такого чудесного коня, что был под седлом у Яра Амира. На что тот опять же совершенно искренне ответил, что понятия не имеет, потому как этот красавец достался ему в качестве трофея и настоящей цены коню он не знает. А что за труп вы с тобой везете? Резко сменил тему вмиг посуровивший Тан Васис и аж вперед наклонился хищно вглядываясь в реакцию на свои слова. Младшего Тана Путкинса тут Ярику скрывать точно было нечего, вот он и остался совершенно спокоен. Подданный империи? Глаза у деда загорелись, словно он в дорожной пыли вдруг золотой империал углядел. Полное имя? Не знаем мы полного имени. Нам этого Путкинса один ваш дипломат в сопровождении переспособствовал. Вот он нас защищая и погиб. Можно сказать спину мне собой прикрыл и отстрел вражеских спас. Так мы его к вам в империю везем, чтобы властям передать и похоронить достойно. Все время пока Ярик говорил, старший Тан то с явным подозрением внимательно его разглядывал, то тщательно прислушивался к ощущениям в руке, лежащей на шаре. Так кто, говоришь, на вас напал? Коблеты, мелкие такие серые противные твари. Большой отряд. Пытались перекрыть дорогу, но мы прорвались, совсем недалеко от переправы. Большой отряд? Удивленно переспросил дед. Странно. Обычно они в большие отряды не собираются. Сидят по своим болотам и на людей почти не нападают. Только если те сами к ним не суются. Ну не знаю, на нас напали, с чего мне выдумывать? Да вижу я, что не выдумываешь. Старший Тан убрал ладонь сока. Ярику показалось, что с каким-то даже разочарованием, словно ребенку конфетку показали и не дали. Отвалившись на спинку стула, потеребил свою бороду. Но тут ведь вот какое дело. У нас по факту есть смерть императорского офицера, а это требует дополнительного расследования и проверки. И это не в моих полномочиях, развел он руками. Нужно дознавателя из города вызывать. И тебя, Яр Амир, с людьми твоими я должен задержать здесь в гарнизоне и не выпускать до окончания расследования. Поскольку ты и твоя сестра из благородных, заключать под стражу я вас не буду. Но ты дашь честное слово, что ни ты, ни твои люди до появления дознавателя крепости не покинете. Он опять положил руку на шар и убрал ее лишь после того, как Ярик подтвердил обещание. Ну что там? Обступила парня вся компания, когда тот, покинув кабинет старшего Тана, вновь оказался на улице. Задал несколько вопросов и сказал, что из-за Путкинса нужно какого-то дознавателя дожидаться. Я пообещал, что до его приезда мы не сбежим. Не нравится мне это, почесал заросший щетиной подбородок Мэтр, обменявшись тревожным взглядом с капитаном. А ну как узнают чего лишнего? Да чего же они узнать могут? Удивился Геннер Далтрис. Но и стыкали эти болотные отродья младшего Тана стрелами. Так не мы же. Ну да, ну да. Все так же задумчиво покивал ему старый маг. Здесь к нам сильно не подкопаться. Да ладно, дядька Ижик, махнул рукой Ярик. Здесь перед оком истины отбрехался и перед дознавателем выкрутимся. Как говорят умные люди, давайте будем переживать неприятности по мере их поступления. И то правда. Встряхнул сам Мэтр и повернулся к крутившемуся поблизости какому-то стражнику. Эй, уважаемый, нам тут велено в вашей крепости временно разместиться. Подскажи-ка, где можно коней обустроить, самим переночевать, да и вот тело младшего Тана куда-нибудь определить. Отчего не подсказать, подскажу. Воин тут же переместился поближе и на его физиономии расцвела довольная улыбка заправского прощелыги. А за пару серебрушек на пиво и сам вас провожу. Немноговато ли тебе на пиво будет? Скептически поднял бровь капитан. Так я ж не один пить буду. Возмущенно выпучивший глаза стражник уже успел подхватить поводья Тайсона, отобрав их у Лишика. Пойдем, отведу вас через конюшню до двора гостиного. Там и сами заночуете и для покойничка место найдете. И вопросительно глянув на Яромира, протянул к нему руку, сложив ладонь ковшичком. Иди давай! Сунув вместо Ярика две серебряные монетки в войну, проворчал старый маг. С удовольствием, почтенные! Стражник, раздвигая народ плечами, прошел сквозь их компанию и направился за угол здания. Но не успели свернуть в проулок, как уперлись в широкую спину остановившегося Хитрована. Вот тут, значит, и конюшня будет, указал он рукой налево на длинную одноэтажную постройку. А прямо за ней стало быть и наш гостиный двор будет. Не ошибетесь. Хозяин вас ждет уже. Мертвеца к нему же в ледник определите. А мне, извиняйте, более некогда, служба. С этими словами он сучил поводья рядом стоящему с открытым ртом Ярику и тут же растворился в сгущающейся темноте. Вот тебе и выспался, проворчал парень, забираясь обратно на кровать и потирая ушибленный локоть. Что за сны такие гадские? Он посмотрел на похрапывающего на соседней койке Лишика, на свернувшегося калачиком в углу возле дверей и укрывшегося какой-то дерюшкой спящего Геннардалтриса, обделенного хозяином гостиницы нормальным койко-местом, несмотря ни на какие уговоры и посулы. Неизвестно, обидело ли Гоблина такое к нему отношение или нет, внешне он остался совершенно спокоен и выразил желание переночевать все так же на конюшне. Но Ярик потребовал с хозяина дополнительный набитый соломой матрац и настоял на размещении кобла на ночь в своей смихо-комнате. И вот сейчас оба его соседа продолжали приспокойно дрыхнуть, а у него сна ни в одном глазу больше не было. За окном только-только начинало светлеть, и до запланированного подъема решивших хорошенько отоспаться путешественников оставалось не меньше пары часов. Ярик тяжело вздохнул, поворотился на кровати, ища позу поудобнее, закрыл глаза и попробовал уснуть. Однако перед глазами сразу же возникло перекошенное злобо лицо мертвеца и его жуткий, не мигающий, играющий кровавыми отблесками единственный глаз. Да ну его нафиг! Решил юноша, откинул одеяло и уселся, свесив с кровати ноги и поеживаясь от предрассветной прохлады. Клешему такие мультики! Натянув штаны, сапоги и куртку, он тихонько отворил дверь и покинул номер. Стараясь не шуметь, прошел по коридору, спустился в трохотном отдельно стоящем домике располагалось отхожее место. Ай, удобство во дворе! Позевывая, он вошел внутрь и поморщился от застоявшегося запаха. Уборная системы очко, прям Russian Country Tradition. Не могли в доме все организовать. Настроение было не к черту. Да к тому же теперь еще и есть захотелось. Поэтому, покинув туалет, парень, все так же ворча себе под нос, направился в обеденный зал. Тем более, что на кухне, как оказалось, вовсю уже бурлила жизнь. Злякала посуда, переговаривались повара, а на плите уже что-то шипело и шкварчало. Правда, готового еще ничего не оказалось, и перекусывать пришлось оставшимся с вечера пирогом с мясом и чем-то еще, вроде капусты. Вполне себе ничего и даже вкусно. Особенно, когда доносящиеся с кухни запахи так и раздразнивают аппетит, а выбора все равно никакого нет. Позавтракав, он вышел на улицу и, заинтересовавшись доносящимся откуда-то негромким металлическим перезвоном, отправился на звук. Оказалось, на плацу вовсю шла тренировка стражников, разбившихся на пары или тройки и мутузивших друг друга кто чем и во что гораст. Ерик разглядел и мечи и пики и еще что-то напоминающее какие-нибудь бердыши или протазаны. В общем, оружие было много всякого и разного и владели им стражники весьма умело. Юноша, усевшись на скамейку с краю площадки, даже загляделся на все это действо. Да так, что не заметил подошедшего к нему сзади и хлопнувшего ладонью по спине капитана. Кому сидим, кого бездельничаем, по что без оружия бродим? Обрушил он на подпрыгнувшего от неожиданности парня кучу вопросов. А ну значит давай распроснулся марш в номер за мечом и назад, а я разомнусь пока. Дядька Бронок, да я только поел. Попытался отюлить от радостной перспективы Ярик, но капитан был непреклонен. Ничего, еда не беда, сама утрясется. Безапелляционно заявил он, развернул мальчишку за плечи и придал ускорение по направлению гостиницы. Да бегом давай, поел он. Без всякого энтузиазма парень типа рванул в номер за мечом. Проснуться-то он, конечно, проснулся, но тренироваться что-то категорически было неохота. Однако с Тиром особо не поспоришь, все равно не отвяжется и на своем настоит. Кремень, мужик, хоть и ворчит иногда, что он старый, больной и пора ему на покой. Вот только сам покоя ни себе, ни другим не дает. Прямо какая-то болезнь шилопопия у человека, только передается не воздушно-капельным, а радушно-подзатыльниковым путем. Так и сетуя на судьбу и неугомонного вояку, Ярих сбегал туда и обратно, по возвращении получив очередной ежеутренний заряд бодрости и здоровья в виде часового размахивания оружием и нескольких болезненных тычков мечом, полученных от капитана. Не самое, конечно, приятное уже заметил, что благодаря таким занятиям, подкрепленным эликсирами метра, его сноровка, умение и реакция явно улучшились. Он уже мог сражаться быстрее и дольше, а пропускаемые им удары становились все реже. Хотя капитан по-прежнему каждый раз выматывал его до полного изнеможения. Вот и сейчас Ярик весь красный и мокрый насквозь буквально валился с ног от усталости. Едва тренировка закончилась, он радостно плюхнулся на ранее облюбованную скамью, в то время как капитан вполне себе бодрячком направился во свояси. Что, укайдохал тебя, учитель? Рядом примастился старший Тан. Оперевшись руками на скамейку, он вытянул обе ноги, и свою, и деревянную. Сделал глубокий вдох-выдох и блаженно прищурился, подставив улыбающееся лицо легкому ветерку и теплым лучам восходящего солнца. Суровый он у тебя? Не то слово. Яромир. Все соки из меня выжил. Это я заметил, кивнул дед. Хороший учитель, только не похоже, что давно тебя учит. Так он и недавно, напрягся парень. Я с сестрой до этого вынужден был другим наукам и премудростям обучаться. Тан Васис чуть повернул к нему голову, приоткрыв один глаз. Хворый что ли был? Не дождавшись от затихшего Ярика ответа, он кивнул, соглашаясь с собственным предположением, и снова отвернулся. Тогда понятно, теперь получается наверствывайте. Типа того, немного расслабился юноша. Как говорил один наш полководец, тяжело в учении, легко в бою. О, как! Дедок перевалил услышанное и довольно закивал седой головой. Хорошо, говорил, видать и полководец был неплохой, как звали-то? Неплохой, передразнил Ярик. Один из лучших, Суворов его звали, всю жизнь воевал, все битвы всегда выигрывал. Один раз большое войско через горы перевел и на врага напал там, где его и не ждал никто. Суворов, повторил первый тан, словно пробуя и обкатывая непривычное имя на языке. Не, не слыхал ни разу. Скрытный вы горцы народец, хотя и смелый, и повоевать любите. Суворов, надо будет запомнить. Как-нибудь верну своим при случае, чтобы тщательнее учились, а то... Он приподнялся и погрозил кулаком приостановившимся на перерыв стражникам. Те засуетились, возобновляя тренировку, а дед повернулся к парню. Я тоже всю жизнь воюю. Полководцем не стал, но вот до старшего тана дослужился. Уже у третьего императора при должности. Службу-то я музыкантом начинал, а потом куда меня только создатель не заносил. Я и переправы наводил, и в конной гвардии участвовал. В десятках баталии отметился. И ранен, и награжден неоднократно. Самим императором дохранит его создатель, отмечен и обласкан как самый наистарейший служащий армии. Разоткровенничавшийся воин вздохнул. Только вот детей не нашел. Так всю жизнь один по походам и промотался. Ну так ничего, решил утешить его Ярик. Какие твои годы? Успеешь поди еще? Скажешь тоже, молодой Яр, усмехнул Сатан. Это тебе успевать в пору. А мне сто второй годок уже пошел. Какой, какой? Не поверил мальчишка. Да не может быть. Может, может. Довольно заулыбался дед и засобирался поднимаясь. Ладно, засиделся я что-то, заболтался. Пора и службу выслуживать. Я тоже пойду уже. Встал следом Ярик. Теперь он смотрел на старого вояку совсем по-другому. С огромным уважением и даже почтением. Тут дожить бы до таких лет. А дед еще целым, пусть и небольшим гарнизоном командует. Подобрав меч и скинутую еще во время тренировки куртку, юноша отправился в гостиницу. Но, завернув за первый же угол, увидел в другом конце проулка Геналда Алтриса, бурно, с активным размахиванием руками, что-то втолковывающего незнакомому мужику. Вид тот представитель местного населения имел достаточно мутный и хмурый. Чуть склонив голову вниз и в сторону, скрыв таким образом лицо от чужих взоров, он отвечал Коблу короткими негромкими фразами, при этом оставаясь, в отличие от зеленого коротышки, совершенно спокойным. Едва заметив Яромира, Гоблин перестал махать руками и замолчал, а мутный индивид одним каким-то скользким движением раз и исчез из поля зрения, словно растворился волшебным образом. Даже головой помотать захотелось, настолько внезапно тот пропал. Геналда Алтрис же, как ни в чем не бывало, развернулся и двинулся навстречу Ярику. Это что за коварный тип гражданской наружности. Поинтересовался тот, как только Гоблин подошел поближе. Кто этот? Кобыл досадливо отмахнулся. Так, встретил старого знакомца, охотился он в наших краях. А теперь, продолжал любопытствовать мальчишка, а теперь не охотится, обломал его зеленый. Ты завтракал? Да, но не откажусь повторить. Геналда Алтрис явно что-то темнил и скрывал, но выяснить, что именно сейчас, похоже, вряд ли получится. Так что парень решил подумать об этом позже. Меня тут дядька Бронек ушатал по самое не хочу и даже не могу, поэтому я сейчас запросто слона съем, если они вдруг водятся в этой местности. Не, покачал головой Кобыл. Нет тут таких. Ну и ладно, не расстроился Ярик. Пойдем, я сейчас готов съесть все, что нам предложат. Геналда Алтрис кивнул, зачем-то оглянулся на пустой проулок и засеменил за юношей. Совершенно секретно начальнику юго-западного отдела от агента Ядовитый Плющ. Шифрованное донесение. Внедрение прошло успешно. Порученная мне группа объектов прибыла на территорию империи. В ходе боя столкновений во время движения группой потерян один боец, подданный империи. Продолжаю изучать объекты, а также выяснять направление их дальнейшего перемещения и окончательные цели. Конец донесения. Глава тринадцатая Всем привет и приятного аппетита! Бросив на край лавки куртку, Яромир уселся к столу, за которым уже заканчивали завтрак от сестра и Миха. Повернулся к ковру. Давай, приземляйте! Окинул взором полупустой обеденный зал. В противоположном его углу компания из нескольких человек торопливо поглощала еду. Еще одна парочка трапезничала рядом с ними. Чуть кивнувший Ярику мэтр, привалившись к стене, устроился неподалеку у залитого солнцем окна и лениво потягивал какой-то напиток. Горячий, судя по поднимающемуся от кружки, легкому мареву пара. Потевший к нему за стол капитан, увлеченно ткнулся носом в тарелку с завтраком и на вновь прибывших не обратил ни малейшего внимания. А Агайя где? Спросил парень у сестры. Еще не приходила? Уже ушла, мотнула головой Ярослава. Собирается куда-то. А ты откуда такой мокрый купался? Очень смешно, скривился брат. Хотя б я сейчас и вправду искупнулся бы. Что едите? Оладьи с фруктовым сбитнем. Миха помахал рукой дородной подавальщице, которая тут же направилась к их столу. Рекомендую, очень вкусно. Угу, подтвердила сестра. Я даже объелась. Думаю, прошедшую подавальщицу, загородившую своими крупногабаритными формами весь обзор. И уставился на Ярика, делающего заказ. Худеть? Спросил он, когда толстуха отошла. Зачем? Не обращай внимания. В нашем мире это такая фишка у женщин. Им вечно кажется, что их толстых никто любить не будет. И поэтому они всегда худеют. Все? У Лишика в голове явно что-то не складывалось. «Да не бери в голову, брат!» Засмеялся Ярик, видя, как на лице парня прорисовывается выражение полного недоумения. «Мы сами этого никак понять не можем». Вернулась подавальщица, принеся на подносе большую сковороду с верхом заполненную ароматной стрепней и пару стаканов сбитня. «О, не обманули!» Запихнув в рот один оладушек, Ярик сразу же ухватил другой, размахивая которым и отсалютовал друзьям. «Зачетный перекусон!» Запил сбитнем чем-то напоминающим смесь глинтвейна с киселем и счастливо зажмурился, радостно заработав челюстями. «Это ты просто наши пироги не пробовал и брашку на болотных поганках!» буркнул Кобал, тем не менее не отставая от Ярика в уничтожении блюда. «Угу», покивал юноша, «Даже не сомневаюсь, не-е-е!» мечтательно ощерился гоблин своей акульей улыбкой. «Из луговых и с кузнечиками!» «Тогда понятно, почему вы такие зеленые!» хохотнул мальчишка, «с такой-то диетой!» «Тьфу ты!» возмущенно сморщилась сестра. «Хорошо я поела уже! Сейчас бы весь аппетит испортили! Балаболы!» «Всем благого дня!» раздалось сзади, и Яромир радостно оглянувшись приветливо улыбающейся Огайей. Полностью одетая в свой дорожный костюм, она держала на сгибе левой руки небольшое плетеное лукошко, закрытое сверху такой же плетеной крышкой. — Привет! — он судорожно, почти не дожевывая, проглотил кусок оладьи и вскочил из-за стола навстречу девушке. — Присядешь с нами? — Нет, благодарю. — чуть наклонилась она. — Я уже поела. — Куда ты уходишь? — Хочу по окрестным рощицам пройтись. Травки, ягодки для приправы в дорогу пособирать. — Может, я с тобой, мало ли что? — Ярик потянулся за курткой, но девушка, коснувшись его руки, покачала головой. — Не стоит, я буду недалеко. — Да и не такая уж я и беззащитная. Огайя указала пальчиком на лук, привычно пристроенный за спиной. — Справлюсь как-нибудь? — Ну, может, все-таки... — Юноша с надеждой возрился на красотку, но та, неожиданно приблизившись, так что даже коснулась его своей грудью, заглянула парню в глаза. — Нет, молодой Яр. Подняв руку, она коснулась пальцами его лба и нежно убрала внезапно появившуюся там откуда-то испарину. — Право не стоит. Оставайся, набирайся сил для дальнейшего пути. Я справлюсь сама. Она плавно, словно нехотя отстранилась, развернулась и, красиво покачивая бедрами, пошагала к выходу, оставив Яромира в состоянии полной прострации. — Эка на его! — недовольно проворчал кобыл и ткнул мальчишку кулаком в бок. — Хватит на девку слюну пускать! Отмерев, Ярик уселся обратно на лавку. — Что-то ты, братец, и впрямь подзавис! — улыбнулась Ярослава. — Раз она тебе так нравится, возьми да скажи ей об этом. — Много вы понимаете! — продолжил бухтеть Геннарда Алтрес. — А то она сама не знает, кому нравится, а кому нет! — Толку-то, что я ей об этом скажу! Не обращая внимания на Зеленого, повернулся к сестре Ярик. — Что мне здесь потом делать? И не сводить никуда! Ни в кафешку, ни в киношку, ни поговорить ни о чем, ни рассказать! — Дожили! — запихнув сразу пару оладий в рот, промямлил Гоблин. — Здоровенный лоб не знает, что с девкой делать нужно! Доедай давай, а я прогуляюсь пойду! Юноша хотел спросить, куда, но тут хлопнула дверь, и в помещение со смехом ввалилась троица стражников. — Вот это кобылка! — радостно загремел громко голосый розовощекий крепыш, оглядываясь на дверь. — Вся из себя ладная да смазливая! Не то что местные клуши, только с голодухи на таких и позаришься! — Зато местных уговаривать не надо! — возразил ему один из его спутников, смуглый, темноволосый толстяк. — А это-то щиватый, сразу видать норовистая! Такая кобылка тебе, Кодис, и не по зубам поди! — Это с чего это? — возмутился Кодис. — Да я бы эту норовистую где-нибудь, да вон хотя бы прям на сеновале и поукрощал бы! — Эй, уважаемые! — повернулся к ним, ставший пунцовым от негодования Ярик. — Вообще-то вы говорите о нашей спутнице! — И что? Третий стражник, дылда с нездорово-бледным цветом кожи на каком-то непропорционально вытянутом лице, тоже решил поучаствовать в разговоре. — Ты хочешь моему другу пару советов по украшению дать? Он довольно заржал, получая одобряющие тычки и похлопывания от приятелей. А Ярик, поднявшись из-за стола, надел куртку и взялся за меч. — Ну, если вы не откажете в любезности и согласитесь выйти во двор, я с удовольствием дам вам там и советы, и рекомендации. — Что, за подружку свою испугался? Так ты не бойся! — Розовощуки кивнул на своих друзей. — Мы с Портом и Дакусом о ней позаботимся. Вернется довольной! — Да ты что, Кодис, какая на этом усабляку подружка! — возмутился дылда и снова захохотал. — Его подружка вон та, сморщенная и зеленомордая! — Так и будете упражняться тут в скудаумии? Или все же выйдите на улицу? — Ярик вытащил меч из ножен и ткнул им в сторону двери. Или вы только языком орудовать умеете? — Да ты, парень, в своем уме! — удивился смуглый. — А ну, может быть, ты из благородных, но ты железкой-то тут не махай, а то твои действия будут расцениваться как вооруженное нападение на императорскую стражу при исполнении служебных обязанностей. А это карается! — А если он вам голыми руками Харри начистит? — решил уточнить гоблин, перебивая толстяка. — Невооруженное нападение тоже карается или нам премию дадут? — Вот это мы сейчас и выясним! — Яромир двинулся к весельчакам. — Ну-ка, молодой Ярп, остынь! — стуча своей деревянной ногой по полу, в зал вошел Тан Васис. — Эти охламоны тут несут пограничную службу и при исполнении, даже когда в говно пьяные валяются под стенами казармы. Он прошел мимо притихшей троицы своих подчиненных и подсел за стол к мэтру и капитану. Махнул рукой подавальщице, и та заспешила к нему с большой до краев наполненной кружкой на подносе. Приняв емкость, дед сделал большой глоток, довольно причмокнул и вновь обратился к остановившемуся Ярику. — Так что если решил помириться с ними силами да умениями, вступайте-ка все четверо на плац. Берите там учебные мечи и этими деревяшками выясняйте отношения хоть до потери сознания. Только не полного, а то потом замучаюсь отчеты до объяснительной начальству строчить. Тан посмотрел на капитана, согласно кивнувшего в ответ, и махнул своим воинам рукой, выпроваживая их из помещения. — Давайте проваливайте, мы следом подойдем. — Дядюшка Бронок, может, не надо? — Славка повернулась к Тиру. — Не остановите его? — М-м-м! — отрицательно помотал головой тот, все так же неспешно и расправляясь с завтраком. — Пусть его! Ему, значит, только на пользу, а то слишком самоуверен. — Ну да, ну да, понятно. Кивнула сестра и ткнула локтем в бок Лишика. — Пошли тогда заниматься, пока время есть. Все, нас не теряйте, мы наверх в номер. Если что, потом этого задиру подлечу. Тренировочный плац встретил поединщиков тишиной. Все стражники уже разошлись. Кто-то отправился отдыхать в казармы, а кто-то напротив тянуть службу, охраняя мост и патрулируя окрестность. Ну что? Ярик покрутил в руке палку, приноравливаясь к ее весу и длине. Кто первый? Может, жребий кинете? Или давайте я сам выберу? — Вон того выбирай! — проорал почти из параулка, собравшийся куда-то уходить гоблин. — С лошадиной мордой. Судя по серому цвету лица, ему все равно долго не жить. А так хоть поможешь человеку отмучиться. Дылда зло зыркнул на Геннардалтриса. — Можешь тоже поучаствовать, и тогда посмотрим, кто кому поможет. — Ну уж нет, — отмахнулся Кобыл. — Развлекайтесь тут без меня. У меня и без ваших глупостей дел полно. Возможно, в следующий раз. — Давайте, что ли, я? — решил выйти первым розовой щеки. — Вы не переживайте, парни, я вам тоже немножко оставлю. Расставив руки в стороны, словно пытаясь не дать Ярику сбежать, он все так же радостно скалясь, двинулся к юноше. Его друзья остались стоять в сторонке. — Ну что, супостаты, отведайте силушки богатырской! — чуть подняв перед собой палку, парень пока ждал не спеша кидаться в бой. Волнения и переживаний не было никаких. Он знал, что направляющийся к нему стражник наверняка не новичок в воинском деле, но почему-то был совершенно уверен, что сможет справиться со своим противником. Не дойдя до юноши пары шагов, крепыш ускорился и замахал палкой, рубя ее наотмашь поочередно то слева, то справа. Ярик его удары не встречал, успешно уклоняясь и отступая назад. Скорость Кодиса его пока не впечатляла. Баронет Клок аж был куда быстрее. Еще немного, и Ярик поймал ритм, приноровившись к движениям стражника, подлавливая его на замахе быстрыми прямыми тычками палки в лицо, заставляя отшатываться назад и забывать об атаке. Сильно не вкладывался, опасаясь, что это лишь уловка, и Крепыш в любой момент порвет рисунок и сменит тактику. Но в очередной раз улучив момент, ткнув палкой в лоб Кодису, решился таки рискнуть и удлинить удар, полностью перенеся весь тело на переднюю ногу. Глухой стук палки по лбу стал приятной неожиданностью, наконец-то заставивший проснуться стражника, а Ярика, под усилившимся натиском, уйти в глухую оборону. Теперь удары забывшего про улыбку Кодиса стали куда как более разнообразными. Некоторые приходилось блокировать, останавливая в опасной близости от собственного носа. Однако вскоре парень почувствовал, что вполне справляется и с таким ритмом, и проведя контратаку колющим ударом в корпус, заехал стражнику куда-то в грудину с такой силой, что тот закашлялся и остановился, пытаясь восстановить дыхание. Яромир тут же пошел вперед, нанося рубящие удары по рукам и плечам крепыша, пытаясь также дотянуться до головы. Но тот, к своей чести, очень быстро пришел в себя и довольно хорошо стал обороняться. Даже по уху один раз нехило заехал увлекшемуся мальчишке. После чего, воспрянув духом, снова попер в атаку. Хорошо, хоть темп взвинтить у него не получалось. Ярих вполне успевал увернуться от сосвистом, проносящейся мимо палки стражника. Ему даже показалось, что тот малость замедлился. А вот в удары, похоже, наоборот, стал больше вкладываться. Вон и ухоть, как Филин начал, размахивая палкой, уже словно не мечом, а дубиной какой. На очередном таком рубящем ударе Ярик попытался провести когда-то показанный капитаном прием, беря палку стражника на мягкий, уводящий мимо себя вправо блок, и захватывая кисть крепыша левой рукой. Правда, немного просчитался, позабыв, что у палки нет гарды, за что и получил тут же по пальцам. Да так, что рука напрочь перестала что-либо чувствовать. Однако кисть Кодиса поймал как положено, утягивая ее вниз и закручивая вместе с поворотом вокруг своей оси вправо. Всего пара мелких шажков и стражник, совершив акробатический кульбит, кувырком грохнулся на землю. Красиво и эффектно. Вот только собственная палка улетела в неизвестном направлении. А крепыш встал, как ни в чем не бывало, и бодро кинулся в атаку, намереваясь отомстить за свое падение. Стражник несомненно видел, что мальчишка остался безоружным, и вложился в колющий удар так, словно надеялся проткнуть его насквозь. Не сместись, Ярик, чуть правее, наверное, так бы оно и было. Скользнув по боку и проскрепев по коже куртки, деревяшка, естественно, вместе с рукой Кодиса, благополучно оказалась зажата подмышкой у юноши, а розовощекое лицо на самое подходящее для удара локтем дистанции. Ну как тут не воспользоваться таким подарком судьбы? Но скрипыша сказал хрусть, брызнув стройками крови, голова дернулась назад, а сам он замер, так и оставшись стоять на далеко вынесенной вперед правой опорной ноге. Разорвать дистанцию и при этом не поддаться такому искушению мальчишка опять-таки не смог. Лоу-кик по внутренней стороне колена отозвался легкой болью в собственной щиколотке, но оно того стоило. Стражник, как подкошенный, грохнулся вниз. И пока он поднимался, Ярик отыскал взглядом свою палку и сходил поднять ее. Ну и что вы стоите от столопы? Это старший тан, успевший устроиться вместе с капитаном и мэтром на скамеечке с краю плаца, призывно размахивал кружкой, указывая оставшиеся парочки весельчаков на юношу. Идите уже, помогите товарищу справиться с мальчишкой, сам-то он теперь за ним не угонится. Ярик посмотрел на резво кинувшихся к нему толстяка и дылду, вздохнул и быстренько спрятался за неуверенно стоящего крепыша, прикрывшись им от обозленных стражников как живым щитом. Несколько минут ему удавалось просто уворачиваться от воинов, грамотно перемещаясь по площадке так, что они мешали сами себе, не имея возможности нападать одновременно. Закончился этот марафон лишь когда Кодис сумел немного восстановиться и, несмотря на поврежденное колено, активно включился в догонялки. И вся троица смогла зажать мальчишку в углу площадки. Вот тут увернуться или хотя бы отразить все удары стало совершенно невозможно. Парню прилетало со всех сторон. Что-то он отбивал, отчего-то немного спасала куртка, но большая часть ударов все же достигала цели и вскоре на юноше живого места не осталось. «Ну все, хватит!» прокричал Тан Васис, когда удар палкой по ноге заставил Яромира рухнуть на одно колено, а сил у него оставалось лишь прикрывать руками голову от вошедших в раж стражников. «Хватит, я сказал! А ну прекратить! Ты как, живой?» — спросил он, подойдя к мальчишке и помогая ему подняться. «Вижу, живой! Вот и славно! Вот ты молодец! Давай-ка отправляйся отмываться и лечиться, а то выглядишь словно у мертвя какое!» «Да нормально все!» — отмахнулся Ярик, отрывая клок от подола рубахи и пытаясь зажать заливающую кровью лицо рассеченную бровь. «Сейчас сеструха подлечит и буду как новенький!» Подошел капитан, похлопал по плечу, отчего мальчишка скрижетнул зубами и зашипел рассерженным ужом. «Ладно, не скрипи, не порть впечатление!» «А что, дядька Бронек?» — поднял на него взгляд юноша. «Ей что портить?» «Даже не сомневайся!» — усмехнулся воин. «Порадовал старика! Молодец!» «Ты-то серьезно?» Ответить Тир не успел. В дальнем конце улочки звякнул сторожевой колокол, и в ворота форта важно въехала украшенная ярким гербом большая карета в сопровождении четверых конных охранников. «О, вот и по вашей душе пожаловали!» — заявил Ярику старший тан, глядя на возницу, соскочившего со своего облучка и распахивающего дверцу этого домика на колесах. «У-у-у, не повезло вам! Советник Алексус Устимея пожаловал!» Выбравшийся из кареты человек огляделся по сторонам, заметил старшего тана в окружении народа и, неторопливо, с этакой вальяжностью в походке, опираясь на массивную трость, направился в их сторону. Был он невысок и как-то неказист. Большая шишковатая голова на короткой шее, узкие плечи и расширяющийся к низу туловище на коротковатых худеньких ножках. Если учесть к тому же длинный, разноцветный форменный кафтан, нелепо встопорчившийся на основательно выпирающем пузике, то советник и вовсе напоминал пингвина, нарисованного ребенком и им же разукрашенного яркими фломастерами. «Что, важная персона?» Юноша с интересом рассматривал богато украшенный различными вышивками-нашивками и целой кучей блестящих наград кафтан Алексуса. «Что-то не очень похож этот человек автомобиль на героического воина, хотя вон и меч красивый на боку висит». «Конечно, не похож», — сморщился Тан Васис. «Этот тыловой крестьюн войну, если и видел, то только на картинах в столичной галерее. Он военных вообще не жалует. Солдатиков так и вовсе за обслугу держит. Дерьмовенький человечешка, хоть и при должности». «А вот и мастер Даркус Вейтер, собственно, лично». Дед указал на еще одного пассажира, выбравшегося из кареты. Тоже невысокий, однако в отличие от своего спутника, совершенно худой, облаченный в простой черный костюм и такую же черную накидку человек. Темные волосы, большой крючковатый нос. Прямо не нос, а хищный клюв. Едва увидев его и услышав имя, Ярик коротко хохотнул и пропел. «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». «Интересно, а у него есть шлем и лазерный меч?» «Яр-Амир», — подошел к нему Мэтр. Извинившись перед старшим Таном, он отвел юношу в сторонку и, наклонившись к нему, негромко выдал. «У нас проблемы. Нужно срочно проваливать отсюда. Этот мастер Даркус, маг, очень сильный, и он может меня узнать. Уходим, Яр, сейчас же!» «Дядька Ижик, мы не можем вот так сразу развернуться и сбежать. Это будет очень подозрительно, и нас тут же кинуться ловить», — зашептал в ответ Ярик. «Иди с капитаном за сестрой с Миха и выводите к воротам лошадей потихоньку. А я пока этих заболтаю и отвлеку. Как вас увижу, так и дам Деру». «Тир Бронек с тобой останется на всякий случай». «Ладно. А как мы Огайо с Геной предупредим?» «Да к проклятому твою девку и Кобла не пропадут без нас. Пока в форте почти нет стражников, можно попытаться прорваться. Если набегут, можем и не уйти. Все, я пошел». «Хорошо», — ответил немного расстроившийся Ярик и повернулся к старшему Тану. «И что, они прямо сюда из столицы вашей приехали? Так быстро?» «Нет, из Крынска», — ответил дед, глядя на преодолевших всего лишь половину пути дознавателей. «Город тут рядом. Оттуда и пожаловали. Вестового-то мы еще с вечера послали. Тут езды на пару часов. Но, видать, пока этих господ разбудили, пока не собрались. А советник Алексус и впрямь раньше в столице штаны просиживал. Лишь недавно его к нам сослали». «Что так? Наказали?» «Не без того». Старый вояка, похоже, сильно недолюбливал чинушу и рад был поперемывать ему косточки. «Слыхал я, сидел он там на тепленьком местечке. Должность имел неплохую, доход приличный, в кругах вращался. Но как-то император Владус войну очередную затеял и решил всех, кто чин свой при казне сохранить хочет, к службе в войсках, пусть на короткий срок, но приобщить. Все, куда деваться, засуетились, засобирались. Это тоже вроде как готовность проявил. Даже дротовик себе новомодный и дюжедорогой приобрел». «Дротовик?» — переспросил мальчишка. «Дротиками, что ли, стреляет?» «Ага, ими, стреляет. Вот этот деятель на первом же построении, уж не знаю как, но ногу себе дротиком-то и прострелил. Он, видишь, прихрамывает до сих пор. Генерал, что ими командовать был назначен, сам, понимаешь, не на шутку осерчал. Сам император должен был смотр принимать. Наорал на него, мол, нужно было деньги, коль они есть, не на дорогущий дротовик тратить, а хоть немного мозгов себе прикупить. Или на худой конец не в ногу себе пулять, а в голову. Чтоб в ней, в голове, вместо пустоты хотя бы немного железа для маломальской весомости появилось. Ну и сослал его к нам в задницу мира. Правда, с повышением по службе почему-то». «Какая интересная судьба у человека», — улыбнулся Ярик. «Танвасис!» — не дойдя до них с полтора десятка метров, неприятную фальцетом заголосил советник. «Я смотрю, ты у нас уже с задержанными встречаешься? Похвально! Только зачем вы его уже так разукрасили всего? Как с ним таким теперь дознание вести? Еще запачкать нас, не дай создатель!» «И тебе не хворать!» — буркнул ему в ответ старик. «А чего ж не встретить, коль принесло тебя к нам?» «Не принесло», — назидательно поправил его, подходя чиновник. «А привело. Причем, сам знаешь, дело государственной важности. Так что предоставь нам с мастером Даркусом свой служебный кабинет и подавай туда этого на допрос». Он ткнул пальцем в Ярика, обалдевшего от такой наглости, и, отвернувшись, начал оглядываться по сторонам. «Где тут твоя коморка? А то я уже забыл что-то». «Да ты не забыл! Ты, походу, забылся!» — отмерз застывший было юноша. «Доставай свой меч и пойдем, я напомню тебе, как нужно обращаться с благородным человеком». «Что?» — резво развернулся на голос советник. «Это как понимать?» «Обычно понимать», — пожал плечами Яромир. «Я не задержанный и вызываю тебя на поединок, как и положено благородному, когда его оскорбляют». «Какой поединок?» — заверещал Лексус. «Старший Танвасис, в чем дело? Что себе позволяет этот молокосос? Сейчас же наденьте на него кандалы и отправьте в допросную». «С какого перепугу?» — сделал удивленное лицо Старик. «Благородный Яромир в своем праве. Ты его оскорбил, он потребовал от тебя удовлетворения». «Я при исполнении!» — продолжил шуметь раскрасневшийся от возмущения чиновник. «Я исполняю предписание самого начальника?» «Да хоть самого императора!» — перебил его Танвасис, отвернулся к парню и подмигнул ему. «Молодой Ярс, свободный человек. Ему не выдвинуто никаких обвинений, и он вправе вызвать на поединок оскорбившее его лицо, которое не потрудилось не то что предъявить документ с предписанием, но даже представиться. И значит, на данный момент является лицом частным, а не исполняющим обязанности». «Я советник Лексус Устиме, я исполняю волю императора!» «Э, нет, сейчас уже не считается!» — ухмыльнулся довольный дед. «Сначала был вызов, а потом уже представление. Так что сначала советник Лексус, будь добр, прими вызов, а потом будешь исполнять волю императора, если сможешь». «Император запретил дуэли!» — раздувая щеки, разъяренно выдохнул раскрасневшийся чиновник. «Это наказывается законом!» «Император не одобряет дуэли, а это большая разница!» — покачал головой Тан Васис и злорадно добавил. «А законом наказываются лишь дуэли, доведенные до смертоубийства!» «Но я не хочу!» — заявил советник, разводя руками. «Я не могу, у меня нога!» «Это у меня нога!» — раздраженно оборвал его старший Тан. «А у тебя их две, и руки тоже пока на месте. Так что хватай меч и выходи на поединок, иначе я, Рамир, будет вправе прирезать тебя, как взбесившегося пса, и я ему в этом не буду никоим образом препятствовать. Я прав, мастер Даркус!» «Совершенно старший Тан Васис», — кивнул подошедший клювоносый маг. «Начинайте уже, советник, не затягивайте. У меня на сегодня еще куча планов». «Но я на мечах не очень!» — оторопело пытался возразитель Эксус, начавший довольно быстро бледнеть. «Ха! Я бы предложил тебе дуэль на дротовиках!» — хохотнул Ярик. «Но слыхал ты и на них не очень!» Советник зло зыркнул на старшего Тана. «А что?» — недоуменно пожал плечами тот. «Это ж не военная тайна и не государственная!» «Пожалеешь еще!» — прошипел Пузан. «Ох, старик, пожалеешь!» «Эй, советник!» — вмешался Яромир. «Тебя долго ждать!» Он вынул меч из ножен и повел им в сторону центра площадки. Эксус Устиме с обреченным видом вздохнул, обнажил свой клинок, богато украшенный гравировкой с позолотой, набычился, втянув голову в плечи и чуть наклонив ее вперед, выставил меч перед собой и попер прямым ходом напарня. Юноша без труда отвел удар вправо, пропуская мимо себя набравшего изрядную скорость советника и уже развернулся к нему лицом, собираясь кольнуть толстяка куда-нибудь чуть ниже спины, когда «вжух!» черная полоса со свистом рассекла слева направо воздух у самого его носа. Едва успел отклониться назад. Трость. Это была трость советника, которой он саданул наотмашь, повернувшись назад на левой ноге. Шух! Следом пронесся меч советника. «Вжух!» 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 Устиме поочередно замолотил перед собой то тростью, то мечом, меняя направление и плоскости ударов в довольно резвом темпе. Ярик пятился от него, уходя по кругу и стараясь краем глаза замечать стены окружающих площадку зданий, чтобы опять не оказаться зажатым в углу. Удары меча он иногда отбивал, а трости же предпочитал уворачиваться. О легкой победе, похоже, не могло быть и речи. Этот бывший столичный хлыщ, видимо, искусно придурялся, желая вести мальчишку в заблуждение относительно своего умения фехтовать. Шаг за шагом парень пятился, наворачивая круги по плацу, а толстяк продолжал напирать. Правда, темп его атак начал постепенно снижаться. Не мудрено махать руками так, что любая мельница позавидует. Выскользнув из-под очередного удара тростью, Яромир резко остановился, позволив советнику почти натолкнуться на него. Поймал меч противника за гарду и прямо через его вытянутую вперед руку, смещаясь левее, зарядил, что есть мочи левым же хуком дознавателю в ухо. Каким-то чудом тот успел прикрыться приподнятым плечом и слегка отклонить голову, заставляя кулак парня лишь вскользь пробороздить по его физиономии. Злоощерившись, чинуша обратным движением клинка полоснул им поперек живота, заставляя вложившегося в удар и немного провалившегося мальчишку выставить жесткий блок, повернутым вниз мечом. И тут же рубанул сверху вниз тростью. Увернуться Ярик не успевал. Только поднять меч вверх, навстречу летящей в голову железяки. Удар и сталь клинка, звякнув, надломилась, пропуская тяжелую трость вниз и позволяя ей, скользнув по рукаву, врубиться в плечо и отключить тут же повисшую плетью руку. Оставшись без присмотра, меч дознавателя попытался резануть Ярика по животу, но лишь бесполезно скользнул по прочной коже куртки. Как ни странно, но боли в бесчувственно болтающейся руке юноша почему-то совсем не ощущал. Злость захлестнула его с головой. Рванувшись вперед и вплотную подскочив к советнику, парень выметнул левую руку вперед и обхватил пузана сзади за шею. Всегда мечтал проделать это когда-то увиденный по телеку прием. Замахнувшись головой, Ярик резко долбанул лбом дознавателя в лицо, сминая хрящи и превращая нос чиновника в лепешку. Честно говоря, мальчишке безумно повезло, что имевший гораздо меньший рост толстяк автоматически попытался отклониться от удара назад. Наклонил он голову чуть вперед, и Ярик сам бы сейчас скакал по площадке со сломанным носом или разбитым лбом, но удача в этот раз была благосклонна. Выпустив из руки меч и трость, Лексус Устиме сидел на земле, ухватившись руками за лицо и жалобно подвывая. Кровь обильной струей стекала по подбородку вниз, безжалостно поганя яркие ткани дорогого кафтана. Впрочем, толстяку было совершенно не до этого. По телу внезапно пробежала волна исцеляющего заклинания. Парень оглянулся и увидел у ворот в конце улочки сидящих на лошадях сестру и Миха с мэтром. Еще несколько животных они держали в поводу. Лишек тому еще и отчаянно махал руками, явно призывая Ярика и капитана немедленно присоединиться к остальному отряду с целью скорейшего отбытия и стен этого гостеприимного форта. Ярик кивнул им, посмотрел на бочком-бочком двинувшегося в сторону ворот капитана, оглянулся по сторонам и поднял с земли выроненную рукоять меча с торчащим обломком лезвия. Повернулся к старшему Тану. Ну что ж, спасибо вам всем за радушный прием, Тан Васис. Слово я свое сдержал и не сбежал, дождавшись прибытия дознавателей. Однако теперь вынужден откланяться и проститься, поскольку срочные дела требуют моего скорейшего отбытия. Он поклонился хмыкнувшему в ответ деду и собрался уходить, но спокойный голос мастера Даркуса за спиной, словно пригвоздил его к месту. Не спеши, Яр Амир. Старший Тан Васис, именем императора я приказываю тебе задержать этих людей и не дать им уйти из форта. Выполнять. Извини, сынок, вздохнул старик, вынимая из ножен свой меч. Напротив прямого приказа я пойти не могу. Ты должен сдаться. На днях депеша пришла от тайной службы. Задерживать всех прибывших лиц для проверки. Вас подозревают в заговоре против императора. За спиной Тана встали Порт и Кодис. Причем лицо последнего просто светилось злорадным торжеством. Очень ему, видать, нравилась сложившаяся ситуация. И появившаяся возможность проучить наглого мальчишку. Да к тому же мечом, а не палкой. Тан Васис. Ярик глянул на пушущего злобой здоровяка, затем на ушедшего чуть вперед капитана, к которому двинулись сразу три стражника, и вновь повернулся к деду. Клянуй, что сказал чистую правду о своих намерениях. Нам нет дела ни до вашей тайной службы, ни тем более до императора. Нам с сестрой нужно просто поскорее попасть домой. Самая короткая дорога шла через эти места. Мы постараемся проскочить их и свалить от вас как можно быстрее. Да мне-то что кляться! Развел руками старик. Я человек службы! Солдаты, отправившиеся за капитаном, решились наконец-таки попытаться задержать его, и звон клинков разнесся над площадью. Мастер Бронек легко удерживал этих энтузиастов на дистанции, не давая приближаться и нападать на него всем одновременно. Старший там, чего вы медлите? Строгий оклик подошедшего сзади Вейтера заставил старого Васиса досадливо поморщиться, а Кодиса радостно двинуться вперед. «Куда?» — рыкнул на него дед. «Здесь я пока командую!» Он выставил свой клинок на уровень груди и шагнул к Ярику. А тот впервые смог разглядеть оружие деда и изумленно поднял брови. У Тана была почти точная копия его собственного меча. Разве что черенок рукояти был подлиннее, а навершие имело вид какой-то загнутой клювообразной головки. Ну и полотно лезвия, украшено ажурной гравировкой. «Что, удивляешься, откуда у меня такой клинок?» — ухмыльнулся дед. «Это подарок на память от моего друга. Из ваших, из ярлингов. Две войны с ним вместе прошли. Не раз он мне спину прикрывал, пока в очередной рубке сам руку не потерял. Так от потери крови на поле боя и скончался. Не было, видите ли, у господ магов времени на его лечение. А ведь мы тогда чуть моложе тебя были. Ну что, сдаваться-то будешь?» «Нельзя мне сдаваться», — помотал Ярик головой. Взглянул на капитана. Стражники, наседая, оттеснили его к стене, почти окружив. Ярик подумал, что зря послушал метра. Надо было капитана с ним отсылать. «Сейчас бы рванул на спринтерской скорости, фиг бы его кто поймал. А так придется точно с боем прорываться к капитану-помогающему. Тем более, что из соседнего здания выскочила еще парочка вооруженных солдат. И, повинуясь указаниям Даркуса, брать супостатов по возможности живыми кинулись в сторону ворот. Что-то как-то не очень все складывалось. «Танвасис!» — Вейтер повторно обратил свое недовольство на старика. «Ты долго будешь игнорировать мой приказ?» «Прирежь уже этого гаденыша!» — заверещал поднимающийся на ноги и пришедший в себя Алексос. «Илья, отправлю тебя под трибунал!» «Танвасис скривился, широко шагнул вперед и сделал колющий выпад в сторону Ярика. Тот легко уклонился и сделал пару шажков назад. В этот момент у ворот загрохотало, и юноша, как и все вокруг, повернул туда голову. Оказывается, это Миха со Славкой решили пошугать бегущих к ним стражников фаерами и принялись их методично обстреливать, заставляя рассредоточиться и попрятаться за углы. Развернувшийся к ним Вейтер зачем-то вскинул руки и нацелил их на сестру с лишиком. Грудь окатила волной холода, и сердце замерло, словно сжатое чьей-то сильной и бездушной рукой. То ли почуяло жуткие неприятности, то ли этот черный клинок решил так напомнить о себе. Откинув ненужный облом от меча в сторону, Ярик вытащил из-за пазухи кинжал и направил его в сторону Даркуса. Сразу же стало видно синее свечение двумя сверкающими переливчатыми шарами, охватившее кисти его рук. Резкое движение растопыренных скрюченных пальцев, и в сторону ворот из шаров вырывались неровные, постоянно меняющиеся в неверном количестве изломов, ослепительно яркие синие дуги молнии, как из приборов какого-нибудь Теслы. В шарах отчаянное ржание лошади, угодившей под разряд. Вроде не Тайсон. Во взвившихся к небу тучах из дыма и пыли ни черта толком не видно. Мэтр вынырнул из этой клубящейся адской взвеси и кинулся навстречу имперскому магу. Ярик аж взвыл от досады. Но этот-то суда зачем еще приперся? Тем более, что Даркус уже сварганил новую порцию молний и уже собирался выпустить их в еще только-только создающего свое заклинание Мэтра. Чертыхающийся Ярик черканул коруком крест-накрест, прерывая полет, готового сорваться с рук имперца колдовства. Даркус озадаченно закрутил головой, пытаясь увидеть, кто испортил его сольный номер и проворонил удар Мэтра. То, чем старик запустил в имперского мага, рвануло не хуже гранаты. Взрывной волной снесло не только Даркуса, но и стражников, стоящих за спиной Тана Васиса. Самого деда швырнуло прямо на Ярика, впечатав обоих в стенку. Мальчишку недурно приложило плечом, а вот старшему Тану не повезло еще больше. Он попробовал крепость каменной кладки с собственной головой. После чего оба, и дед, и Ярик, повалились на землю. Из проулков понабежало еще несколько стражников. Опасливо косясь на набычившихся друг на друга магов и стараясь держаться от них подальше, часть солдат метнулась к воротам, другая — капитана. Скинув в себя привалившего его деда, Яромир поднялся на ноги, огляделся. Жуть! Рядом ворочаются контуженные стражники. Чуть поодаль, Алексус с ошалелым взглядом ползает на карачках, суетливо шаря руками в нанесенном взрывом слое пыли. Еще дальше поднимается на ноги ощеревшийся перекошенный от гнева ухмылкой Даркус. Пальцы его рук судорожно, словно лапки дергающихся в конвульсиях пауков, то сжимаются, то разжимаются, непрестанно создавая какие-то часто сменяющие друг друга невообразимые комбинации. Взгляд буравит шагающего к нему метра. Кажется, что еще немного, и воздух заискрится от возникшего между магами все более и более сгущающегося бешеного напряжения. Ярику даже головой помотать пришлось, чтобы сбросить какое-то вязкое оцепенение, взявшееся непонятно откуда. Стражники, носевшие на капитана, похоже, сами дали тому продвинуться ближе к воротам, подальше от назревающей магической стычки. И теперь, поочередно нападая на яростно отбивающегося воина, они то и дело опасливо оглядывались на просто-таки излучающую опасность парочку чародеев. Переложив корук в левую руку и подхватив с земли меч старшего Тана, мальчишка рванулся уже было к мастеру Броноку, но неожиданно очнувшийся старый Васис намертво вцепился в его левый сапог. «Стой!» — крикнул он, приподнимаясь с земли. Струйка крови из рассеченного при падении лба, размазанная вместе с пылью по бледному лицу, сделала деда похожим на натурального зомбака. Ярих замер, опешив, ну, не добивать же старика. Однако тут уже отпустил его ногу и добавил. «Солдатиков моих сильно не ковечьте, слышишь?» Парень кивнул. «Ах, ты же старая развалина!» Визгливые вопли советника в очередной раз заставили юношу остаться на месте. «Ты что удумал, скотина одноногая? Измена учинить? Вот так просто отпускаешь его?» Лексус Устиме, подхватывая с земли свое оружие, ринулся на них с выпученными глазами на искаженном ненавистью и замазанном грязью лице. «Да я вас!» Подскакивая к мальчишке, он наотмашь рубанул его мечом. И Ярик, даже сам не понял, как и зачем, отведя блоком удар клинка вправо, левой рукой, словно подталкиваемой чьей-то неведомой воле, резанул по шее орущего дознавателя коруком. «Ах!» Удивленно захрипел тот, схватился за шею и плавно повалился вниз. Алые пузыри с хлюпаньем полезли сквозь его пальцы, и от этого вида, захлебывающегося кровью толстяка, мальчишке резко поплохело. Он отвернулся, с трудом подавил в себе накатившиеся позывы и, наконец-то, рванул к капитану. По пути кинул взгляд на вставших в нелепых позах друг напротив друга чародеев. Особо приглядываться времени не было. А жаль. Сейчас, даже не наводя в эту сторону черный кинжал, парень отчетливо видел все творимое ими волшебство. Окутавшись клубящимся сиянием, маги сцепились в магическом поединке. Бешено жестикулируя своей сумасшедшей распальцовкой, они беспрестанно создавали все новые и новые, мгновенно наполняемые энергией и оттого вспыхивающие разноцветными красками узоры плетений, преобразуя их то в атакующее, то в защитные заклинания. Треск и шипение чередовались с грохотом и вспышками. Сеструха с Рышиком тоже вносили свою лепту в эту феерическую какофонию, периодически запуская во все стороны свои традиционные огненные шары. «Хоть бы что новое выучили!» – проворчал Ярик, подбегая со спины к наседающим на капитана стражникам. Пометуя о данном старому Тану обещании, своему ближайшему, подвернувшемуся под руку, а точнее под ногу противнику, он с наскока заехал нехилым киком в бок под ребра, по печени. Мужик, обреченный на долгий отказ от алкоголя, кулем осел на землю. Стоявший справа от него и обернувшийся на непонятное движение сосед получил длинный хук левой в челюсть. Если бы не зажатый в руке корук, перелом пальцев был бы обеспечен. «Зато минус два!» – буркнул Ярик, глядя на отлетающего в сторону стражника и тряся отбитой кистью. Месяц жидкой диеты через трубочку. На этом элемент неожиданности себя исчерпал. Сразу два воина повернули в сторону мальчишки и начали оттеснять его от капитана. В этот же момент в бок метру одна за другой воткнулись две стрелы. Перекособочившись, он тут же пропустил атаку Даркуса и, снесенный взрывом, кувырком улетел к стене. А имперский маг, не тратя времени на передышку, мгновенно перенаправил свои атаки сначала на Миха с сестрой, шарахнув в их сторону чем-то яростно полыхнувшим, а потом всадил свои любимые молнии и в капитана с Яриком. Пара-тройка стражников при этом тоже попала под дружественный огонь, но лишь слегка. Ярик же сполна почувствовал, что такое попасть под хороший разряд тока. Правда, похоже, наличие корука немного смягчило удар. По крайней мере, мальчишка, в отличие от свалившегося мастера Бронека, остался стоять на ногах. Только в ушах дико звенело, и волосы стояли дыбом. Ярик не удивился бы, узнав, что от него сейчас вовсю валит дым. Практически вслепую, размахивая перед собой мечом и на силу дождавшись, пока поплывшее зрение вернется в норму, он дико заорал, видя, как стражники колошматят пытающегося подняться капитана, и ринулся к нему, раздавая удары налево и направо. Иногда получалось ударить мечом плашмя, иногда он чувствовал, как клинок рассекает чью-то плоть, но, плюнув на все, пер вперед разъяренным кабаном. Левую руку обдало холодом, и, подсознательно поняв, что это сигнал от корука о магической атаке, вскинул кинжал в сторону Даркуса. Его махания черным клинком пришлись как нельзя кстати. Прервав атаку мага, он заодно не дал тому поставить защиту от поднявшегося на ноги и вмазавшего по имперцу метра. Пришла пора Вейтера совершать заковыристые акробатические кульбиты в недолгом полете. Прилетел фаербол со стороны ворот, отбрасывая от капитана сразу троих стражников. Невообразимая куча мала, из которой они с воплями и руганью выпали, пусть ненадолго уменьшилась, дав Ярику возможность наконец-то добраться до мастера. И еще один огненный шар. И еще. «Давай, дядь Кабронок, поднимайся!» Помог парень капитану встать, пока обожженные и обозленные стражники пытались перегруппироваться и не начали новой атаки. «Надо уходить!» Прилетело исцеляющее заклинание. Потом еще одно. Капитану тоже. Он явно приободрился, расправил плечи, немного протер глаза и лицо, размазывая кровь, и оттолкнул Ярика. «Давай, сынок, сам! Двигай, значит, к сестре и проваливайте отсюда!» Он указал на мэтра, опять сцепившегося с Даркусом. «А я ижику подсоблю! Создатель даст, выберемся! Ну, а нет, так вы знаете, куда вам добраться надо!» Он снова толкнул парня в сторону ворот. Да так, что тот чуть не навернулся, запнувшись о лежавшего на земле и держащегося за голову стражника. Еле удержав равновесие, Ярик посмотрел на капитана, рванувшегося к другу на выручку, и отмахивающегося от вновь налетевших на него солдат, словно медведь-балу от рыжих собак из мультика про Маули. Развернулся и рванул к воротам. Заметил Агайо с луком появившуюся на балкончике второго этажа одного из домов. Заорал ей, что здесь где-то есть еще лучники, и чтоб она прикрыла мэтра с капитаном. Но в этот момент в голову девицы сначала прилетел обломок кирпича, а потом прямо перед ее носом взорвался прилетевший, мальчишка так и не понял откуда, огненный шар. И Агайо, опрокидываясь назад, исчезло в дверном проеме, мгновенно заполнившимся дымом. Чертыхнувшись, парень покрутил головой, пытаясь оценить обстановку. Сзади улицу и площадь заволокло густым дымом, часто озаряемым разноцветными вспышками. Даже не видно, что там творится, только грохот стоит. Впереди, сидя на беспокойно горцующих лошадях, пулялась по стражникам фаерболами сработавшаяся парочка магических стрелков, сестра и Миха. Вырвав из рук лишекоповодья, к Ярику рванулся Тайсон. «Уходите!» заорал парень сестре, махая руками и кидаясь к дому, в котором была Агайо. «Давайте, давайте, я догоню!» Откуда-то из-за спины прошипела и шандарахнула в стену рядом с Миха синяя молния, будто прилипнув одним из своих концов к кладочному камню и пытаясь его расплавить. Конь под юным магом дернулся вбок, чуть не столкнувшись с кобылой девушки. Еще одна молния прилетела в стену рядом с первой, и, брызгая в стороны огненными ошметками, они обе поползли в сторону пытающегося усмирить коня Миха. Вывернул из подворотни и ухватил под узцы одного из запасных коней гоблин. Зеленым мячиком заскочил в седло, озираясь по сторонам. «Да уезжайте же!» Оглянувшись, что есть мочи, заорал Ярик друзьям. Геннар Далтрис увидел, услышал парня и, кивнув, вытащил плетку. От души полоснул пару раз по крупам лошадей сестры и Миха. Те обиженно заржали, но кобыл, не ведая жалости, добавил им плетей, и лошади рванули во весь опор за ворота. Следом за ними несся и зеленый. Ярик кинулся ко входу в дом, но прямо возле него стену вспузырила новая порция молний, отбросив мальчишку в сторону. Он замахал в сторону площади коруком. Молнии пропали, но через пару секунд вновь оглушили своими разрывами, уткнувшись в землю совсем рядом. Видимо, Мэттер и Капитан селились, и Вейтера больше никто не отвлекает. Большое расстояние до дым только и спасают от точного попадания. Чуть ли не рыбкой парень нырнул в открытый дверной проем, больно саданувшись боком об косяк. Зашипел, проклиная собственную неуклюжесть, и метнулся по лестнице вверх на второй этаж. Меч выставил перед собой. Мало ли кто навстречу выскочит. Но в доме, как ни странно, было пусто. Протопав по коридору, уткнувшись в несколько запертых дверей, он нашел, наконец, открытую комнату с выходом на балкон, но и там никого не обнаружил. Девице давно и след простыл. «Агайя!» – заорал Ярик в обезголос. «Где ты? Агайя!» Никакого ответа. «Черт! Черт! Черт!» Мальчишка выскочил обратно в коридор. Рискуя сломать ноги, чуть не кубарем скатился по лестнице и выбежал на улицу. Со стороны площади, выныривая из клубов дыма, неслись к нему, размахивая оружием, стражники. «Ни мэтра, ни капитана видно не было», – заржал Тайсон. Подскочив к парню, требовательно хватанул его зубами за плечо. «Все, друг, уходим!» Ярик забрался в седло. «Давай, родной, пошел!» Коня даже понукать не нужно было. Орванул с места, что твой Феррари. Парень только и успел к его шее прижаться, чтобы от такого старта из седла не скувыркнуться. До ворот оставалось всего пара метров, когда прямо в спину ударила очередная порция молний. Коню тоже досталось. Он споткнулся, чуть не полетев кувырком, но чудом выровнялся и подал еще хлеще. Хотя мальчишка, теряя сознание, этого даже не заметил. Глава 14 Сначала в полной тишине пришла боль. Какая-то глобальная и всеобъемлющая, собранная со всего тела и обжигающим потоком, направленная прямо в ничего не соображающую голову, противная, невыносимая и не дающая хоть как-то собрать сознание в кучу. Потом что-то шершаво-колючее ткнулось в лоб, резко вырывая из беспамятства и заставляя мальчишку дернуть головой в сторону. Как-то сразу пришло понимание того, что он лежит на спине. На чем-то жестком и неудобном, упирающемся, даже нет, больно впивающемся в тело, какими-то жуткими неровностями. Ярик чуть приоткрыл глаза. Яркий солнечный свет лился сверху, дико слепя и раздражая, наполняя взор резью и мельтешением дурацких радужных кругов, не позволяющих нормально оглядеться. Потом на лицо упала тень и с трудом сконцентрировав настойчиво стремящийся расплыться взгляд, мальчишка вздрогнул от неожиданности, узрев перед собой огромную разъявленную пасть со здоровенными желтыми зубами и темно-лиловыми деснами. Пасть резко придвинулась, обдавая лицо горячим дыханием и очередной шершавый толчок в лоб огорчил Ярика сыпанувшимися из глаз искрами и напористо рванувшими уши вдруг ожившими звуками. И без того слишком шумное шелестение листьев на ветру было внезапно перекрыто еще более громким сопящим дыханием чудовища. Мальчишка дернулся, попробовав привстать на локтях и хоть немного отодвинуться от этой страшной пасти. Но попытка оказалась бесплодной, принеся лишь взрыв боли в спине. Не удержавшись, парень взвыл. Собственный голос жутким скрежетом раздался в голове, взрывая мозг и выжимая из глаз слезы. Целый поток слез, который, как ни странно, тут же принес, пусть небольшое, но облегчение. Взор тоже слегка прояснился. Ровно настолько, чтобы увидеть отодвигающуюся от лица зубастую пасть и появляющуюся в поле зрения черную шестлявую губу, задрыгавшуюся с яростным хлюпанием, переросшим через мгновение в оглушительное фырканье. Морда еще немного отодвинулась, и юноша наконец-то смог разглядеть голову животного. «Тайсон, зараза!» С облегчением выдохнул он. «Так же и ежика родить можно!» Пересохшее горло с трудом выпускало звуки, превращая их в чуть слышное хриплое сипение. Во рту словно суховей прошелся. Язык, как неродной, еле ворочался. И еще какие-то ошметки травы там, что ли? Он что, землю грыз? Ярик повернул голову и попробовал выплюнуть скопившуюся во рту гадость. Куда там? Бесполезно! Превозмогая боль, он медленно повернулся на бок, перевалился на живот. Уперся руками в землю и, собравшись силами, заставил себя подняться на ноги. Земную твердь изрядно штормила, и от неминуемого падения мальчишку спасло дерево, так, кстати, растущее прямо перед носом. Крепко обняв ствол, он встал на еле слушающихся ногах и зажмурился, тихо поскуливая, пережидая головокружение и растекшуюся по спине боль. Спустя какое-то время смог наконец-то оглядеться. Поляна. Довольно большая. Покрытая травкой. Мелкой и какой-то бледноватой, словно подсушенной. По краям не очень высокие деревья, перемежающиеся густыми кустами с бурыми листьями и кучей мелких желтых цветочков. В глазах зарябило от их обилия вокруг. Захотелось помотать головой, но Ярик не стал рисковать, провоцируя новый приступ боли. Просто снова зажмурился и постоял немного с закрытыми глазами. Рядом схрапнул конь. «Сейчас, дружок, погоди!» Чуть махнул он рукой. «И то правда. Надо отлипать от дерева и что-то делать. Вон хоть Тайсона для начала расседлать. Сколько он уже так ходит с затянутыми подпругами. А стой, не стой, спина сама собой все равно не заживет и болеть не перестанет». Отпустив ствол и пошире расставляя нежелающие слушаться ноги, сделал несколько шагов до коня, тут же, чтобы не упасть, крепко ухватившись за седло. Каждое движение отдавалось болью, словно кто-то там сзади пытался содрать с него шкуру. Собрав волю в кулак, расстегнул пряжки на ремнях подпруги. Рванул седло на себя, сдернул его со спины коня. Удержать не смог и грохнулся вместе с ним на траву, завалившись на бок. «Хорошо, что не навзничь!» Мелькнула мысль, прежде чем из глаз вновь сыпанули искры, а жгучая боль захлестнула все тело, чуть не лишив сознания. Впору было орать в голос. Но мысль о том, что за ним могли гнаться, и те, кто его ищет, могут быть где-то совсем рядом, заставляла сдерживать рвущиеся наружу крики и лишь негромко скулить и подвывать. Сколько прошло времени, пока он приходил в себя, стараясь претерпеться к впившимся в спину и непременно стремящимся ее разодрать неведомым монстром, одному создателю известно. Казалось, вечность. По крайней мере, когда Ярик вспомнил про притороченный к седлу дорожный мешок, небо над поляной уже начало темнеть. Мешок! Мешок! Там же могут оставаться метровские эликсиры! Вдруг да лечебный завалялся! Мальчишка принялся судорожно распутывать завязки на горловине. Пять минут мучился, беззвучно чертыхаясь и кляня того, кто завязывал эти дурацкие узлы. Наконец справился и, сунув руку внутрь, зашарил, пытаясь нащупать спасительные флакончики. Нашел почти с десяток, поочередно вытаскивая и складывая рядом с собой на траве. Полный только один. И тот на ускорение. Остальные пусты. Или почти пусты. В нескольких использованных на самом дне пополглоточка недовыпитого эликсира. Какое счастье, что в этом мире посуда для волшебных зелий не намного дешевле самих снадобий. И рычительный мэтр не позволял разбрасываться опустошенными пузырьками. Ярик раскупорил все и чуть ли не выдавил из них остатки горькой жидкости, подолгу удерживая каждую из склянок над языком и дожидаясь, когда все до последней капли окажется у него во рту. Волшебного излечения, конечно, не произошло, но хотя бы боль немного утихла. Где-то до уровня обгоревшей на пляже спины. Это уже вполне терпимо. С этим уже можно жить. Мальчишка облегченно вздохнул и только теперь понял, как сильно хочет есть. Тайсон тут хотя бы траву мог пощипать, а Ярик с утра ничего не ел. Да и утром-то толком позавтракать не успел со всеми этими схватками да побегами. Желудок на такие мысли требовательно отозвался громоподобным урчанием, и парень поторопился снова залезть рукой в мешок. Кругляш чуть подсохшего хлеба и фляга с водой. Негусто, никак в ресторане выбор. Ну да не до жиру. Тайсон! Яромир разломал буханку пополам и одну часть сунул вытянувшему к нему шею коню. На, ешь! А то тут трава какая-то левая. Такой, наверное, и не наешься. Тот, благодарно фыркнув, осторожно ухватил зубами свою долю ужина и неспешно переместился чуть в сторону. Ярик же вгрызся в хлеб, отхватив такой здоровенный кусок, что рот едва удалось закрыть. Активно заработали челюсть и пытаясь справиться с поставленной перед ними непосильной задачей. Глоток воды им в помощь. А жизнь-то налаживается. Еще больше стемнело и стало прохладно. Да уж, бежать искать сестру и остальных сейчас, наверное, бессмысленно. Стоит подумать о ночлеге. Не переставая жевать, мальчишка нашарил в мешке огниво. Капитан, когда еще только в путь собирались, прозорливо настоял на наличии у всех вещах этого приспособления. Мало ли что. Ведь оказался прав. Прямо почетная ванга года. Надо пройтись, пока совсем не стемнело, сушняка набрать. И коню остатки воды из фляги споить. А то, может, тут поблизости ни ручья, ни лужи какой. Где-то через полчаса на поляне потрескивал и радостно играл яркими язычками пламени небольшой костерок. Юноша сидел рядом, вытянув к огню ноги и боком навалившись на седло. Глаза слипались. Тайсон, умница, топтался чуть поодаль, лениво пощипывая траву. Темнота сгущалась с каждой минуты все больше. В какой-то момент мальчишка уже начал проваливаться в сон, когда из леса донесся негромкий хруст ломаемых веток. Ярик скинулся, вглядываясь в темноту зарослей. Ничего не увидел, но сердце чего-то вдруг заколотилось быстрее, сжимаясь от непонятных смутных предчувствий. Хруст повторился, но было неясно, дальше или ближе. Тайсон оторвался от истребления подножного корма и, подняв голову, повернул ее в сторону шума. Мальчишка на всякий случай нащупал рукоять меча. Снова хруст, и уже точно ближе. Парень развернулся, привстав на одно колено. Страшно-то как! Словно давишний сон оживает, грозясь обернуться реальным кошмаром. Ладно, хоть меч на месте, никуда не делся. Вынул из ножен клинок. Оперевшись на него, поднялся на ноги. Принял позу поустойчивее и выставил оружие в сторону уже казалось колышущихся от приближения неведомого гостя зарослей. На несколько секунд хруст затих, окуная пространство в жуткую гнетущую тишину. Затем возобновился и резко усилился. Словно кто-то, почуяв впереди легко доступную добычу, радостно попер сквозь заросли напролом. Конь недовольно всхрапнул. Нервно перебирая ногами, гулко затопал копытами по земле. Яромир чуть сдвинулся вбок. Так, чтобы костер на всякий случай оказался между ним и надвигающейся угрозой. Еще несколько тягучо-томительных секунд, и из раздвигающихся зарослей вывалилась на свет от костра человеческая фигура. Правая сторона всклокоченной шевелюры изрядно подвыпалена. На виске вместо волос бурая корка короста. Глаз под ней полностью закрыт огромнейшим фингалом, набухшим и расплывающимся почти наполовину мертвенно-серого в каких-то светлых и темных разводах лица. Другой глаз гневно сверкает в отблесках пламени костра. В правой руке визитера, а точнее визитерши, зажат нехилый такой кинжал. В левой – лук. «Агайя!» – облегченно выдохнул Ярик, опуская меч. «Гхаран!» – что-то невнятно и зло ответила она и, напротив, поднимая свой месорез, устремилась прямо к юноше. «Ты чего?» – удивился он. Лицо девушки и без того перекошенное было искажено гневом. Она ломилась через поляну не хуже того умертвия и сна. И страх, который уже почти было улегся при узнавании подруги, сейчас вспыхнул с новой силой. Нахлынул, холодя сердце и наливая свинцом и так непослушные ноги. «Что с тобой случилось? Кто тебя так?» – Ярик попятился. «Арк!» Похоже, вопрос еще больше разозлил девицу, и она зашагала еще быстрее. Причем прямо через костер, наступив в него и даже не заметив ни лизнувших ногу языков пламени, ни метнувшегося мимо лица в темное небо столба завихрившейся искр. «Кто меня так? Кто?» – яростно выплюнула она, подходя все ближе, поднимая кинжал к самому носу мальчишки, заставляя того отшатнуться и отступить. «Да дружки твои полоумные! Магеныш этот недоделанный да образина зеленомордая! Проклятый их раздери!» «Ты че несешь?» – возмутился Яромир. «Зачем им это?» Она не ответила. Лишь зло взрыкнуло и продолжило наступать, тыча парню в лицо своей железякой. А он, даже не думая отбиваться, отступал пятясь назад и ничего не понимая, пока как в том ужасном сне не виткнулся спиной в дерево. Вот только во сне у него спина не была одной сплошной незажившей раной, и прикосновение с деревом в нем не вызвало такой всепоглощающей вспышки боли. Мозг словно взорвался пронзенной тысячей раскаленных игл. И все, что мальчишка успел заметить, прежде чем сознание решило в очередной раз покинуть его, это внезапно дернувшаяся словно от удара голова девушки. Девушки, ставшие вдруг плавно заваливаться на землю прямо-таки параллельно и синхронно с ним самим. «Странно, а это ее кто?» мелькнули, заполняя растянувшиеся мгновениями жявья мыслей. «Не конь же он вроде с другой стороны, а на поляне больше никого». Очередной выход из забытья был менее болезненным, чем предыдущий. Во-первых, потому что лежал Яромир на животе. Во-вторых, потому что над его спиной кто-то явно поработал, немного подлечив. Боль почти не ощущалась. Мальчишка открыл глаза. Прямо перед ним, всего в полутора метрах, продолжал гореть огонь. Он приподнял голову, отрывая от жесткой травы щеку и подводя под нее руку, до этого вытянутую вдоль тела, оперся на нее. «А никак встать решил?» раздался из-за спины грубый скрип до боли знакомого голоса. «Не советую, спину разбередишь, она только поджевать начала». «Ты что с ней сделал?» Юноша повернул голову на другой бок и уперся взглядом в сидящего по-турецки кобла, что-то старательно растирающего и размешивающего палкой в глубокой деревянной ступке. «Посыпал пеплом», невозмутимо ответил Геннард Алтрес, ни на секунду не прерывая своего занятия. «И попросил духов огня затянуть раны». «Духов? Там что, все так плохо?» «Видел бы ты свою куртку», — ухмыльнулся зеленый. «В дырку моя голова запросто пролезет. Если бы не знал, что вы, человеки, не едите друг друга, подумал бы, что кто-то решил поджарить тебя на обед». «Не, меня есть нельзя», — Ярик прислушался к своим ощущениям. «Я в экологически грязной среде вырос. Химия там, радиация, выхлопы. А что, теперь все заживет?» «Не, не теперь. Пепел лишь затянет раны. Но если так и оставить, они скоро загноятся. Это тебе не порез пустяковый». Гоблин ненадолго отвлекся, почесав нос, и снова принялся скрестись в ступке. «Так что сейчас травки смешаю, размочу спину тебе, намажу и буду к духам воды взывать». «Я надеюсь, водой хоть размочишь?» Отчего-то вдруг заволновался парень. «А то кто вас знает с вашей магией?» «Никакой магии», — важно заявил Кобл. «Народная медицина и немного камланий». «Это что-то из шаманских штучек?» Ярик хотел подтянуть вторую руку, но, вспомнив предостережение Кобла передумал. «А разве шаманизм — это не магия?» «Ты давай теплое с мягким не путай», — ворчливо буркнул Гоблин. «Мы с природой в согласии живем, и сами в ее сущность не вмешиваемся, как эти ваши маги. Мы можем лишь попросить духов нам помочь, а они сами решают, делать это или нет». «И что, часто отказывают?» — развеселился мальчишка, глядя на больно уж серьезную физиономию Зеленого. Тот постоянно принюхивался к содержимому ступки, и его сморщенный нос при этом начинал активно и очень забавно двигаться. «С чего им отказывать?» — пожал плечами Геннарда Алтрес. «Не девки поди, молодые, чтобы выкобениваться!» «Ох ты ж!» — спохватился Яромир. «Ага я! Гена, где она?» Он даже приподнялся на локте повыше и закрутил головой, пытаясь увидеть девушку. В спине при этом что-то больно кальнуло, заставляя скривиться и зашипеть. «Ну-ка, ложись давай!» — прикрикнул на него гоблин, дотянувшись и щелкнув по голове своей палкой-мешалкой. «Куда она денется-то? Вон лежит себе под деревом, отдыхает!» Он махнул рукой куда-то себе за спину. Потом критически осмотрел кончик палки, видимо, на предмет возможных прилипших к ней частей головы Ярика, дунул на него, задумчиво хмыкнул и вновь вернулся к своему увлекательному процессу измельчения травок. Разглядев торчащий из-за кобла ноги лежащей там девицы, юноша немного успокоился и опустился назад на землю. «А что с ней произошло?» — посмотрел он на Геннолдалтриса. «Чего она свалилась-то вслед за мной?» «Так а как же ей не свалиться?» — удивился зеленый. «Брошенный каменюкой по голове получивший. Свалилась как миленькая!» «Каменюкой!» — перебил его Ярик, возмущенно вскидываясь. «Да лежит ты уже!» Кобыл опять приложил его палкой. «А то так скоро, кроме спины, мне еще и голову тебе лечить придется!» Мальчишка послушно лег, но возмущение и недоумение, бурлящее в душе, не давали успокоиться и заставляли нервно ерзать и буквально буравить взглядом гоблина, на безмятежность которого, впрочем, эти взгляды не производили ни малейшего впечатления. «Ты давай не жиркой на меня!» — невозмутимо заявил он, извлекая откуда-то флягу, добавляя в ступку немного воды и возобновляя размешивание. «Цела твоя пассия, хотя и не совсем невредима. Ну, так сама виновата!» «Так это правда, что она сказала про форт?» — сердито запыхтел Ярик. «Это смотря что она сказала!» Кобал вынул из ступки палку, понюхал ее, лизнул и, удовлетворенно кивнув, отставил зелье в сторону. «То, что вы с Миха ее так разукрасили!» Негодованию парня, казалось, не было предела. «Ну да, было такое!» — утвердительно качнул головой зеленый. «Все, не двигайся! Сейчас я тебя мазать буду!» «Ну за что?» Вздернулся было Ярик, но, получив теперь уже увесистый подзатыльник, вынужден был все же лечь и замереть. «За дело!» — как отрезал гоблин. «Потом все объясню, а пока на, пожуй!» Он безапелляционно сунул в рот разволновавшемуся мальчишке какие-то листья, подождал, пока тот, мочась от жуткой кислятины, выполнит его требования, и сунул ему под нос флягу. «Запей!» Яромир сделал несколько глотков. Побултыхал водой во рту, прополаскивая его от гадкого, казалось, разъевшего все горло лекарства, выплюнул, добавил еще пару глотков и вопросительно посмотрел на гоблина. «Отлично!» — заявил тот. «Теперь спи, а я с духами пообщаюсь!» «Как спи?» — хотел спросить юноша, но обнаружил, что язык его не слушается, а глаза самым натуральным образом слипаются, ничего уже не видя. Только на грани слуха до него донеслось гоблинское заунывное подвывание, и он вырубился. Проснулся уже утром. Именно причем проснулся, а не вынырнул из беспамятства, как в прошлые разы. Лежа на боку, он радостно потянулся, приоткрывая глаза и щурясь от мягкого солнечного света согревающего лицо. Где-то сверху шелест листьев на легком ветерке, то и дело перебивался пением невидимых печук, затеявших утреннюю перекличку. До носа доносился сказочный аромат жареного мяса, пробуждая просто дикий аппетит. Спина практически не беспокоила, словно и не болела так ужасно буквально только что. И единственное, что несколько нарушало эту идиллию, привнося некоторый дискомфорт, так это переполненный мочевой пузырь, требовавший проявления к нему должного уважения и немедленного уединения где-нибудь за кустиками. Что парень и сделал незамедлительно, бешеным метеором пронесшись к дальнему краю поляны, мимо сидящего у костра кобла и торопливо углубившись в лес. Лишь ветки щекотали лишенной рубашки торс и плечи. Удивляло и радовало отсутствие кровососущей летающей мелочи, так досаждавшей в родных лесах в любую погоду, кроме сильного дождя и снега. Назад протопал так же бодро и радостно. Подошел к пасущемуся с краю поляны коню, потрепал холку, похлопал по шее. Подошел к гоблину. «Гена, спасибо!» Шлепнул его ладонью по плечу. «Даже если это и не магия, то волшебство точно. Я почти ничего не чувствую». «Рад за тебя!» Буркнул Зеленый и замахал руками, отгоняя Ярика от запекающегося на прутиках мяса. «А ну прочь, не готово еще!» «Ну и ладно», — сделал обиженный вид тот. «Уйду я от тебя, злой ты!» «Иди, иди!» — проворчал ему вдогонку гоблин. «Вон подругу свою буди, иди!» Яромир хмыкнул и послушно направился к дереву, из-за ствола которого торчали ноги девицы. Подойдя же, внезапно замер, ошеломленный открывшимся ему зрелищем. Растрепанную и всклокоченную агайю с опухшим теперь уже с двух сторон чумазым лицом было практически невозможно узнать. Она сидела, привалившись к дереву, со связанными за спиной руками и качественно спутанными ногами. Изо рта у нее торчал кляп, а из узких щелочек, заплывших синяками некогда красивых глаз, в ерика впился, словно желая прожечь насквозь лютый ненавидящий взгляд. «Гена!» — пораженно протянул он. «Гена! Что это? Почему она так связана?» Сказать, что он был сильно изумлен, — это все равно, что сказать про солнце, что оно теплое. Причем даже неясно было, что вызывало большее недоумение. Вид связанной и потрепанной девушки или ее бешеный взгляд, испепеляющий душу необъяснимой злобой. «Не, ну на ночь я ее еще и к дереву привязывал!» Оправдываясь, развел руками гоблин. «С этой станется! Сбежит, только ее и видели, да еще и глотки нам перед этим перережет!» «Гена, блин!» Яромир наконец-то смог оторвать взгляд от девушки и повернулся к коблу. «Почему она связана? В чем вообще дело?» «А, вот ты о чем! Неужто не дошло еще?» Геннардалтрис ткнул в сторону девушки пальцем. «Это ж она, вашего дядьку Ижика, стрелами пуляться стала, когда тот с имперским магом сцепился. Если бы не она, он бы, может, еще и выкрутился, а так свалили его, как пидать!» «Но зачем?» «Мы же ее спасли!» Продолжал удивленно возмущаться мальчишка, поворачиваясь и глядя то на гоблина, то на Огайю. «С собой взяли!» «Что-то сильно я подозреваю!» Развел руками кобал. «Что ни от кого вы ее не спасали!» «Придумала она все, чтобы к вам в доверие втереться и дальше вместе отправиться!» Он поднялся от костра и подошел к девице. «Думаю, она работает на тайную службу императора!» «Так ведь, дамочка?» Склонился к ней и не сильно пнул по ногам, ощерившись своей хищной улыбкой, как только Огайя злобно зашипела в ответ. «Так, клянусь своей зеленой прародительницей, так!» «Не трогай ее!» Грозно засопел Ярик. «Даже если это и так, не трогай ее больше!» Гоблин сердито зыркнул на парня. Ничего не ответил, только сплюнул чуть ли не на ноги возмущенной елозившей по земле девицы и вернулся к костру. «Есть, пойдем!» Кинул он нерешающемуся отойти от девушки парню, а когда тот подошел и уселся рядом, протянул ему прутик с мясом и ворчливо проскрепел. «Валить ее надо! Хочешь, не хочешь, любишь, не любишь, а если мы ее тут не прирежем, выльется нам это, чую, в огромные проблемы, такие, что смерть праздником покажется!» «Не каркай!» Раздраженно буркнул мальчишка, вгрызаясь в горячий шашлык и даже не чувствуя его вкуса. «Не могу я так!» «Ну, давай я ее прирежу!» вскинулся гоблин, отрываясь от обнюхивания своей порции мяса. «Нет!» торопливо оборвал его парень. «Нет, не нужно ее убивать!» «Да ты понимаешь, что она тебе глазки по службе строила!» возмутился зеленый, даже забыв про еду и размахивая ею перед носом у Яромира. «И шастала нас за тобой по приказу императора!» «Понимаю я!» сокрушенно вздохнул юноша. «Понимаю!» «Но не могу!» «Ай!» махнул на него рукой кобыл и вцепился в мясо своими зубищами. «Проклятый с тобой! Сейчас доедим и двинем дальше сестрицу твою искать! А эту тут бросим, пусть сама выпутывается! Глядишь, повезет и не успеет она нам напакостить! Вы где с сестрой встретиться договаривались на такой случай?» «В следующем по пути городе! Крынский, кажись! Только мы с тобой сейчас туда не поедем!» «Не понял сейчас!» поднял на мальчишку удивленный взгляд кобыл. «Почему не поедем?» «Назад нам надо вернуться!» сосредоточенно пережевывая мясо, выдал парень. «Выяснить, что с мэтром стало и с капитаном!» «Похоже, я когда тебя лежать заставлял!» Округлив от такого неожиданного заявления глаза, гоблин выпилился на юнца, даже моргать позабыв. «Сильно тебя по голове приложил! Иначе я просто помыслить не могу, откуда в ней такие мысли могли появиться! Что там выяснять? Либо убили, либо в полон взяли! Что с ними еще-то делать? Не жениться же!» Ярик чуть не поперхнулся. «А что, если они в плену? Их и выручать не надо!» Кобыл пару раз пораженно хлопнул глазами, а потом поднялся на ноги и, завертевшись на месте, начал орать. «Эй! Вы где? Выходите! Где вы прячетесь? Идите сюда! Скорей!» Опешивший мальчишка чуть пруть их с мясом из рук не выронил. И сначала решил, что гоблин зовет сестру смеха, а затем, даже почувствовав холодок от встревоживших и напугавших мыслей, что где-то тут прячется настигшая их погоня. И сейчас, сбежавшись на голос, кто-нибудь выскочит и схватит их. Но Геннардалтрис продолжал драть глотку впустую. Из леса никто и не поспешил выйти. «Кого ты зовешь?» Наконец-то решился задать вопрос юноша. «Как кого?» Картинно развел руками гоблин. «Конечно же, наш отряд рыцарей, человек-высто! Они же где-нибудь здесь, по кустам прячутся! Ты же, наверное, с ними собрался возвращаться во вражеский форт, чтобы вызволить друзей!» «Нет!» «Не паясничай!» Покраснел разозлившийся Ярик. «Сам знаешь, нет тут никого. Но бросить их там, даже не узнав, что с ними, я так с мэтром и капитаном не могу поступить!» «Вообще-то я рассчитывал на твою помощь, но если боишься, можешь просто проваливать к черту! Никто не держит!» Он вернулся к поеданию шашлыка, отвернувшись от гоблина. Тот тоже перестал суетиться и уселся рядом, насупившись. «Ничего я не боюсь!» Тихо сказал он. «Просто не понимаю, зачем так рисковать. Они сами сделали свой выбор, прикрывая наш отход. Неужели встреча с сестрой для тебя менее важна?» «Понимаешь?» Ярик почесал затылок, сомневаясь, стоит ли раскрывать перед зеленым все карты. Затем, решившись, махнул рукой и продолжил. «Знаешь, мы ведь сестрой совсем недавно в этом мире!» «Ну да!» Ухмыльнулся Кобал, возобновляя трапезу. «Знаю!» «Откуда?» Удивленно вскинул на него взгляд мальчишка. «Мы же не говорили!» «Так и я не слепой!» Пожал плечами Кобал. «Да и земля кругом слухами полнится! Ты давай дальше говори!» «Ну вот!» Кивнул головой юноша. «В своем мире я как-то разговаривал с одним писателем-фантастом. На встречу с ним творческую ходил. И спросил, почему он не пишет книги про попаданцев в магические миры. Так он ответил, что не может писать о том, во что не верит. А он не верит ни в магию, ни в то, что попав в другой мир, кто-то сможет прожить достаточно долго, чтобы хватило на сюжет для книги. Невозможно, говорит, неподготовленному человеку долго прожить в чужом мире. Понимаешь? Не все!» Задумчиво сморщил нос Кобал. «Ну а суть, думаю, ухватил!» «Ага. Вот и мы с сестрой сюда попали. И если бы не встретившие нас Миха, Мэтр и Капитан, даже ты, мы бы, наверное, долго не прожили. И уж тем более не имели бы шансов добраться до цели и вернуться домой». «То есть?» Гоблин доел мясо, вытер руки сначала об траву, а потом о собственные штаны и сыто рыгнул. «Ты боишься без них не попасть домой?» «Ничего ты не понял», – недовольно поморщился Ярик и начал подниматься. «Я считаю, что в долгу перед ними и не могу бросить вот так, даже не попытавшись помочь». «Да все я понял», – отмахнулся Геннардалтрис. «Просто считаю, что вернувшись, ты получаешь гораздо больше шансов потерять сестру и не вернуться домой». «Но ведь ты мне поможешь», – Ярик уперся взглядом в Гоблина. «С твоим-то умением незаметно передвигаться. Ты ж прирожденный диверсант и лазучик». «Это да», – самодовольно почесал живот Кобл. «Это я запросто. Ладно, помогу. Только, может быть, прирежем все-таки девку? Нельзя ее за спиной оставлять». «Нет, я поговорю с ней». Мальчишка наклонился, подобрав оставшиеся куски мяса на последнем прутике, развернулся и направился к пленнице. «Ну, поговори», – вздохнул Гоблин, тоже вставая. «Может, ты уговоришь на что, а я пока на поляне приберусь». Девушка ожидаемо сидела все на том же месте, где и раньше, и взгляд ее пылал все тем же яростным огнем. Даже боязно немного было к ней приближаться. Ярик тяжело вздохнул и подошел вплотную, усевшись возле нее на корточках. «Как ты?» – спросил он, тут же смутившись глупостью своего вопроса. «Прости, не подумал. Я тебе поесть принес, будешь? Сейчас рот освобожу». Он наклонился к Агайе и попробовал распутать повязку, удерживающую кляп, но Кобал постарался на славу. Парень оглядел поляну в поисках своей куртки, увидел ее, подошел и поднял с земли. Расправил, разглядывая дыру с обгорелыми краями, наверное, диаметром с футбольный мяч. Присвистнул и полез во внутренний карман за коруком. И вот тут его словно прибило. Кинжала в кармане не было. Он заозирался по сторонам, надеясь заметить оброненный клинок где-нибудь в траве, но совершенно тщетно. Нож пропал. И он даже предположить не мог, где и когда. Совершенно расстроенный, он вернулся к Агайе. Вытянув из ножен меч и с его помощью, аккуратно разрезав путы на лице девушки, вынул кляп и отбросил его в сторону. Девица злобно ощерилась и попыталась плюнуть в Ярика. Но, видимо, сказалось обезвоживание, и все ее старания не увенчались успехом. «Не нужно так», – печально скривился мальчишка. «Ты же наверняка видела, как я к тебе относился, и знаешь, что я не желаю тебе зла. Ты вправду служишь императору?» «А если я скажу, что нет?» – ехидно прорычала она. «Ты что, отпустишь и не убьешь ради своей огромной ко мне любви?» «Зачем ты так? Ты же сама услышала», – удивился юноша. «Я тебя в любом случае не убью и зеленому не дам». «С чего такое милосердие?» Голос девушки просто сочился ядом и презрением. И сама она сейчас сильно напоминала опасную змею, загнанную в ловушку и сейчас из последних сил огрызающуюся. «А с чего мне тебя ненавидеть? Ты выполняешь приказ императора. Ты не можешь его не выполнять. Вот только император твой ошибся. Больше тебе скажу, он сам виноват во всем, что произошло. Если б не он, возможно, и мы бы здесь не появились. Это ты о чем сейчас?» – непонимающе уставилась на него девушка, даже зло шипеть перестала. «А вот о том, сама подумай». Наш мэтр наблюдал за зеркалом несколько лет и не мог никак открыть проход между мирами. «Но тут твой император посылает убийц, чтобы не дать ему осуществить свою мечту. И те почти справляются с заданием. Мэтр не приходит вовремя домой. И вместо него до зеркала дорывается его ученик, который из-за никому неизвестной ошибки проход открывает и затаскивает нас с сестрой в этот мир. «Будь на его месте мэтр, он бы нас сюда и не потащил бы. Сам бы, наверное, туда скорее полез. А так, бац, и мы здесь». Ярик замолчал, переводя дыхание, а потом продолжил. «Но этого твоему императору показалось мало. И вместо того, чтобы дать нам спокойно доехать до цели и убраться поскорее домой, он, поверив в какие-то там предсказания, решил, что мы явимся его убивать и сам объявил на нас охоту. «Так вот, я не хочу и не буду убивать тебя. И не только потому, что ты мне безумно нравишься». Девушка закатила глаза и фыркнула. «Да, нравишься. Но, кроме того, я очень хочу, чтобы ты донесла до своего императора простую мысль. Мы ему не враги, и нам не нужна его смерть. Мы просто хотим попасть домой. И не надо нам в этом мешать». Договорив, он поднялся и, провожаемый пристальным задумчивым взглядом девицы, отправился к закапывающему кострище Коблу. «Гена, где ее тесак и лук?» «Тебе зачем? Неужто ей оставить хочешь? Совсем сбрендил?» Гоблин возмущенно закачал головой. «Вместо того, чтобы эту змеюку укокошить, он ее теперь еще и вооружить решил». «Гена, где?» Голос Яромира был тверд и не давал возможности усомниться в окончательности его решения. «Да вон в теньке валяются!» Обреченно вздохнул Гоблин. «Ну ты сразу-то ее хоть не отпускай!» «Хорошо», – кивнул парень, возвращаясь к девушке. Положил неподалеку от нее лук. Нож с силой вогнал в дерево на высоте своей вытянутой вверх руки. «Здесь твое оружие!» Обратился он к пленнице. «Прости, освободить тебя прямо сейчас не могу. Должен подстраховаться. Но ты ловкая. Уверен, сможешь и до ножа дотянуться и распутаться. Мясо вот рядом кладу. Советую съесть побыстрее, пока конкуренты не набежали или не наползли. Все, прощай. Мы уходим». Глава пятнадцатая Когда Геннард Алтрес всыпал плетей кобыли Яры Славы, а затем и его, Лишика, коню, лошади и без того напуганные всей этой жуткой канонадой метнулись за ворота так резко, что парень едва удержался в седле. Яра тоже вцепилась в гриву своей каурой, словно клещ в морду дворового пса. Миха отставал всего чуть-чуть и видел, как побелели от напряжения ее пальцы. Лишь только ход животных перестал быть рваным и дерганым, перейдя в ровный голов, девушка заоглядывалась. Высматривала брата, застрявшего где-то в крепости. Лишик тоже повернул голову назад, пытаясь хоть что-то увидеть в оставшихся там за ними клубах дыма. Такого густого, что даже ворот почти не разглядеть. Яра Амира до сих пор не было, а кобыл, скакавший позади, отставал все больше и больше. В какой-то момент его конь вовсе остановился, зашатался и рухнул на землю. Видать, попало в него или стрело этой предательницы Агайи, или заклинанием напавших на них мага. Зеленокожий успел соскочить с бедного животного и кувырком укатился в высокие заросли камыша, выдурившие вдоль обочины. Лишик с Ярой Славой остались на дороге одни. Запасные лошади все куда-то подевались. Похоже, остались в форте, сыпанув в стороны от трескучих молний разбушевавшегося им перца. Дорога стала забирать вверх. Камыши вокруг закончились, и пошла обычная луговая трава. «Яра, туда!» махнул Миха девушке на лес, начинавшейся о лигах в полутора справа от них. «Иначе на переправу вернемся, а там тоже стражники!» Свернули. Лошади, не меняя алюра, понеслись через луг к стене деревьев. Девушка, обернувшись в очередной раз, вдруг вытянула в сторону форта руку и облегченно выкрикнула. «Вон он!» Начала сдерживать коня. Но Алишек воспротивился. «Нет, не останавливайся! Он догонит!» Ухватил сравнявшуюся с ним каурую под узцы, рванул за собой. «Сначала хотя бы доберемся до леса!» Оглянулся. Яр-амир скакал, пригнувший шею своего черного скакуна, бодро молотящего копытами по дороге и оставляющего за собой лишь пыльный шлейф. Он уже преодолел подъем, когда из ворот крепости выскочили первые конные стражники и ринулись в погоню, резво набирая скорость. А Миха с девушкой, добравшиеся до полосы деревьев и позволившие себе наконец-то остановиться, с изумлением увидели, как летевший во весь опор Тайсон, вместо того, чтобы свернуть к ним вправо, рванул совсем в противоположную сторону. Лес там был намного дальше, но, похоже, куда гуще. Ярослава начала разворачивать коня. Куда? Перегородил ей дорогу Миха. За ним! Голос девушки был тверд и полон решительности. Куда за ним? Парню даже пришлось повысить голос и вцепиться в поводье лошади упертой девчонки. Стражников не видишь? Мы не успеем. Нарвемся прямо на них. А у брата твоего такой конь, что за ним никто не угонится. Он перехватил руку девушки, пытающейся освободить от него свой повод. Приблизился и заговорил тише, стараясь успокоить и себя, и Яру. Послушай, ты же видишь, он специально уводит погоню от нас в другую сторону. Он знает, что делает. Для него твоя безопасность важнее всего в этом мире. Славка неохотно оторвала взор от стремительно удаляющегося брата и посмотрела на Миха. И для меня тоже. Юный маг совсем понизил голос, смущаясь и отводя взгляд. Яромир знает, что я все для тебя готов сделать, даже... Я знаю. Перебивая парня, произнесла девушка и вздохнула. Но я сильно боюсь за него самого. Миха почувствовал, что Яра, слава создателю, немного успокоилась и отпустил ее руку. Не бойся, он у тебя молодец, справится. Ага, кивнула девушка. Сам-то ты не видал, что ли, как этот молодец везде умудряется себе приключения на седалишный нерв найти? Как тут не бояться? О, это да, согласился Миха. К этому у него способности изрядные. Славка улыбнулась, и мальчишка, наконец, расслабившись, тоже радостно расплылся во все 32. Ну что, двигаемся к Хрынску? Спросил он, припоминая название следующего в их маршруте города. Мы ведь вроде там договаривались встретиться. Да, согласилась Яра Слава. Поехали. Разворачивая коней, они в последний раз кинули взор в ту сторону, куда умчался брат девушки. Ничего не разглядели, и тихо переговариваясь, потихоньку углубились в лес. Высокие деревья с ровными и гладкими стволами, редкие внизу, наверху плотно переплетались густыми кронами, создавая непреодолимую для солнечных лучей преграду. Наверное, поэтому почти не попадались на пути ни молодые деревца, ни кустарники, которые могли бы помешать спокойной езде беглецов. Ни зверья, ни птиц тоже не было заметно. Тенистый полумрак, тишина и покой. Только шелест, трепещущих от ветра в вышине листьев, домерный перестук копыт неспешно бредущих лошадей. Как не хотелось молодым людям скорее убраться подальше от оказавшегося столь неприветливым форта, но скакать, сломя голову через пусть и не густой лес, они не решались. И корни из земли частенько выпирали, и низкорастущие ветки иногда попадались. Поторопишься и либо сам невзначай убьешься, либо животных покалечишь. А менять их, увы, больше не на кого. Да и жалко опять-таки. Вот и ехали не быстро, тихо переговариваясь, да прислушиваясь, не спешит ли кто вслед за ними. Лес все не кончался, стало постепенно темнеть и беглецам пришлось обустраиваться на ночлег. Распрягли лошадей. Хоть и не волю, но напоили их водой из бурдюков, наполнив ею походный котелок. Стреножив, отпустили пастись. Какая-никакая, а трава в этом царстве вечной тени все же была. Ужинать пришлось, не разводя костра, небогатыми запасами, наспех прихваченными из гостиного двора. Недоудобств. Показывать всем, где ты остановился на ночлег, не хотелось категорически. Для сна выбрали дерево потолще, привалили к нему седла и вещевые мешки, застелив на землю Михино походное одеяло. Уселись, прислонившись к дереву и друг к другу, и накрылись одеялом яры славы. Вымотанная и переволновавшаяся за день девушка, пригревшись, уже скоро тихо засопела преспокойно у снов. А вот мальчишка, напротив, словно бодрящего эликсира, нахлебался, к нему сон не шел вовсе, да и не мудрено. С одной стороны, хоть и расставил юный мак охранные маячки вокруг стоянки, на душе было беспокойно и тревожно. И от того, что они впервые остались абсолютно одни в глухом неведанном краю, и от того, что где-то, возможно, рыщет неугомонная погоня, выискивая их следы, да и неизвестно, что за звери могут тут бродить по ночам. А с другой стороны, Лишека серьезно волновало ощущение приятной тяжести и тепла от прижавшейся к его плечу Яры. Он даже пошевелиться боялся, чтобы не потревожить доверившуюся ему девчонку и не лишиться этой невероятно приятной близости. Так и сидел недвижно таращить в сторону и вслушиваясь в ночные шорохи да редкие выкрики неизвестной лесной живности. Лишь под утро сон все же сморил юного мага. Да так, что он с трудом проснулся. И то лишь от активного тормошения и бодрого голоска, пытающейся разбудить его девушки. «Миха, вставай! Да просыпайся же ты наконец! Надо выдвигаться!» Увидев, что юноша открыл глаза, Яра перестала его трясти и указала на расстеленную рядом с собой салфетку. «А то на завтрак у нас с тобой только по куску хлеба да по глотку воды. Я, конечно, за диету, но не так же, чтобы живот к позвоночнику от голода прилипал. Быстрее доберемся, быстрее поедим нормально. Да и брат нас потерять может. Его Тайсон поди и по лесам, как по асфальту, быстрее нас всех домчиться». Зевая и потягиваясь, Миха еле оторвал себя от земли. Тело задеревенело от длительного сидения в не очень-таки удобной позе и слушалось абы как. Вспомнив упражнения Ярика, помахал руками, поприседал. Даже попрыгал маленько, рассмешив своим гимнастическим комплексом наблюдавшую за ним девчонку. Для умывания лишней воды не было. Пришлось просто растерев глаза кулаками спешно завтракать да собираться скоренько в путь. Где-то ближе к полудню лес стал редеть, мельчать и вскоре выпустил изрядно притомившихся путников из своего плена. Совсем недалеко от его границы, в какой-то полулиге виднелось расположившееся в низинке крупное село с оснующими по нему и округи жителями. Катились по дорогам повозки. На выгоне пасся скот. Подожди, Яра! Юноша придержал своего устремившегося вперед коня, а когда девушка остановилась рядом, пояснил. Опасно нам, наверное, вот так вот там появляться? Вдруг те, что нас разыскивают уже здесь? Это да, не исключено, рассудительно кивнула Яра. И что делать будем? Не поедем туда совсем. Я так проголодала и слона готова съесть. Все хотел спросить. Миха не смог сдержать любопытства. Кто такой слон? Несколько раз от твоего брата и от тебя слышал. Это в нашем мире зверь такой есть огромный. Вон, видишь, с сеном повозка едет. Девушка ткнула пальцем в телегу, медленно ползущую вдали. Так он не меньше будет. Ого! впечатлился юный маг. Не маленькая зверушка. Затем пошарил по карманам и, нащупав кошелек, вновь обратился к Ярославе. На такого слона у нас денег точно не хватит. Но на завтрак с обедом думаю, наскребем. Ты, Яра, в лесок, за деревья, пока с лошадьми спрячься, посиди, подожди. А я в деревню сбегаю, какой-нибудь еды куплю, да разведаю, что там и как. Девушка с сомнением глянула на Лишика. Да я быстро не бойся, поспешил уверить Миха. Бегом туда и обратно. Я не этого боюсь, покачала она головой. Вдруг тебя узнают и схватят. Так просто не схватят, отмахнулся юноша. А ты, если шум гром заметишь в деревне, меня не дожидайся. Сама в обход дальше двигай к брату. Ярослава возмущенно нахмурилась и собралась что-то возразить, но парень, опережая ее гневную тираду, поднял руки и поспешно затороторил, оправдываясь. Даже не возражай. Это ведь в крайнем случае, а так я постараюсь тихим мышам проскользнуть. Создатель нас не заметит. Все, пошел я. А ты спрячься и вон магией займись, потренируйся. Он соскочил с коня и, зачем-то пригнувшись, поспешно рванул к деревне. Осторожней там! Крикнула ему вслед девушка. Я волноваться буду! Миха, чуть обернувшись, махнул ей рукой и припустил дальше. Бежать было легко и радостно. Пусть трава и вымахала выше колена, но путь лежал под горку и мехопер, как дикий сахач, оставляя за собой колею из примятой зелени. А еще он был необычайно горд собой, так смело отправившимся в разведку наперекор опасности ради ставшей такой дорогой для него девушки. Девушки, которой он определенно был небезразличен. Вон, как она сказала, волнуюсь, мол, за тебя. Даже потеплело все внутри от таких ее слов. Вообще, сестра Яра Амира безумно нравилась Лишику. Хорошо, что и сам брат не был против. Это было здорово, заботиться о ней, защищать, обучать магии. В такие моменты, будучи рядом с ней, парень чувствовал себя самым нужным и самым счастливым на свете. И он искренне радовался, когда его старания приносили результат. Особенно в обучении девушки заклинаниям. Она схватывала все на лету, запоминала почти мгновенно. Сам он возился с освоением новых формул куда дольше. И с использованием силы у Яры успехи были несомненные. Она и энергии могла за раз больше накопить, закачать. И времени на откаты между кастами заклов, как выражался ее брат, у Яры уходило значительно меньше. А ее способ выписывать формулы, Миха был поражен, когда увидел это. Как-то изучая и повторяя воздушный кулак, девушка задумчиво тихонько водила пальцем в воздухе. И, о чудо, нарисовала пусть маленькую, но совершенно правильную формулу заклинания, которая тут же накачала энергией и запустила в ближайшее дерево пальцем. Одним. А не двигая всей рукой и не складывая пальцы вместе, как это приходилось делать Лишику и даже самому Мэтру. Учитель тогда тоже в шоке был. Девушка могла просто встать, спокойно опустив руки вдоль тела и пальчиком почти незаметно создать и внезапно выдать очень даже весомый сюрпризец в виде огненного шара или того же кулака. Миха аж позавидовал немного. Но зато он мог формировать и шары, и кулаки обеими руками почти одновременно. У Яры так пока не получалось. Лишик вообще заметил, что занимаясь с девушкой, показывая ей и объясняя основы создания заклинаний, он и сам стал оперировать магической энергией куда лучше прежнего. Он мог ей запасаться в большем объеме, а сами заклинания создавались быстрее и были намного мощнее, чем не повод порадоваться для парня, мечтающего стать великим магом. Ближе к поселку будущий великий маг, все же изрядно уставший от бега по высокой траве, выскочил на дорогу и облегченно вздохнув, сменил трусцу на торопливый шаг. Особого внимания на него никто не обратил. Лишь один селянин, правящий пустой и громыхающий и двигающийся навстречу телегой, кинул мимолетный взгляд на странного, небедно одетого паренька, да и думать о нем забыл. Своих забот хватает. Что ему задело до праздно шатающихся по округе недорослей? Так и дотопал Миха до околицы никем не останавливаемой и никому не интересной. Деревня была достаточно крупной. Главную дорогу, по которой шагал юный маг и которая похоже проходила через весь населенный пункт, часто-часто пересекали поперек улочки поменьше. Дома вдоль них хоть и стояли все одноэтажные, но выглядели очень даже добротными и ухоженными. Вокруг домов неизменны для любых крестьянских дворов многочисленные пристройки для животных и хозяйственной утвари. Праздного народа не видать все предели. Впереди над низенькими строениями возвышалось лишь двухэтажное здание гостиницы, да где-то за ним торчал высокий шпиль местной ратуши. К гостинице Михаи отправился, а где еще проще всего раздобыть еду и нужную информацию, кроме как на постоялом дворе. Зашел внастишь распахнутые ворота и собрался уже двинуться к дверям под вывеской харчевня жареный хрюм, но тут навстречу ему на крыльцо веселой гурьбой вывалилась компания стражников. Часть из них бодро зашагала в дальний угол двора к отхожему месту. Другая же осталась на крыльце подышать свежим воздухом, а заодно и громко поржать над собственными совершенно незатейливыми шутками. Лишику ничего не оставалось, кроме как резко свернуть в другую сторону и подойти к здоровенному лохматому мужику в грязном кожаном фартыке. Тот безрадостно возился с какими-то железяками возле загнанной под навес скрытой повозки. Не карета, конечно, но вид транспортное средство имело вполне презентабельный и даже дорогой. На дверце даже герб виднелся, морской конь со скрещенными под ним мечами. Видать, хозяин не из простых. Рядом с работающим здоровиком на перевернутой кверху дном бочке сидел мелкий чумазый и такой же лохматый пацаненок с интересом наблюдающий за непонятным процессом и при этом увлеченно ковыряющийся в носу. Создатель в помощь почтенный, поприветствовал работника юноша. Угу, буркнул тот, не отрывая взгляда от своих железок. Ребенок же, повернувшись на голос, вынул палец из носа и заулыбался, хвастаясь явным недостатком зубов. Еще и язык лишеку показал. Тот в долгу не остался и ответил скорченной рожей со сведенными к носу глазами. Малец довольно рассмеялся, а юный маг вновь обратился к мужику. Не подскажешь, далеко ли отсюда до Крынска? Тот, скосив на мгновение взгляд на парня, тут же вернулся к своему занятию. Не, не очень. Тоже, что ли, на торжества собрался посмотреть? На них, согласился Миха, решив, что такой ответ вызовет меньше всего подозрений. А чего вид потрепанный такой? Лишек опустил голову, осматривая свой наряд. Да уж, схватки, скачки и ночевки под открытым небом сказались на его модном костюме не самым лучшим образом. Да и беготня по лугу пыли добавила. Да вот, попал в передрягу, пожал он плечами. Теперь бы до города поскорее добраться. Только вот я едой запастись еще в дорогу хотел. Ну, этого тебе, паря, подождать придется, задумчиво произнес здоровяк, не переставая крутить в руках какие-то сцепленные между собой детали. У нас нынче полный двор гостей, и тех хватает, что в город на торжества поглазеть едут, и этих вон. Мужик мотнул головой в сторону шумно-гогучущей компании. Со всей округи понагнали. Для усиления стало быть охраны мероприятия. Охраннички подучая их пробери. Все вино выдули, да и припас подъели. Так что жди, пока у Фимка с Тоськой новой еды наготовят. Да как же вас сытить-то мутить? Последний его раздосадованный возглас, вызвавший радостное хихиканье малыша, относился к странным железякам, занявшим основное внимание мужика. Не выходит что-то? Участливо поинтересовался Алишек. Да понакупают иностранных телег выпендрежники, я тут чини. А я думал, это твоя атакая. Миха погладил полированный поручень повозки и восхищенно подсокал языком. Красотень! Не, шутник, не моя, помотал кудлатой головой здоровяк. Я тут кузней заведую, а Тарантайка барончиков проезжих. Приперлись тут, старый пердун с сыночком недотепой. Все из себя важные, расфуфыренные, шо твои принцессы на выданье. Тоже в город направлялись. Да полось заднее полетело, еле до нас дотянули. Сидят вон в зале, жрут вдвоем в четыре горла. А я битый час с этими хреновинами разобраться не могу, будто у меня своих дел мало. Это ж надо было такую простую вещь так заковыристо переиначить. А главное, ну нахрена? Мужика, похоже, уже выбесила сложная конструкция повозки. Алишика внезапно посетила интересная мысль. Стражники-то, оказывается, не по их с ярой славой души тут околачиваются, а в наличии имеется отличное средство для совсем неподозрительной доставки их в город. Главное, с хозяевами повозки договориться и Яру предупредить успеть. А что, долго еще чинить-то будешь? Спросил он в надежде, затаив дыхание. Да помоги, создатель, к вечеру бы управиться, отмахнулся кузнец. Отлично! Заулыбался, довольно потирая руки юноша, на что мужик в ответ лишь хмуро скривился. Ну да, его вполне можно было понять. Эй, дружок, обратился Миха к пацаненку, на тебе монетку, принеси мне пирога или хлеба, да молока к рынку, а сдачу себе можешь оставить. Мальца, ловко выхватившего серебряк, словно ветром сдуло. И пары минут не прошло, как он вернулся, вручив юному магу висистый сверток и полный кувшинчик с запечатанным горлышком. А еще спустя совсем немного времени Лишек уже вовсю прыть уминал ногами луговую траву, несясь к заждавшейся его девушке. Прослушать аудиокнигу полностью можно по ссылке в описании. 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 Продолжение следует...